Василий Витальевич Шульгин, 1920, издательство «Современник», Москва, 1989 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Вместо предисловия. Бесполезно, конечно, напоминать, что мы живем в эпоху, в которой будут весьма интересоваться наши потомки. Но, может быть, следует подумать о том, что о русской революции будет написано столько же лжи, сколько о французской. Из этой лжи вытечет опять какая-нибудь новая беда. Для нас это ясно. Мы, современники русской революции, начавшейся в 1917 году, прекрасно знаем, какую роль в этом несчастье сыграло лживое изображение революции французской. Поэтому в высшей степени важно для нашего будущего правдивое изображение того, что сейчас происходит перед нашими глазами. Разумеется, время для изображения нашей трагедии во всем ее объеме, так сказать, с журавлиной высоты, еще не наступило. Невозможно, с другой стороны, пока и интимное изображение нашей жизни, то есть как мы любили, ненавидели, страдали и радовались. Ключ, без которого, конечно, будущие историки ничего не поймут. Или поймут в крифе, в кось, как это они всегда и делают. Но можно и должно записывать то, что каждый из нас видел воочию. И можно рассказать свои переживания, поскольку индивидуальность автора терпит публичное раздевание. Настоящий очерк и представляет опыт записать в этих пределах кусочки жизни, пробежавшие перед моими глазами. Я выбрал 1920 год как ближайший. Если из этого что-нибудь выйдет, вероятно, перейду к временам более отдаленным. Новогодняя ночь. Вечером, 31 декабря 1919 года, я был у Александра Михайловича Драгомирова. Драгомиров Александр Михайлович, генерал-участник Первой мировой войны, командующий армией. После Октябрьской революции уехал на Дон к генералам Алексееву и Корнилову, формировавшим Белую добровольческую армию. Являлся одним из заместителей председателя особого совещания при ее верховном руководителе. После смерти генерала Алексеева стал председателем особого совещания, превратившегося в правительство при главкоме всеми силами Юга России, генерале Деникине. Мы сидели с ним вдвоем в его вагоне, в его поезде. Поезд стоял в порту в Одессе. Днем из окон было видно море, дальше поезду некуда было идти. Он сказал, я все-таки убежден, что сопротивление начнется. Сейчас есть еще кое-что, но когда останется только смерть в бою или смерть в воде, будет вспышка энергии. Сейчас вся масса хочет одного — уходить, но когда некуда будет уходить, неужели же не проснется решимость, вы как думаете? Я все надеюсь, что еще здесь начнется, потому что и здесь ведь уже некуда уходить. Ведь вся эта масса, что сюда отступает, она же не сядет на пароходы и в Крым не попадет, следовательно, ей придется выбирать между боем и морем. Беда только в том, что здесь совсем не то делается, что нужно. Вы думали, когда мы вышли из Киева, что будем сидеть с вами в порту в Одессе? Нет, я почему-то думал, что мы задержимся около Казатино. Но я понял положение, когда мы получили в якутском полку приказ. Это было, кажется, где-то около Фастова. Я тогда же развил своим молодым друзьям так называемую «крымскую теорию». Это что? Крымская теория — это реставрация до Екатерининских времен. Сидел же хан столетия в Крыму. Благодаря перекопу взять его нельзя было, а жил он набегами. Он добывал себе набегами ясырь, то есть живой товар пленных. А мы, засев в Крыму, будем делать набеги за хлебом. Впрочем, и ясырь будем брать для пополнений. Вы уезжаете в Севастополь? Я каждый день уезжаю, но пока что еще не уехал, потому что пароход все задерживается. Здесь я ничем не могу помочь. Скорее, я только мешаю. Я легко могу прослыть центром каких-нибудь интриг, чего я вовсе не желаю. Главноначальствующий областью без области. Фигура неудобная. Ну, а скажите, очень ругают? Вас? Ругают, конечно. При этих обстоятельствах это неизбежно. Одни бронят вас за то, что допустили погромы, а другие за то, что вы не позволяли бить жидов. Конечно, вы взяли миллионы за последние. Неужели это говорят? Говорят. Вас это удивляет? А я привык. Меня столько раз покупали жиды, немцы, масоны, англичане, что это меня не волнует. Но больше всего, конечно, злогвардия. За что? За мой приказ? Он вам известен? Да. Вы, покидая область, издавая командование, благодарите войска, а затем кончаете приблизительно так. Не объявляю благодарности первое волчанцам за всякие безобразия, а на втором месте стоят в приказе гвардия, которая покрыла позором свои славные знамена, грабежами и насилиями над мирным населением. Что-то в этом роде. Александр Михайлович, Драгомиров человек очень добрый, но у него бывают припадки гнева. Так было и сейчас. Я об этом не могу спокойно говорить. Я с очень близкими людьми перессорился из-за этого. Я пробовал собрать командиров полков, уговаривал, взывал к их совести, но я чувствую, что не понимают. А я не могу с этим помириться. Я к этой гражданской войне никак не могу приладиться. Да, я помню. Вы, может быть, забыли, но я помню. Вы мне говорили больше года тому назад еще в Екатеринодаре, что вы тяготитесь к гражданской вашей деятельностью, что вы хотели бы делать свое прямое дело, то есть воевать, но что условия войны таковы. И, словом, вы сказали тогда, в октябре 1918 года, мне иногда кажется, что нужно расстрелять половину армии, чтобы спасти остальную. Половину, не половину. Но я и сейчас так думаю. Но как за это взяться? Я отдавал самые строгие приказы. Ничего не помогает, потому что покрывают друг друга. Какие-нибудь особые суды завести. Я это пробовал, но все это не то. А мое мнение такое. Вслед за войсками должны двигаться отряды, скажем, особого назначения. Тысяча человек на уезд отборных людей, или, по крайней мере, в отборных руках. Они должны занимать уезд. Начальник отряда становится начальником уезда. При нем военно-полевой суд. Но трагедия в том, откуда набрать этих отборных. В том-то и дело. Нет, я часто думаю, что без какого-то внутреннего, большого процесса все равно ничего не будет. Хоть бы орден какой-нибудь народился. Какое-нибудь рыцарское сообщество, которое бы возродило понятия чести, долги. Но, словом, основные вещи. Но что хоть грабить стыдно или религиозно это должно быть движение. Словом, это должно быть массовое, большое, психологическое. И будет покаяние отверзими двери. Этим мы отличаемся от Польши. Я убежден, что если на этой равнине, что называется Восточной Европой, если устояли мы, а не поляки, то только благодаря нашей способности каяться. Поляки не раскаяны, они не могут каяться. Ведь, в сущности говоря, у поляков было больше шансов на гегемонию. Они раньше вышли к культуре, потому что ближе к западу. Но они не раскаяны. Мы говорили, земля наша, но порядка в ней нет. Приходите, володите, княжить нами. А они говорили, Польска стой нерзадем. Что это значит? Это старинная польская поговорка, которая употреблялась еще в 16 веке, и значит, Польша стоит беспорядком. То есть, они не только не хотели каяться во всех своих безобразиях, в вечной своей легкомысленной мазурке, но, так сказать, канонизировали свою анархию. Были отдельные голоса, которые кричали, братья, что вы делаете, губите себя. На одно мгновение карнавал останавливался, но потом кто-нибудь вспоминал, ведь Польска стой нерзадем. И трададада, трададада, темпо де мазурка. И все продолжалось по-старому, пока не промазурили свою королевскую республику. А мы каялись. Набезобразим во всю ширину русской натуры, и потом каемся. Придите, володите, княжите. И приходят, и княжат. И когда оправляемся, укрепляемся, возвеличиваемся, пока опять не раскулиганимся, волна то сарень на кичку, то волим под царя восточного православного, так и живем, и будем жить. Принесли бутылку красного вина. И мы, главноначальствующий областью без области, и редактор киевлянина Бескиева, чокнулись. В данную минуту мы равно были бывшие люди. И с одинаковым основанием могли пожелать друг другу нового счастья, ибо старое изменило. Как-то случилось, что в эту новогоднюю ночь я был совершенно один. От Александра Михайловича я пришел рано, до Нового года было еще далеко, я пришел к себе и никуда не пошел. Встречать Новый год. При этих обстоятельствах это было бы слишком печально. И я предпочел встречи проводы. Я уселся у изголовья умирающего старого года и читал ему отходную. Где-то на каком-то горном перевале стоит заиндевевший придорожный столб. К этому столбу всегда пробивается умирать старый год. На столбе сидит круг одинокая птица, воет вьюга, и круг каркает умирающему его дела добрые и злые. Я чувствовал себя в этом роде, в роли крука. Лично я перемешивалась с общим в эту новогоднюю одинокую ночь. Отчего не удалось дело Деникина? Отчего мы здесь в Одессе? Ведь в сентябре мы были в Орле. Отчего этот страшный тысячеверстный поход, великое отступление орлов от Орла? Орлов ли? Взвейтесь, соколы, орлами. Солдатская песня. Я вспомнил свою статью в Киевлянине в двухлетнюю годовщину основания добровольческой армии два месяца тому назад. Орлы, бойтесь стать коршунами, орлы победят, но коршуны погибнут. Увы, орлы не удержались на орлиной высоте, и коршуны летят они на юг, вслед за неизмеримыми обозами с добром, взятым у благодарного населения. Взвейтесь, соколы, ворами единое неделимое в кривом зеркале действительности. Красные грабители, убийцы, насильники. Они бесчеловечны, они жестоки, для них нет ничего священного, они отвергли мораль, традиции, заповеди Господни, они презирают русский народ, они озверелые горожане, которые хотят бездельничать, грабить и убивать, но чтоб деревня кормила их, они чтоб жить должны пить кровь и ненавидеть, и они истребляют буржуи в сотнями тысяч. Ведь разве это люди, это буржуи, они убивают, они пытают, разве это люди, это звери. Значит, белые, которые ведут войну с красными именно за то, что они красные, совсем иные, совсем обратные. Белые, честные до донки ходства, грабеж у них несмываемый позор, офицер, который видел, что солдат грабит и не остановил его, конченый человек, он лишился чести, он больше не белый, он грязный, белые не могут грабить. Белые убивают только в бою, кто приколол раненого, кто расстрелял пленного, тот лишен чести, он не белый, он палач. Белые не убийцы, они воины, белые рыцарски вежливы с мирным населением, кто совершил насилие над безоружным человеком, все равно, что обидел женщину или ребенка. Он лишился чести, он больше не белый, он запачкан. Белые не опаши, они джентльмены. Белые тверды, как алмаз, но также чисты, они строги, но не жестоки, карающий меч в белых руках неумолим, как судьба, но ни единый волос не спадет с головы человека безвинно, ни единая капля крови не прольется лишнее, кто хочет мстить, тот больше не белый. Он заболел красной подучей, его надо лечить, если можно, и извергнуть из своей среды, если болезнь не избывна. нет, везде, где есть Бог, белый преклонит душу, и если в сердце врага увидит вдруг Бога, увидит святое, он поклонится святыне. Белые не могут кощунствовать, они носят Бога в сердце. Белые твердо блюдут правила порядочности и чести, если кто поскользнулся, товарищи и друзья поддержат его, если он упал, поднимут, но если он желает валяться в грязи, его больше не пустят в Белый дом, белые не белоручки, но они опрятны. Белые дружественны и вежливы между собой. Старшие строгие ласково, младшие почтительны и преданы, но сгибают только голову при поклоне, спина у белых не гнется. Белых тошнит от рыгательного пьянства, от плеваний и от матерщины. Белые умирают, стараясь улыбнуться друзьям, они верны себе, родине и товарищам до последнего вздоха. Белые не презирают русский народ, ведь если его не любить, за что же умирать и так горько страдать, не проще ли раствориться в остальном мире? Ведь свет широк, но белые не уходят, они льют свою кровь за Россию. Белые не интернационалисты, они русские. Белые не горожане и не селяне, они русские, они хотят добра и тем и другим. Они хотели бы, чтобы мирно работали молотки и перья в городах, плуги и косы в деревнях. Им же белым ничего не нужно, они не горожане и не селяне, не купцы, не помещики, не чиновники, не учителя, не рабочие, не хлеборобы. Они русские, которые взялись за винтовку только для того, чтобы власть такая же белая, как они сами, дала возможность всем мирно трудиться, прекратив ненависть. Белые питают отвращение к ненужному пролитию крови и никого не ненавидят. Если нужно сразиться с врагом, они не осыпают его ругательствами и пеной ярости. Они рассматривают наступающего врага холодными, бесстрастными глазами и ищут сердце. И если нужно, убивают его сразу, чтобы было легче для них и для него. Белые не мечтают об истреблении целых классов или народов. Они знают, что это невозможно и им противна мысль об этом. Ведь они белые воины, а не красные палачи. Белые хотят быть сильными только для того, чтобы быть добрыми. Разве это люди? Это почти что святые. Почти что святые и начали это белое дело. Но что из этого вышло? Боже мой! Я помню, какое сильное впечатление произвело на меня, когда я в первый раз услышал знаменитое выражение «от благодарного населения». Это был хорошенький мальчик лет 17-18. На нем был новенький полушубок. Кто-то спросил его «Петрик, откуда это у вас?» Он ответил «откуда?» «От благодарного населения, конечно». И все засмеялись. Петрик из очень хорошей семьи. У него изящный, тонкокосный рост и красивое, старокультурное, чуть тронутое рукой вырождение лицо. Он говорит на трех европейских языках безупречно и потому по-русски выговаривает немножко как метис с примесью всевозможных акцентов. В нем была еще недавно гибко-твердая выправка хорошего аристократического воспитания. Была, потому что теперь ее нет. вернее ее как будто подменили. Приятная ловкость мальчика, который, несмотря на свою молодость, знает, как себя держать, перековалась в какие-то вызывающие наглые манеры. Чуть намечавшиеся черты вырождения страшно усилились. В них сквозит что-то хорошо знакомое. Что это такое? Ах да, он напоминает французский кабачок, это апаш. Апашизмом тронутый этот обострившийся взгляд, обнаглевший улыбок. А говор, этот метисный акцент в соединении с отборнейшими русскими в Бога, в Мать, в Веру и Христа, дают диковинный меланж сиятельного хулиганства. Когда он сказал «от благодарного населения», все рассмеялись. Кто это все? Такие же, как он. Метисные, изящные люди русско-европейского изделия. Вольноперы, как Петрик, и постарше гвардейские офицеры, молоденькие дамы смольного воспитания. Ах, они не понимают, какая горькая ирония в этих словах. Они смолянки, но почему? Потому ли, что кончили смольный под руководством княгини Н.Н. Или потому, что Ленин-Ульянов, захватив смольный, незаметно для них самих привил им новосмольные взгляды? Грабь награбленная! Шульгин преувеличивает изначальную чистоту белого движения, которое с самого начала носило ярко выраженный монархический классовый характер и отличалось проявлением жестокости не только к комиссарам, командирам, солдатам Красной Армии, но и к мирным жителям. Еще зимой 1918 года, накануне выступления в поход на Екатеринодар, генерал Корнилов, выступая перед добровольцами, провозгласил лозунг «пленных не брать». По воспоминаниям самих участников белого движения, у добровольцев перед взятием той или иной деревни начинало ломить в груди от предстоящей мести, и так было с самого начала и до самого конца гражданской войны. Вольноперы вольно определяющиеся белой добровольческой армии. Разве не это звучит в словах этого большевизированного Рюриковича, когда он небрежно нагло роняет от благодарного населения? Они смеются. Чему? Тому ли, что, быть может, последний отпруск тысячелетнего русского рода, прежде чем бестрепетно умереть за русский народ, стал вором? Тому ли, что, вытащив из мужицкой скрыни под рыданием Марусика гапок этот полушубок он доказал насупившемуся грецку, что паны только потому не крали, что были богаты, а как обеднели, то сразу узнали дорогу к сундукам как настоящие злодии? Этому смеются. Смешно ли моде грабить мужиков, которые нас ограбили, смеются? Нет, хуже. Они смеются над тем, что это население, ради которого семьи, давшие в свое время Пушкиных, Толстых и Столыпиных, укладывают под пулеметами всех своих сыновей и дочерей в сапатифозных палатах, что это население благодарно им. Благодарно, то есть ненавидит. Вот над чем смеются. Смеются над горьким крушением своего белого дела, над собственным своим падением, над собственной отвратностью, смеются ужасным опашеским смехом, смехом бывших принцев, заделавшихся разбойниками. Да, я многое тогда понял. Я понял, что не только не стыдно и не зазорно грабить, а наоборот модно, шикарно. У нас ненавидели гвардию и всегда и тайком подражали. Может быть, за это и ненавидели. И потому, когда я увидел, что голубая кровь пошла по этой дорожке, я понял, что бедствие всеобщее. Белое дело погибло. Начатое почти святыми, оно попало в руки почти бандитов. Я не гвардеец, я так же малоаристократ, как и демократ. Я принадлежу к тому среднему классу, который жнет там, где не сеял. Все наше, Пушкин наш и Шевченко наш. Слышу, гогот украинцев. Успокойтесь, друзья. Шевченок в роли украинского большевика я оставляю вам, себе беру Шевченко бондуриста, его же и гоголь приемлет. Все русское наше. Аристократия и демократия нам одинаково близки, поскольку они русские, поскольку они талантливы и прекрасны, поскольку они наше прошлое и будущее. Аристократия и демократия нам одинаково далеки, поскольку они узкоклассовы, поскольку они изящно надменные или грубо фамильярны. Я скорблю над угасающими, сходящими на нет старинными родами, я радуюсь на рождение новых, входящих, которые сами себе предки. Я жну там, где не сеял. Все высокое, красивое и сильное русское мое. Я ношу мое право на них, на острие моей любви к родине. Я люблю ее всю с аристократами и демократами, дворцами и хатами, богатыми и бедными, знатными и простыми. Ибо все нужны, как нужны корни, ствол, листья и цветы. Я не гвардеец. Но если я особенно больно чувствую падение аристократии, то это потому, что все же но блесо ближ. Аристократизм обязывает. Французский. Как русский, я несравненно более оскорблен метаморфозой Петрика в Апаша, чем Петьки в хулигана. Ведь в сущности вся белая идея была основана на том, что аристократическая часть нации удержится среди Кабацкого моря, удержится именно белой несокрушимой скалой, удержится и победит своей березной. Под аристократической честью нации надо подразумевать все лучшее, все действительно культурное и моральное, порядочное, без кавычек. Но среди этой аристократии в широком смысле слова, аристократии доблести, мужества и ума, конечно, центральное место, нерушимую цитадель, должна была бы занять родовая аристократией, ибо у нее в крови, в виде наследственного инстинкта, должно было бы быть отвращение ко всяким мерзостям. И вдруг от благодарного населения. «Туты пердю, сув ленэр», — говорили французские дворения. «Все потеряно, кроме чести», — французский. «Ленэр аэте пердю, аванту», — можем сказать мы. «Честь ты потерял прежде всего», — французский. «Но белое дело не может быть выиграно, если потеряна честь и мораль. Без чести, именно отрицанием чести и морали, временно побеждают красные. Для белых же потерять честь, это потерять все». «Цетут пердю». И я видел. Я видел, как зло стало всеобщим. Насмешливый термин от благодарного населения все покрыл, все извинил, из трагедии сделал кровавый водевиль в эмфическом стиле. Наплевательском, французский. «Я видел. Я видел, как почтенный полковой батюшка в больших калошах и с зонтиком в руках, увязая в грязи, бегал по деревне за грабящими солдатами. Не тронь! Зачем? Не тронь, говорю! Оставь! Грех, говорю! Брось!» Куры, утки и белые гуси разлетались во все стороны. За ними бежали белые солдаты, за солдатами батюшка с белой бородой. Но по дороге равнодушно тянулся полк, вернее, пятисотподводный обоз. Ни один из белых офицеров не шевельнул пальцем, чтобы помочь священнику, единственному, кто почувствовал боль и стыд за поругание христолюбивого воинства. Зато на стоянке офицеры говорили друг другу. «Хорош наш батюшка, право, но комик! Помнишь, как это он в деревне? За гусями, в калошах, с зонтиком. Комик!» Я видел, как артиллерия выехала на позицию. Позиция была тут же в деревне на огороде. Приказано было ждать до одиннадцати часов. Пятисотподводный обоз стоял готовый, растянувшись по всей деревне. Ждали. Я зашел в одну хату. Здесь было, как в других. Половина семьи лежала в сыпном тифу. Другие ожидали своей очереди. Третьи, только что вставшие, бродили, пошатываясь с лицами снятых с креста. Хоть бы какую помощь подали. Бросили народ совсем. Прежде хоть фельдшера пришлют лекарства, а теперь качает, всех переберет. Бросили народ совсем. Бросили. Пропадаем. Хоть бы малую помощь. Дом вздрогнул от резкого, безобразно резкого нашего трехдюймового. Женщина вскрикнула. Это что? Это было одиннадцать часов. Это мы подавали помощь такой же брошенной, вымирающей от сыпного тифа деревне за четыре версты отсюда. Там случилось вот что. Убили нашего фуражира. При каких обстоятельствах, неизвестно. Может быть, фуражира грабили, может быть, нет. В каждой деревне есть теперь рядом с тихими, мирными, умирающими от тифа хохлами, бандиты, гайдамаки, ведущие войну со всеми на свете. С большевиками столько же, сколько с нами. Они или убили, или просто большевики, неизвестно. Никто этим и не интересовался. Убили в такой-то деревне, значит, наказать. Ведь как большевики действуют? Они ведь не церемонятся, батенька. Это мы и миндальничаем. Чего там с этими бандитами разговаривать? Да не все же бандиты. Не все ерунда. Сплошь бандиты. Знаем мы их. А немцы как действовали? Да ведь немцы оставались, а мы уходим. Вздор! Мы придем, пусть помнится, сволочь. Деревня за убийство приказано было доставить к одиннадцати часам утра контрибуцию. Столько-то коров и так далее. Контрибуция не явилась, и ровно в одиннадцать открылась бомбардировка. Мы, как немцы, сказано, сделано. Огонь! Безобразный резкий удар, долгий, жутко удаляющийся, затихающий вой снаряда и, наконец, чуть слышный разрыв. Кого убило? Какую Маруську, Евдоху, Габку, Приску, Оксану? Чью хату зажгло? Чьих сирот сделала навеки непримиримыми, жаждущими мщения бандитами? Они все, батенька, бандиты. Огонь! Трехдюймовки работают точно, отчетливо, но отчего так долго? Приказано семьдесят снарядов. Зачем так много? А куда их деть? Все равно дальше не повезем. Мулы падают. Значит, для облегчения мулов по всей деревне, по русскому народу, за который мы же умираем. Я сильно захромал на одном переходе, растянул жилы, примастился где-то в самом конце обоза, на самой дрянной кличонке, только что реквизированный. Обоз пятьсот повозок, но примаститься трудно, все везут что-то, что угодно. Даже щегольские городские сани везут на повозки. Скоро кличонка упала, я заковылял пешком. Обоз обтекал меня медленно, но верно. Вот последняя повозка. Прошла. Хочу прибавить шагу, не могу. Обоз уходит. Надвигается конный арьергардный разъезд. Это последний, за ними никого. Мы с сыном одни, бредем в поле. Увы, освободителям русского народа нельзя оставаться в одиночку. Убивают. Сколько ужасной горечи в этом сознании. Убивают. Кто? Те, за спасение которых отдаем все. Я сказал сыну, чтобы ушел вперед и попросил кого-нибудь из офицеров прислать мне лошадь. Он ушел впереди деревня. Когда я добрел до нее, вижу впереди хвост обоза. Но что это такое? Плачь на взрыв, причитания, крики. Я заковылял в этот двор. Лежит павшая лошадь. С нее казак снимает седло и перекладывает на другую, свежую. Крестьянская семья, старик, женщина и дети хватаются за нее. Это их лошадь. Что ты делаешь? Брось! Я же им оставлю коня. Он отойдет. Я же не могу пешить. Что же мне делать? Баба бросается ко мне. Помилуйте. Змилуйтесь. Она у нас последняя. Ой, змилуйтесь. Сердце золотко. Не обижайте. Бедные мы самые бедные. Земли у нас нема. Только и живем с коня. Змилуйтесь. Вот же ж есть, который богатейший. От староста спросить. Змилуйтесь, господин. Этим временем казак, вскочив на коня, скачет. Стой, я тебе говорю. Стой. Он не обращает внимания, что я, офицер, не производит на него никакого впечатления. Я думаю о том, что надо бы выстрелить ему вслед, но, подумав, ковыляю дальше. Надо сказать, там. Когда я подхожу, наконец, я вижу странное. Все вдруг стали белыми, в белых новых кожухах. Очевидно, тут же ограбили эту же деревню. Кто-то из старших офицеров спрашивает. — Это ты здесь, Аршак, себе этого серого достал? Хороший конь. — Так точно, господин полковник. Добрый конь. Смотрю, это мой казак. — Безнадежно. И это белые. Разве потому, что в краденых кожухах белых. Хоронили нашего квартирьера. Опять убили в деревне. Нельзя в одиночку. Он сунулся ночью в деревню. Устроили засаду. Убили. Кто, неизвестно. Выбросили тело на огород. Собаки стали есть труп. Ужасно. Опускают в могилу. Тут несколько офицеров, командир полка. В могилу засыпают местные мужики. Первые, попавшиеся в первой хате. Один из них в новых сапогах. Тут же солдат в старых. А вы, мерзавцы, убивать умеете. А в новых сапогах ходите. Снимай сейчас, отдай ему. Господин полковник. Да разве я убивал? Я бы их проклятых сам перевешил. Снимай, не разговаривай. А не то. Снимает. Раз командир полка приказывает. Да еще при таком случае не поговоришь. А на деревню наложить контрибуцию. Весело вскакивает на лошадей конвой командира полка лихие лобинцы. Мгновение и рассыпались по деревне. И в ту же минуту со всех сторон поднимается стон, рыдание, крики, жалобы, мольбы. Какая-то старуха бежит через дорогу, бросается в ноги. Целая семья воет вокруг уводимой коровы. А это еще что? Черный дым взвился к небу. Неужели зажгли? Да, кто-то отказался дать корову, лошадь. И вот могилу квартирера засыпают. Завтра в следующей деревне убьют нового. Там ведь уже будут знать и о сапогах, и о контрибуции. А если не будут знать о нас, то ведь впереди идут части, перед которыми мы младенцы. Мы ведь один из лучших полков. В одном местечке мальчишка лет восемнадцати с винтовкой в руках бегает между развалин разгромленных кем-то нами, большевиками, петлюровцами, бандитами, кто это знает, кварталов. Что вы там делаете? Жида ищу, господин поручик. Какого жида? А тут ходил, я видел. Ну, ходил. А что он сделал? Ничего не сделал. Жид. Смотрю на него в это молодое явно кокаинное лицо, на котором все пороки. Какой части? Отвечает. Марш в свою часть. Пошел. Ищет жида с винтовкой в руках среди белого дня. Что он сделал? Ничего. Жид. Что сделал этот человек, которого вы поставили к стенке? Как что? Он буржуй. А, буржуй? Ну, валяй. Какая разница? Мы так же относимся к жидам, как они к буржуем. Они кричат смерть буржуем, а мы отвечаем, бей жидов. Но где же белые? Да что вы, батенька, все они бандиты. Я вам говорю, не суйтесь, будьте осторожны. А это село известное. В каждом доме большевики, я вам говорю. Будьте осторожны. Поближе к штабу. Все бандиты. Но мы сунулись. Нас была небольшая стайка. Мои молодые друзья и я сунулись в хатку на самой окраине сверхбандитской деревни. Результат. Полчаса были хмурыми, явно скрыто враждебными. Полчаса присматривались. Еще через полчаса стали расстаивать. К концу вечера стали ласковыми и угостили превосходным ужином. А на ночь устроили, как только могли, получше. А утром, когда мы уходили, провожали нас, как лучших друзей. Улыбались на прощание так, как только умеют улыбаться хохлушки. Я к вам, Бог, поможем, может, ше побачимось. Заходите до нас. Счастливо. И так было почти в каждой деревне на расстоянии трехсот верст. Батенька, не суйтесь. Мы все ж совались и уходили утром, провожаемые ласково звенящим. Счастливо. За это или за другое нас в полку за глаза насмешливо называли джентльмены. Я понимаю эту насмешку, эту скрытую враждебность. Мы шли триста верст, они, может быть, три тысячи. Мы имели при себе свои деньги, заработок киевлянина за последние дни. И при том, керенки, у них денег не было. Мы шли добровольно, только что променяв перья на винтовке. Они тянули уже бесконечно эту безотрадную лямку. Поход, бой, вши, бой, вши, поход, вши, поход, бой. Этими тремя элементами ведь исчерпываются все комбинации войны. А ла лонгую. В конечном счете, французский. Легко быть джентльменами неделю, месяц, два. На год три-шесть лет. Ведь некоторые воюют непрерывно с 1914 года. Еще хорошо, пока лето, солнце, тепло, есть речки, где выкупаться. Но осенью, зимою, в эти безотрадно грязные серые дни, или безжалостно белые морозные, какая тоска нападает, наконец, отвращение к этому роду занятий, жгучая потребность, непреодолимая жажда культурного центра, электричества, театра, нарядной толпы, музыки, книги, газеты. Все это локализируется в одной мечте — выпить кофе у Фанкони, настоящий кофе с сладкими булочками, чисто поданный, и прочитать газету. Об этом мечтают на всех бесконечных отступательных дорогах. Воевать надоело, противно. Прежде всего, конечно, этой до конца утомленной армии надо отдохнуть, она больше не может. Ведь они работают без конца, вечно без смены, вечно без смены. Но почему нет смены? Ах, я никого не осуждаю, не имею права осуждать. Быть может, если бы я воевал столько, сколько они, я сам бы опустился. Но пока... Пока все же мне так приятно наблюдать своих молодых друзей, крещенных джентльменами. Мне приятно, что на тридцатой версте дневного перехода они такие же, как на первой. Леденящий душу мороз, крайняя усталость, разваливающаяся обувь, растертые ноги не способны вырвать у них ни одного грубого слова. Мне приятно их неподчеркнутая, но настоящая военная и невоенная вежливость, их строгое разграничение службы и дружбы, беспрекословное исполнение приказаний, братские отношения между собой и трогательная заботливость обо мне во внимание к моей старческой слабости. Но в особенности меня радует, как они умеют ладить с тем русским народом, ради которого и ведется борьба. Когда они за несколько часов шармируют неизбалованную лаской семью бандитов, я горд, как будто бы выиграл сражение. Я, конечно, не выиграл сражение, но я выиграл пополнение, я выиграл смену. Потому что я убежден в этом, как в том, что миром правит добро, а не зло. Если бы армия не смеялась над джентльменами, у нее была бы смена. Мы отвоевали пространство больше Франции, мы владели народом в сорок миллионов слишком. И не было смены? Да, не было, не было, потому что измученные, усталые, опустившиеся, мы почти что ненавидели тот народ, за который гибли. Мы, бездомные, бесхатные, голодные, нищие, вечно бродящие, бесконечно разлученные с дорогими и близкими, мы ненавидели всех. Мы ненавидели крестьянина за то, что у него теплая хата, сытный, хоть и простой стол, кусок земли, и семья его тут же около него в хате. Ишь, сволочь, бандиты, как живут. Мы ненавидели горожан за то, что они пьют кофе, читают газеты, ходят в кинематограф, танцуют и веселятся. Буржуи проклятые, за нашими спинами кофе жрут. Это отношение рождало свои последствия, выражавшиеся в известных действиях. А эти действия вызывали противодействие, выражавшиеся в отказе дать смену. Речь идет о мобилизации в армию. Первоначально Красная Армия строилась на добровольческих началах, затем с расширением масштабов гражданской войны и иностранной интервенции на основе обязательной воинской повинности. Постановление в ЦИК от 29 мая 1918 года было объявлено об обязательном наборе в армию. На основании декретов 11, 17 и 29 июня объявлялся призыв на военную службу рабочих и трудящихся крестьян в 51 уезде Приволжского, Уральского, Западно-Сибирского военных округов, в районах Белочехословацкого и Белогвардейского восстаний, а также в Москве и Петрограде. Пятый Всероссийский съезд Советов в июле 1918 года законодательно закрепил в принятой им Первой Советской Конституции всеобщую обязательную воинскую повинность трудящихся в возрасте от 18 до 40 лет. Белогвардейские армии также формировались на основе мобилизации, причем в отношении рабочих крестьян применялись насильственные мобилизации под страхом расстрела. В 1919 и 1920 годах проводились насильственные мобилизации даже среди военнопленных. Последними докомплектовывались и такие известные белогвардейские дивизии, как Корниловская и Дроздовская. Генерал Туркул, начальник Дроздовской дивизии, вспоминал, батальон шел теперь на красных без офицеров, одни солдаты, все из пленных красноармейцев, теснились толпой в огонь. Мне казалось, что это бред моей тифозной горячки, как идет в огне толпой, без сцепей наш второй батальон, как наши стрелки подымают руки, как вбивают в землю винтовки штыками, приклады качаются в воздухе. Никогда ни в одном бою у нас не было сдачи скопом. Это был конец. Можно смеяться над джентльменами, но тогда приходится воевать без смены. Конечно, большевики и те добывают смену просто террором, но ведь мы боремся с большевиками. Из-за чего? Неужели только из-за того, чтобы сесть на их место и делать все так же, как они? Но к чему ж тогда все жалкие слова? В одном месте, в одной хате, куда мы зашли погреться и отдохнуть, старик сидел на лавке и долго молчал. Но я чувствовал, что он за нами наблюдает, вслушивается, старается понять. Наконец он неожиданно спросил, «Кто вы, господа, такие?» Он это так сказал, что нас всех поразило. Кто-то ответил ему, «Мы?» «Мы — Деникинс». Но он хитро покачал головой, «Ни, господа, вы не Деникинс». Я не знаю, почему я его вдруг понял. Бывает так, что поймешь вдруг не умом, скорее концами пальцев. Словом, я понял его. Я сказал, «Кто мы, диду?» «Мы те, что за царя. Только молчить, диду, никому не говорить. Больше не время». Но ему трудно было молчать. «О, же ж, бачи, шо вы не Деникинсы. Хиба такие Деникинсы». «Хоть мы и темные люди, а все же свет бачимы. Видно по вас, яки вы люди. Так будет нам свет? Будет государь?» Мовчить, диду. Об этом не можно еще. Будет царь, будет. Только молчить. Прийде время. Будет всех у вас питать, чи хочете царя, чи нет. О, тогда, скажите, не ховайтесь. Кажите, хотим. Так хотим, а как не хотим. От шо зробилось без царя. А доживу ж я старый. Доживете. Только тихо. Мне время ищет диду. Молчите. И мы ушли таинственно, прикладывая палец к губам. Каким образом старик учуял, кто мы? Вероятно, в его представлении те, что за царя и должны быть такие. Ведь государь старческой душе рисуется, как в старых сказках. И его люди не могут же не быть несколько иными. Они не могут безобразить или ругаться в Бога, в Мать, в Веру и Христа, как большевики, как петлюровцы, махновцы, деникинцы. Ах, в этом и трагедия, что народ не делает между всеми ними особого различия. Шведаль, наши шли здесь утром. Кто их знает, это всех нынче пахнет табачищем, ходит в мире, ходит грех. Если бы хоть мы, монархисты, следовали примеру первого русского императора и вместо грабежа, насилия и матерщины старались исправить репутацию деникинской армии, тогда, может быть, и развел старик руками, шапку снял и смотрит в лес, смотрит долго в ту сторонку, где чудесный гость исчез. Я хочу думать, что это ложь. Но мне говорили люди, которым надо верить. В одной хате за руки подвесили комиссара, под ним разложили костер и медленно жарили человека, а кругом пьяная банда монархистов выла Божий царя храни. Если это правда, если они есть еще на свете, если рука Немезида не поразила их достойной их смертью, пусть совершится над ними страшное проклятие, которое мы творим им, им и таким, как они, растлителем белой армии, предателем белого дела, убийцам белой мечты. Так думалось в одинокую новогоднюю ночь. Конечно, в этих мыслях был перехват. И одиночество, и горечь ретушируют больше, чем нужно. Бессонная ночь — плохой советник. Не так уж безнадежно. Выход есть, выход где-то есть. Ведь вот везде, и в том полку, где я был, есть люди. Есть комик-батюшка, есть и другие комики. Вот тот полковник, например, разве не золотой полковник? Шесть лет воюет, а все еще полон огня. Есть же такие бесносные люди, и у него не грабят в батальоне. Памятник при жизни таким ставить. Есть они, есть всюду. Только разрознено все это. Если бы как-нибудь объединиться, подать друг другу, перекликнуться, да, перекликнуться, подать друг о друге голос, чтобы человек, который борется за белое дело, не только против красных, но и против серых и грязных, знал, что он не одинок, что есть и другие, такие же, как он, которые где-то там, в своих углах, в своих батальонах и ротах гребут против течения. Други гребите, с верою в наше святое значение, дружно гребите, во имя прекрасного, против течения. Алексей Толстой Ангел смерти Я пробовал зажигать фонарь и в роли диогена искал человека. В Одессе его не было. Это стало особенно ясно, когда в Одессу приехал Степанов. Степанов, год рождения неизвестен, год смерти 1920-й, монархист, конституционалист, член ЦК партии кадетов, после февральской революции товарищ министр торговли и промышленности временного правительства. После Октябрьской революции активный участник контрреволюционного движения, член учредительного собрания, вел агитацию в Петрограде, организовывал финансирование офицерских отрядов, отправлявшихся на Дон в добровольческую армию. Член Кадетско-монархического правого центра и контрреволюционного союза возрождения России. Один из руководителей Кадетского национального центра, затем один из идеологов Деникинской диктатуры, поддерживал Врангеля, эмигрировал, являлся членом парижской группы партии кадетов. Со Степановым мне пришлось сделать кусочек политической жизни, несколько верст пути, рука об руку. Он обладал счастливейшим и ценнейшим свойством возбуждать в других людях энергию мысли. Как-то с ним всегда все пересматривалось по существу, так сказать, сначала. Он был отнюдь не революционер, но мозг его был всегда счастливо открыт для новой мысли. Он никогда не застывал и все время эволюционизировал в лучшем смысле этого слова. Очень твердый, в основном стремлении, он обнаруживал большую гибкость в способах. И отнюдь не в том смысле, что цель оправдывает средства, а в том, что суббота для человека, а не человек для субботы. Александр Михайлович Драгомиров еще не уехал в то время из Одессы. Мы собрались втроем и слушали мнение присутствующих о том, что генерал Деникин находится в опасности. Такое отступление, по всей вероятности, не может обойтись без личных перемен. Это закон истории. Может быть, три случая. Генерала Деникина убьют, он застрелится, он совершит отречение. Необходимо подготовиться к каждой возможности. Постановили поддерживать генерала Деникина до последней возможности и повиноваться ему до самого конца. Приемником ему почитать генерала Врангеля. Как передать власть генералу Врангеля в случае трагического конца сейчас установить невозможно. Если же будет отречение, то употребить усилия в том направлении, что перед отречением произошло назначение нового главнокомандующего. Слушали. В Одессе может организоваться отпор в том случае, если будет найден человек. Постановили зажечь диагена в фонаре и искать человека. Слушали. Кроме Врангеля другого человека не найти. Постановили. Принять зависящие меры, чтобы генерал Врангель стал пока во главе Одессы. Эти зависящие меры были приняты. В точности мне неизвестно, привели ли они к какому-нибудь результату, но думаю, что генерал Врангель опоздал бы. Ангел смерти витал над Одессой. Деникин Антон Иванович 1872-1947 из семьи офицера выпускник Академии Генштаба 1899 года примыкал к кадетам. Участник Первой мировой войны после Февральской революции в апреле-майе 1917 года начальник штаба Верховного Главнокомандующего, командующий войсками Западного и Юго-Западного фронтов, участник контрреволюционного Корниловского мятежа, арестован. После Октябрьской революции бежал из Быхова, где находился вместе с генералом Корниловым на Дон, был избран членом Донского гражданского совета местного правительства, один из активных организаторов добровольческой армии. С 13 апреля 1918 года стал ее командующим, с 8 октября главнокомандующим, с 8 января 1919 года главком всеми вооруженными силами Юга России. 4 января 1920 года объявлен Колчаком Верховным правителем России. Установил на захваченных территориях военную диктатуру буржуазно-помещичьих правительств первоначально особого совещания, одним из организаторов и членов которого являлся Шульгин, затем правительство при главнокомандующем вооруженными силами Юга России и, наконец, Южно-Русского правительства. После разгрома белогвардейских армий с остатками войск эвакуировался в Крым, 4 апреля 1920 года объявил своим преемником генерала Врангеля и эмигрировал, отошел от политической деятельности, жил в Лондоне, занимался литературной деятельностью, во время нападения фашистской Германии на СССР выразил уверенность, что русская армия разобьет захватчиков. Врангель Петр Николаевич 1878-1928 дворянин, барон, окончил горный институт в 1901 году, участвовал в русско-японской войне в 1910 году, окончил академию генштаба во время Первой мировой войны командир кавалерийского корпуса генерал-майор. После Октябрьской революции уехал в Крым. В августе 1918 года вступил в добровольческую армию. Генерал-лейтенант командовал кавалерийским корпусом с января 1919 года Кавказской добровольческой армии, с мая Кавказская армия, в декабре 1919, января 1920 года добровольческой армией. За критику главкома Деникина снят с должности и отправлен за границу. С 4 апреля 1920 года главком вооруженных сил Юга России с 11 мая главком русской армии установил в Крыму и Северной Таврии, юг Украины режим военной диктатуры. После разгрома русская армия эвакуировался с ее остатками в ноябре 1920 года в Константинополь, но сразу же поставил вопрос о возобновлении вооруженной борьбы. В ноябре провел первое совещание военачальников на крейсере генерал Корнилов в Босфорском проливе. 26 декабря направил командиром корпусов секретное предписание о тайном сохранении оружия и сдал специальное распоряжение о формировании офицерских союзов, на основании которых в 1924 году создал русский общевоинский союз РОВС, насчитывавший по некоторым данным до 100 тысяч членов бывших офицеров и вольноопределяющихся. Возглавляя РОВС пытался проводить диверсии и террористические акты на советской территории, разрабатывал планы войны против СССР. Надо было зарегистрироваться. Большое здание, два этажа сплошь набиты офицерами. Очередь совершенно безнадежная. Здесь надо стоять часы. Это все регистрирующиеся. Здесь всякие явные старики, инвалиды, всякого рода категористы, потом бесконечное количество служащих в тыловых учреждениях, здешние, одесские и эвакуировавшиеся из самых разных губерний, командировщики, получившие всякие поручения, часть из них действительно что-то здесь делает, а остальные ловчил. Наконец, наконец, просто дезертиры. Хотя все они, конечно, имеют удостоверение. Я потолкался некоторое время среди этой толпы и ушел в отвратном настроении. Толпа! Толпа офицеров! Не знаю, почему на меня всегда офицеры производят самое тяжелое впечатление, когда они собираются толпами. Офицер по существу одиночка. Он должен быть окружен солдатами. Тогда понятно, почему он офицер. Но офицерство толпами... Тут есть какое-то внутреннее противоречие, которое создает тяжелую атмосферу. Такое же тяжелое впечатление на меня производят офицерские роты. Некоторые, по крайней мере. И в них чувствуется какая-то внутренняя горькая насмешка. И это впечатление особенно ярко, если сравнить офицерские роты с юнкерами. Казалось бы, офицерские роты самые совершенные части. А вот нет. В них какой-то надлом, нет здоровья, нет душевного здоровья. И, как это ни странно, не чувствуется дисциплины. А юнкера всегда производят какое-то бодрящее душу впечатление, сжатые пружины, готовые каждую минуту развернуться по знаку своего начальника. Душевную пругости, пружинчатости я совершенно не почувствовал в этой офицерской регистрирующейся толпе. Плохая психика, ужасная психика. Такое учреждение, где регистрируется не единственное, вот это. По всему городу в разных участках происходит то же самое. Везде стоят такие же толпы офицеров, понурые, хмурые, озлобленно подавленные и требовательные. Сколько их? Никто не знает толком. Называют самые фантастические цифры. Кто говорит, что уже зарегистрировалось 80 тысяч? Но это явно преувеличено. Но не меньше 25 тысяч, наверное. Целая армия, и, казалось бы, какая армия? Отборная. Да это только так кажется. На самом деле эти выдохшиеся люди, потерявшие веру, ничего не способны делать. Чтобы их встряхнуть, надо железную руку и огненный дух. Где это? Принцип регистрации нелеп. Офицеров заносят куда-то, и этим ограничивается все. Между тем, между тем, настроение этого города, самого города, начинает портиться. Явственно чувствуется какая-то подземная работа. Хорошо бы держать этот самый город под прицелом. И это было бы легко, может быть. Каждый регистрирующийся офицер должен был бы тут же получить приказ, в какую часть он зачислен на случай тревоги и куда должен явиться, кто его начальник. Так однажды было сделано в Екатеринодаре и дало прекрасные результаты. А так эти списки для чего они? Для облегчения работы большевиков, когда займут город по отыскиванию офицеров. Ангел смерти реет над Одессой мамой. Ко мне пришел один офицер, молодой, энергичный, с наклонностью к необузданному фантазерству. Он мне казался белым по мыслям и чувствам, но испорченным доктриной цель оправдывает средства. Он стал во главе группы офицеров, поднимавших большой бум. Они были решительны, смелы, достаточно смелы для бунных историй, недостаточно отважны, чтобы быть беспощадными к своим. Теперь он пришел ко мне продемонстрировать, так сказать, свое беспристрастие. Вот, прочтите. Читаю это собственноручное признание начальника одной из очень крупных контрразведок в том, что он, будучи больным, был соблазнен своим помощником присвоить и разделить между собой четырьмя соучастниками крупную сумму в иностранной валюте. Будучи почти в беспамятстве, он поддался на уговоры. Теперь он приносил чистосердечное раскаяние и просил предать его суду. Я знал этого человека. Он приходил ко мне, приносил стихи, иногда недурные, был мистиком, рассказывал, как он борется с злоупотреблениями нашей чрезвычайки и вообще казался мне честным человеком. И вдруг... Этого мы помилуем, с ним это в первый раз. Кроме того, он рассказал мне на ухо историю, которую я по этой причине не рассказываю, а остальных расстреляем. По суду, надеюсь? Ну, конечно. Но вот будет другое дело, это уж не по суду. Оба дела были сделаны. Начальник той контрразведки, мистик и поэт, был помилован каким-то способом. Его соучастники расстреляны. А через несколько дней был убит начальник одесской контрразведки полковник Кирпичников. Он ехал поздней ночью, автомобиль был остановлен офицерским патрулем, Кирпичников назвал себя, его попросили предъявить документ. Когда он вытаскивал удостоверение из кармана, раздался залп из винтовок. Всю сцену рассказал шофер, которому удалось тихонько исчезнуть. Это было дело без суда. Участники его, вероятно, гордились этим подвигом. С точки зрения Брави он действительно был сделан чисто, но с точки зрения нашего белого дела это был грозный признак, свидетельствовавший о полном помутнении, если не покраснении умов. Кто был убит? Начальник контрразведки, то есть офицер или чиновник, назначенный генералом Деникиным. Кем убит? Офицерами генерала Деникины же. Акт убийства Кирпичникова является прежде всего актом величайшего порицания и недоверия тому, кому повинуешься. Это весьма плохо прикрытый бунт. Отсюда только один шаг до убийства ближайших помощников главнокомандующего вроде генерала Шиллинга или генерала Романовского. Генерал Шиллинг уцелел, а генерал Романовский погиб, как известно. Шиллинг Дмитрий Иванович белогвардейский генерал, командующий Деникинскими войсками на правобережной Украине, защищавшими Херсон, Николаев, Одессу в конце 1919-го начале 1920-го года. Романовский Иван Палыч 1877-1920 дворянин, выпускник Академии Генштаба, участник Первой мировой войны, генерал-квартермейстер в ставке Верховного главнокомандующего, генерал-майор. После Февральской революции участник заговора Корнилова, после Октябрьской революции бежал вместе с ним на Дон. С февраля 1918-го начальник штаба добровольческой армии, с января 1919-го до апреля 1920-го начальник штаба ВСЮР, член особого совещания при генерале Деникине, эмигрировал, 18 апреля 1920-го убит в Константинополе белогвардейским офицером. Когда я узнал об убийстве полковника Кирпичникова и вспомнил свою речь, которую я говорил когда-то во Второй Государственной Думе по поводу террористических актов. Левые нападали на полевые суды, введенные тогда Столыпиным. Они особенно возмущались юридической безграмотностью судей, первых попавшихся офицеров, а также тем, что у подсудимых не было защитников. Отвечая им, я спрашивал, скажите мне, а кто эти темные юристы, которые выносят смертные приговоры в ваших подпольях? Кто назначил и кто избрал этих судей? Кто уполномочил их произносить смерть людям? И есть ли защитники в этих подпольных судилищах, по приговорам которых растерзывают бомбами министров и городовых на улицах и площадях? Эти слова мне хотелось тогда сказать убийцам полковника Кирпичникова. Кто уполномочил их судить его? И выслушали ли они, если не его защитников, то его самого? Но дело даже не в этом, а дело в том, что производить самосуд значит отрицать суд. Отрицать суд значит отрицать власть. Отрицать власть значит отрицать самих себя. Так оно, конечно, и было. Этим убийством белые пошли против белых понятий. Красный ангел веял над городом. Громадная зала кафе Робина была набита народом. Сквозь табачный дым оркестр вздыхал, как чья-то грудь больная. Впрочем, не совсем так, а гораздо хуже. С трудом я нашел столик, сейчас же и меня нашли. Нашлось неопределенное количество знакомых, которые подсаживались и по русскому обычаю начинали изливать свои горести. По странному совпадению это иногда бывает, у моего столика периодически сменялись Монтекки и Капулетки. Впрочем, это не совсем точно. Здесь было больше враждующих родов. Столько, сколько штабов, а штабов... Имена их ты, господи, веси. Он? Вы не можете себе представить, это злой гений, это удивительно. Непременно должен быть злой гений. Вот у генерала Деникина Романовский, а здесь этот. Пока его не уберут, ничего не будет. Про Кирпичникова слышали? Вот и его бы туда же. Смылся. Ах, это вы! Слышали про убийство Кирпичникова? Конечно, это безобразие, но в конце концов... Я видел, с вами был только что офицер, вы будьте с ним осторожнее, их штаб, я вам скажу, такая лавочка. Еще вопрос, кто лучше, они или Кирпичников? После моего неопределенного отношения к делу и этот уходит. Первые два были из враждующих штабов, они грызутся и обвиняют друг друга приблизительно в одном и том же, в безделье, пьянстве, в воровстве. Подсаживается третий. Я рад, что с вами встретился. Надо поделиться с вами некоторыми фактами, быть может вам неизвестными. Вы, конечно, слышали про эту певицу. Вот через нее идет открытое и грандиозное взяточничество. А генерал у нее пропадает. Что там делается потом, если бы только одно это, ведь дело гораздо хуже. Он наклоняется ко мне ближе и шепчет что-то про одну высокопоставленную даму. В его рассказах перемежаются жиды, контрразведка, масоны, асвак, спекулянты, штабы, большевики, верохолодные, галичане, изо, крэмер, городская дума, Анна степовая. Дикий кавардак. Оркестр вздыхает, как чья-то грудь больная, неизвестно только какой болезнью. Дыму столько же, сколько чада в этих рассказах. И это все пустяки. А самое важное, главное и смертельное, это то, что весь этот огромный зал, все это энное количество столиков занято офицерами. Что они здесь делают? Пьют кофе, читают газеты, слушают щемящие душу терпко-сладкие звуки скрипок. Мечта всех отступательных дорог, морозных и грязных исполнилась. Они пьют кофе у Робина. А большевики опять продвинулись, наши драпанули в два счета. Придется играть в ящик, ну и прекрасно, черт с ним. А пока, а пока мы все-таки будем пить кофе со сладкими булочками, читать газеты и слушать скрипки. Для освежения мысли я вынул из кармана записку, составленную моими друзьями. Эта записка, если не была совсем точна, то, во всяком случае, рисовала то, что считалось установленным в городе. Передо мной замелькали описания всевозможных штабов и учреждений с одной и той же убийственной характеристикой. А это еще что? Все высшее начальство уверяет население, что опасности со стороны большевиков для Одессы нет, но вместе с тем во второй половине декабря семьи многих высших лиц были отправлены в Варну. Это стало известным всему городу и вызвало панику. Вообще, большинство стоящих во главе ведомств должностных лиц заняты одной целью, набрать возможно больше денег, потому взяточничество процветает. Лица заведующие эвакуации берут взятки за предоставление мест на пароходах, комендатура порта за освобождение судов от мобилизации, управление начальника военных сообщений за распределение тоннажа в Черном море. Описать хищение, которое происходит на железных дорогах, нет возможности. Там пропадают целые составы поездов с казенным грузом, началась пляска миллионов и так далее, и так далее. Все в этом же роде. Даже если бы все это была неправда, то всеобщее убеждение, что это так, означало гибель дела. Ангел смерти витал над самое себя заклеймившей Одессой. Улицы Одессы были неприятны по вечерам, освещение догорающих огарков. На Дерибасовской еще кое-как, на остальных темень, магазины закрываются рано, сверкающих витрин не замечается, среди этой жуткой полутемноты снует толпа, сталкиваясь на углу Дерибасовской и Преображенской. В ней чувствуется что-то нездоровое, какой-то разврат, куан-мэ-мэ, без всякой эстетики. Окончательно перекокаинившиеся проститутки, полупьяные офицеры. Остатки культуры чувствуются около кинотеатров, здесь все-таки свет, здесь собирается толпа менее жуткая, чем та, что ищет друг друга в полумраке. Конечно, пришли смотреть Веру холодную. После своего трагического конца она стала посмертным произведением, тем, чего уж нет. Меня потянуло взглянуть на то, чего уж нет, на живущую покойницу. я вошел в один из освещенных входов. Что это такое? Офицерское собрание или штаб военного округа? Фойе было сплошь залито, как сказали бы раньше, серой шинелью, и, как правильнее сказать, теперь английской. Нельзя сказать, чтобы Верочка холодная все же не доставила мне удовольствия. Как жадно стремимся мы все насладиться хотя бы в последний раз тем, чего уже нет. И много ли нас осталось бороться за то, чего еще нет? Ангел смерти витал над поставленным к стенке городом. Отряда мания Все чувствовали тогда в Одессе, что так дальше нельзя. Разложение армии по тысяче одной причине было ясно. Ясно было, что именно потому она и отступает, что наступает осень и зима не только в природе. В душе моей зима парила уснули светлые мечты. Роман с бароном Рангеля. Что делать? Прямой путь был ясен, надо было встряхнуть полки железной рукой, но для этого надо было, во-первых, где-то их собрать, на бесконечных отступательных дорогах этого нельзя было сделать, ибо можно было писать сколько угодно приказов, и они писались, но исполнять их было некому. командиры частей частью сами заболели, частью были бессильны. Надо было иметь возможность, опершись на какую-нибудь дисциплинированную часть, привести остальных в христианскую веру. Таких мест, центров, куда стекала отступающая стихия, было, собственно, три — Кубань, Крым и район Одессы. под Кубань имеется в виду Новороссийск, который, как и Одесса, являлся портом, куда устремлялись отступающие белогвардейские войска, и откуда они эвакуировались в Крым и в Константинополь. В каждом из этих центров было одно несомненное данное. Дальше было море. Дойдя до моря, надо было или сдаваться, или драться, но был еще третий выход — корабли. Конечно, ясно было, что всем не сесть на пароходы, но каждый думал про себя, что он-то сядет, а остальные — ну, что остальные? «Chacun pour soi, Dieu pour tout». Каждый сам за себя, один бог за всех. Французский. Однако, конечно, везде были элементы, которые не желали садиться на пароходы, они готовы были драться и уже поняли, что спасение в покаянии и дисциплине. Были такие элементы и в Одессе. Если бы в Одессе оказался человек, сопротивление было бы. Но человек этот непременно должен был быть получен иерархическим путем, то есть сверху. Короче говоря, это должен был бы быть назначенный главнокомандующим Денитином генерал. Естественным генералом был бы, конечно, начальствующий Новороссийской области генерал Шиллинг. Но генерал Шиллинг ни в какой мере нужным человеком быть не мог. Я совершенно не касаюсь всего этого дурного, что о генерале Шиллинге говорили. Все это я слышал, все это я впускал в одно ухо и выпускал в другое, твердо памятая, что человеческое гуще вообще легкомысленно лживо. Отступающая стихия непременно озлоблена несправедливо. А Одесса-мама, сверх того, всегда была виртуозно и изобретательно в смысле сочинения всяких мерзостей. Этому мутному потоку вообще не следует поддаваться. Но что генерал Шиллинг не был человеком в нужном смысле, человеком момента, это для меня совершенно ясно. Он не мог решиться на то, что должен был сделать, расстрелять нескольких командиров полков для того, чтобы привести остальных в сознание действительности. Не мог он и собрать около себя дисциплинированного кулака, который сумел бы внушить расхлябавшейся массе, что главноначальствующий имеет возможность заставить себя повиноваться. Раз генерал Шиллинг, то есть естественный человек, человек сверху, не мог ничего сделать, а революционный путь, то есть путь нахождения неестественного человека снизу или сбоку был исключен, то мысль заработала еще в каком-то третьем направлении. Это еще какое-то направление действительно было какое-то, то есть несуразное. Возникла мысль почти у всех одновременно такая «Если старые части разложились, значит, надо формировать новые». В сущности говоря, это было повторение пройденного, ведь когда погибла старая русская армия, генерал Алексеев сейчас же взялся за формирование новой добровольческой армии. Но существенная разница состояла в том, что тогда во главе стал бывший верховный главнокомандующий, старый техник, хорошо знавший свое ремесло, «Теперь же здесь, в Одессе, за негодностью генералов, за дела схватились кто как мог и получилась эпоха одесской отряда мании». Кто только не формировал отряды. И Союз Возрождения, и немцы колонисты, и владыка митрополит, высокопреосвященный Платон, и экс-редактор киевлянина. Генерал Шиллинг помогал этим начинаниям так, как говорят хохлы, «Як мокро горыть!» «Шаг вперед, два назад!» А в это время большевики делали три шага к Одессе. «Я пошел к митрополиту Платону. Я люблю бывать у владыки иногда. Во-первых, уже само настроение этих митрополитчих покоев действует как-то утешающе. Ну, что ж такое, что придут большевики? Они уже были и ушли. Еще придут и еще уйдут. А митрополитчие покои стоят и будут стоять. И так же в них будет, как было. Государство валяется, троны рушатся, а церковь устоит. Устоит русская церковь, устоит русский язык. Эти две силы создадут третью, единого двуглавого орла. Одной головой он будет смотреть на наше великое, да, великое, безумцы, прошлое, другой зорко искать путей к великому верю, Господи, помоги моему неверью будущему. Владыка митрополит был очень увлечен своим священным отрядом. И митрополит Платон, как тогда в Одессе было обязательно, тоже формировал что-то. Но до меня уже дошли кое-какие сведения о том, что там делалось. Увы, в священный отряд вошли каким-то образом уголовные элементы. Я в осторожной форме предупредил владыку, как легко погубить дело, и как особенно на виду отряд, создаваемый правительством митрополита. Все-таки стало легче на душе, когда я ушел оттуда. Я почти был убежден, что из священного отряда ничего не выйдет священного. Я получил достаточные сведения о священных людях, которые туда пошли, и все же... И все-таки соприкосновение с духовным миром всегда освежает. Я вовсе ничего не идеализирую. Я знаю и вижу нашу русскую церковь. И все-таки среди этого рассвета зла, когда поля ини возросли махровыми, буйными, красными будиками, церковь уже потому утешает, что она молится. Молитва Богу всегда белая. Белая века вечна, а Бог сама вечность. Очень большой какой-то дом. Не помню, где это. Тут формируется самый важный отряд. Этот отряд, кажется, находится под сильным покровительством, но чьим хорошенько не разберу. Кажется, он называется... Опрочем, оставим это. Словом, это должен быть полк. Первый батальон такой-то организации, второй такой-то общины, третий такого-то учреждения, четвертый мог бы быть наш отряд особого назначения. Я набираюсь до командира полка, двигаюсь постепенно из этажа в этаж, из комнаты в комнату. Внизу меня слегка коснулся запах спирта, затем этот запах все усиливался по мере того, как я продвигался выше по всяким отросткам мгновенно сформировавшегося штаба. Вообще, мы двигались беспрепятственно. Мой спутник называл меня, и тогда пьяные и полупьяные лица, перед этим скользившие по моим подпоруческим погонам полупрезвительным взглядом, делались любезными и милыми, поскольку они могли быть милыми. Потому что ведь так много разрушено за это время. Разрушилось и искусство быть любезным. Запах спирта достиг наивысшего напряжения, когда я достиг командира полка. Этот полковник был пьян. Он был молод, и лицо у него было тонкое, бритое, худощавое, оно носило отпечаток энергии. Но какой энергии? Это было почти очевидно. Полковник принял меня в высшей степени любезно, но из его повышенных объяснений я понял, что денег ему еще не дано раз, и что полк его еще не утвержден два. Что кто-то, кто неизвестно, но какие-то люди или силы мешают. Что генерал Шиллинг сочувствует, но впрочем, мы их зажмем в два счета, церемониться не станем. Нет, уже не до церемонии. Куда ж дальше? Ведь штабы будут на пароходе, а мы нас как цыплят угробят. Нет, довольно. Запах спирта усилился, потому что пришел кто-то с докладом. Господин полковник, решите доложить? Офицер тянулся, хотя был пьян. Полковник, приняв доклад, продолжал громить кого-то. Я его плохо слушал, я понял. Все пьяны, денег нет, разрешения нет, и это при сильном покровительстве. А большевики в этот день опять сделали большой скачок. Мы драпанули в два счета. Опять задания, опять этажи, но спирт что-то не слышно. Добираюсь еще до одного формирующего полковника, молодой очень, но энергичный, производит симпатичные впечатления. Из осважников переменил перо на винтовку. Осважник, работник освага, крупнейшего идеологически диверсионного центра белого движения, создан летом 1918 года при добровольческой армии, просуществовал до марта 1920 года. К осени 1919 года располагал штабом свыше 10 тысяч человек, работавших в различных пунктах страны и за рубежом. Возглавляли поочередно кадеты Чехотин, Парамонов и Соколов. Тут что-то слышится родное. Деньги получили? Нет, какое там? Как же? Да как-то наскребаем пока. Утверждение? Да вот хлопочем. Много у вас? Пока около ста человек. А ведь большевики движутся? Конечно, движутся. А знаете что, будем связь держать? Хорошо, зачем? Да мало ли что может случиться. Драпанут в два счета, теперь не на кого надеяться, только на себя, в случае чего перебирайтесь к нам. Мы какое-то формирование, та же картина, здания, этажи, штаб, денег пока нет, разрешение хлопочет. Еще и еще. Есть еще немцы-колонисты, у них свой генерал, у них свой комитет, какой-то немецко-русский софтдеп, где одерживаются бескровные победы на внутреннем фронте. Деньги? Кажется, есть. Люди, говорят, были, но разошлись. И вообще они желают защищать только каждый свою колонию, а другой не желают. Кроме того, немцы говорят, мы пойдем, если русские крестьяне пойдут. А русские крестьяне будто бы говорят, мобилизуйте нас, тогда пойдем, а добровольно не пойдем, страшно. Есть еще союз возрождения, у него дело чуть лучше, они получили и деньги, и разрешение. В благодарность за явное покровительство белых генералов розовенькой общественности, это последнее умеренно политиканствуют. Создают какой-то совдеп. Как он называется? Комитет защиты Одессы, кажется. Чуть ли не комитет спасения. Они никак без этого не могут обойтись. Большевики уже давно поняли, что в совдепе есть спасение, а у этих все еще к ним влечение рот недуга. Городская дума, она отнюдь не розовенькая, наоборот. Мы победили в Одессе на городских выборах в декабре 1919 года. Казалось, это было невероятно. В Одессе победить нам, русским, а вот победили. Выборы вели мои друзья, сгруппированные в организацию, привыкшую к дисциплине. Победа дало изобретенное ими в высшей степени удачное название. Как все гениальное, это было в высшей степени просто. Христианский блок. Никаких программ, никаких угроз обещаний. Но все, кому нужно было, поняли друг друга. Однако наша дума, как всякий совдеп, не избежала общего закона совдепов. Она собирается делать скопом дело, которое делается только в одиночку, то есть защищать город. Она тоже что-то формирует. У генерала графа Х крайне любезен. Он получил специальную задачу, имеет свой штаб, он должен объединить все формирования. Для этого он разбил весь район Одессы на секторы. Каждый сектор предполагается отдать примерно какому-нибудь отряду, так сказать, в Лен. Но все-таки не совсем так. В каждый сектор будет послан полковник без отряда. Потом придет отряд и поступит в распоряжение полковника. Что же будут делать полковники, формирующие отряды? Да, это надо уладить. Уладить этого никак нельзя. Ведь если люди при этой агонии еще идут в какие-то формирования, то они идут к офицерам, которых они знают, или авторитет которых высок. К каким-то полковникам они не пойдут, ибо авторитет погон потерян в развале отступления. Ищут людей. Но генерал граф Ха не понимает, какую смесь французского с Нижегородским он устраивает. Или партизанщина отряда мания, или все по уставу. Но эта смесь митрополитов, редакторов, атаманов всякого сорта и совдепов всякого рода старорежимными генералами дает нечто несуразное. Да и вообще. Нет, общий сумбур не уменьшится от того, что изобрел новый штаб генерала графа Ха. Куда еще? Да вот есть еще отряд инженера Кирсты. Это рабочие, которых он вывел из Киева. Их называют Кирстовцы, еще Крестовцы. В Киеве они назывались рабочая офицерская рота. Утверждение есть киевское. Денег, конечно, нет ни киевских, ни одесских. Отряд, если не ошибаюсь, сидит безвыездно в каком-то этаже какого-то здания за босостью. Вхожу с ними в контакт. Еще есть атаман Струк, малороссийский отряд. Он бывал у меня в Киеве. Тут он тоже что-то формирует, и говорят у него много народу. Разрешение киевское, деньги. Денег нет, но, очевидно, он им что-то обещает. Но что? Довольно. Пойду к себе в свой отряд. Отряд особого назначения был попыткой создать кадр просвещенных исполнителей хотя бы для одного уезда. Разумеется, теперь ясно, что это был кустарный дилетантизм, киндершпиль, покушение с негодными средствами. Киндершпиль детская игра, немецкая. Как и вся одесская отряда мания, впрочем. Однако нельзя не сказать, что это обычный путь человеческой мысли, когда теряют надежду спасти целое, пытаются начинать с атомов. Мой атом формировался почти исключительно из учащейся молодежи. Денег мы пока не получали, содержали отряд всяческими ухищрениями, утверждение самого отряда бесконечно тормозилось в разных штабах, и то и другое было получено на конюне занятий Одессы большевиками. Я вошел в гимнастический зал. Смирно, равнение налево, господа офицеры. Это командовал полковник А, назначенный начальником отряда. Кем он назначен? Пока никем, мною. А я кто такой? Да, вот тут-то и начинается часть неофициальная. Передо мной, вытянувшись, как полагается, замерла горсточка, мой атом. Это были почти сплошь гимназисты. Им нелепо было бы сказать «Здорово, ребята, молодцы, орлы» или что-нибудь подобное. Я сказал им «Здравствуйте, господа! Здравия желаем!» и смешались. Одни сказали «Господин подпоручик, другие «Господин полковник, третий ваш превосходительство». Так и должно было быть. Кто ж я был в самом деле? Если бы они были искренни, они бы ответили «Здравия желаем, господин редактор киевлянина». Но этого, конечно, нельзя ответить. Почему? Да потому что редакторы не формируют отрядов, по крайней мере, там, где все обстоит благополучно. И если произошел такой случай, что не только редактор, но и митрополит делаются начальниками отрядов, то значит все пошло шиворот на выворот. Так оно, конечно, и было. Но «Le vin est вино вино откупорено и нужно его пить». Французский Исход Дело становилось окончательно ясным. Одессу сдадут. Я, кстати, заболел и, лежа в постели, подписывал бесконечное количество удостоверений на английские пароходы. На этих удостоверениях английские власти ставили визу, и это служило пропуском на пароход, но приходилось выдерживать характер. Добивались удостоверения и те, кому, по моим понятиям, надо было бы сесть на пароходы последними, то есть совсем не садиться, ибо на всех места хватить не могло. Итак, все строилось на драп. В ушах у меня все время звучала фраза из модернизированного романса, которая стала с некоторого времени канонической. «Das war ein драп». Впрочем, это, вероятно, было потому, что у меня начинался легкий жар. В городе шла эвакуационная лихорадка. Ко мне постоянно забегали разные люди со всякими сенсациями. Большевики там, большевики здесь, такой-то генерал уже сел на пароход, такой-то штаб укладывается, и такая-то дама сунула им столько-то чемоданов с столькими-то платьями. Генерал Шиллинг еще был на берегу, он будто бы сердится, когда ему говорят об эвакуации, и обещает еще держаться десять дней, но, между прочим, уложено все до последнего ящика. Итак, я подписывал удостоверение. Для моего развлечения, очевидно, прибежал кто-то в паническом и сообщил, что атаман Струк сегодня ночью собирается меня арестовать. Это был, конечно, вздор, но на всякий случай я написал Струку письмо, в котором я предупреждал его, что к нему, вероятно, прибегут сообщить, что я собираюсь его убить, так чтобы он не пугался. Однако я чувствовал по некоторым другим признакам, что нечто украинообразное выскочит в последнюю минуту. Среди кофейного офицерства внезапно наступило успокоение. Они вдруг возложили все свои надежды на какого-то генерала Сакира Яхонтова, выплывавшего из-за острова на стрежень. Это было совсем нелепо, но... Впрочем, об этом дальше. С каждым часом атмосфера уплотнялась. Положительно всем, кто хотел попасть на пароходы, надо было укладываться. Самая грустная вещь в этих эвакуациях, это, кажется, та минута, когда приходится решать, что спасти из архивов. В Киеве мне пришлось сжечь интереснейшие вещи. Но многое я вывез. Для чего? Для того, чтобы утопить в Одесской воде то, что не сжег в киевском огне. В общем, от всего, что было написано или записано в течение всей жизни, не осталось ни строчки. 24 января вечером я решил, что довольно болеть. Ясно было, что каждую минуту можно было ожидать перемены обстановки. Надо было переходить на военное положение, то есть идти в отряд. Я оделся, мы вышли. На улицах было соответственно. Обозы, часть артиллерии вошли в город. Напротив моей квартиры происходила какая-то каша из англичан и Союза Возрождения. На Екатерининской площади вырастали горы чемоданов и ящиков, среди которых сновали автомобили. На Дерибасовской был кое-какой свет, сновали люди. В полутемноте была жуть, но город еще жил. Вдруг, неожиданно и тяжело по улицам, прошелся звук очень большого орудия, очевидно, с английского дредноута. Это должно было обозначать, что большевики заняли такой-то квадрат, доступный обстрелу с морем. И сразу все изменилось, все огни потухли. Толпа куда-то смылась, и только мальчишка на углу, который перед этим продавал папиросы, за сто рублей коробка стал требовать триста. Образовалась плотная темнота, которую от времени до времени буравили выстрелы винтовок, где и по ком, впрочем, неизвестно. Темнота эта была совершенно пустынная, улицы вымерли. Но в эту ночь мне еще пришлось вернуться к источнику осведомления. В это время командование уже перешло в руки полковника Стесселя, начальника обороны города Одессы. Его штаб был в английском клубе, я пробрался туда через зловещо пустынный город. Тяжелые английские орудия еще два или три раза всколыхнули темноту, такую густую, как повидно. В клубе масса народу, толпа, очевидно, сюда жмутся. Светят какие-то жалкие агарки, мрачно. В этой мрачности непрерывно снуют, входят и выходят. И чувствуется, что происходит какая-то пертурбация. Какие-то украинские офицеры приезжали и уезжали в автомобиле, раза два раздалась балакающая мова. Конечно, это было так, а не иначе. Происходила сдача командования господину нашему генералу Сакире Яхонтову. Зачем генерал Шиллинг, сев на пароход, передал командование неизвестно откуда взявшемуся и не имевшему никаких сил триста галичан, да и то лежавших в госпиталях, явно внушавшему всем недоверие генералу Сакире Яхонтову? Это секрет изобретателя. Однако это было проделано. Полковник Стессель получил от генерала Шиллинга письмо с приказанием подчиниться украинскому спасителю. Эта передача власти несомненно ускорила сдачу Одессы дня на два, ибо кто-то стал надеяться на кого-то и даже те немногие, что могли что-нибудь сделать, были сбиты с толку. Узнав, что такое-то отношение, то есть, что генерал Шиллинг украинизировал нас с парохода, я отправился обратно в свой отряд со смутной мыслью распустить его по домам, ибо если можно еще донкихостовать под трехцветным флагом, то под живтоблокитным покорнейше благодарю. Довольно колбасы, как говорили в таких случаях, на доброармейском жаргоне. Живтоблокитный флаг, флаг самостийной Украинской Народной Республики украинских националистов. Но распустить отряд не удалось. События пошли таким темпом, что пришлось не распускаться, а наоборот всем сбираться до купы. Рано утром 25 января я был в порту. В порту в это время было еще сравнительно прилично. Правда, люди бегали по всем направлениям, усаживались на всякие суда, но особых инцидентов не происходило. Поддерживали порядок юнкера, им было обещано, что их возьмут на пароход после окончания погрузки. Было чуть морозно, но ярко светило солнце. Я пришел на нашу собственную баржу, тут мне стало жутко. Баржу должен был тащить наш собственный пароход. И пароходик и баржа внушали невольную мысль, что они никак не выйдут в море, а если выйдут, погибнут. А между тем, все было уже битком набито народом. Среди них у меня столько было близких и друзей. Я никак не мог решить, прощаясь с ними, кто подвергается большей опасности. Они провожали меня слезами, считая, что я обрекаюсь на верную гибель, оставаясь на суше, а я, конечно, не сказал им, что думаю тоже о них, плавающих, путешествующих. Ужасны эти разлуки при такой обстановке. На обратном пути из порта я имел благоразумие зайти в штаб Стесселя. Не знаю, какова была бы судьба всех нас, собравшихся в мой отряд, если бы я этого не сделал. Начальник штаба, полковник Мамонтов, дал мне приказание немедленно привести отряд к штабу, ибо, как он выразился, надо сжаться в кулак. Полковник Мамонтов неустановленная личность. Неужели город очищается, а Сакир Яхонтов? Мамонтов махнул рукой. Принял командование ночью, а утром прислал сказать, что снял с себя командование. Кончилось счастье. Ну, а районные коменданты, есть же что-нибудь? Он посмотрел на меня выразительно. Отжимайтесь к штабу и немедленно. К своему удовольствию я застал отряд весьма готовым к выступлению. Большевики были где-то неподалеку, на соседних улицах что-то уже происходило, что именно в то время узнать нельзя было. Мы вышли. Отряд особого назначения, выведенный на улицу, представлял из себя приблизительно следующая. Первая рота, человек тридцать офицеров самого разнообразного происхождения. Несколько из них испытанных друзей, другие прибежавшие в последнюю минуту, не зная куда деться. Вторая рота, около пятидесяти человек молодежи, преимущественно гимназистов. Сверх того, около десяти дам, несколько мужчин штатского вида, способных и не способных носить винтов. Двенадцатилетняя Оля и четырнадцатилетний Димка, мой младший сын. Хозяйственная часть, одна подвода неизвестного происхождения, но переполненная вещами. Мы шли по городу, пулеметы трещали на соседних улицах, но пока мы двигались благополучно. Кто с кем там дерется, никак нельзя было сообразить. По тротуарам бежали люди с чемоданчиками и узелками, очевидно, в порт. Нормальной, обычной публики не было. Без особых приключений мы дошли до английского клуба на углу Пушкинской и Лонжероновской. Тут мы увидели главные силы. Полковник Стессель со своим штабом стоял уже на улице. За штабом находились какие-то части в таком количестве, что прибытие нашего отряда, в котором не было ста человек, оказало заметное влияние. Итак, это было все. Я понял, что мы подошли последними. В критическую минуту от двадцати пяти тысячной кофейной армии, которая толкалась по всем притонам города и от всех частей, вновь сформированных и старых, прибившихся в Одессу в распоряжение полковника Стесселя, начальника обороны, оказалось человек триста, считая с нами. Трескотня усиливалась, Стессель приказал сделать разведку по Ришельевской и Пушкинской. Я пошел с несколькими офицерами и молодежью по Пушкинской. Развернулись в цепь, мальчики несколько путали, но держались смело, с Дерибасовской стали долетать пули. Тут поднялся крик «Из окон стреляют!» Я приказал ему крыться и стал присматриваться. У окон действительно появились какие-то дымки в верхних этажах. Я начал соображать, почему дымки при бездымном порахе, и почему дымки там, где окна закрыты. И скоро понял, в чем дело. Эти дымки производили пули, ударявшиеся о штукатурку. По Дерибасовской из-за горки кто-то палил. Попадая в дома под острыми углами, пули рикошетировали, рождая эти желто-серые дымочки из пыли известкового камня. Ларчик открывался просто, а между тем столько раз в гражданской войне оба противника обвиняли мирное население в стрельбе из окон. Это в некоторых случаях, конечно, бывало, но по большей части это были, вероятно, только штукатурные дымки. Мы не успели вступить в бой, как пришло приказание оттянуться. Вернувшись к лонжероновскому спуску, мы увидели, что уже никого нет. Главные силы отступили в порт. На что мы, собственно, рассчитывали, мы хорошенько не знали. Должно быть на посадку на пароходы. Словом, мы отошли вместе с прочими. В порту была каша. Куда-то тянулись части, повозки, отдельные люди, публика в нелепой смеси, имен и лиц, племен наречий и состояний. Где-то кого-то куда-то почему-то не пускали юнкера, потом пустили. В общем, мы очутились на том малу, который ведет к маяку. Другими словами, больше деваться было некуда. С трех сторон вода, с четвертой метущаяся каша людей, повозок, лошадей, орудий, броневиков и автомобилей. Мы расположились чего-то ждать около каменных сараев. Так выжидательно, бессмысленно продолжалось некоторое время. Очевидно, столько времени, сколько большевикам понадобилось, чтобы установить пулеметы в Александровском парке и вообще на высотах окружающих порт. Мы поняли, что это сделано, когда они стали обстреливать нас. Люди бросились за каменные сараи, какой-то броневик поднял трескотню с нашей стороны. Эта наша трескотня была в высшей степени неприятная. Сознаюсь, мои нервы не созданы для такого шума. Большевики стреляли плохо. Они могли бы, выражаясь по-старозаветному, залить нас свинцом, но в общем ранили несколько человек. Однако этого было совершенно достаточно, чтобы все пароходы драпанули в два счета в море. В это время среди горсточки людей, дошедших до последнего предела и сжавшихся к каменным сараем на Малу, родилось наконец то, чего столько времени ожидали. Инстинкт сопротивления. Вдруг вырвались какие-то люди, насколько помню, это были даже не офицеры, а солдаты-драгуны, они неистово жестикулируя, стали кричать, яростно кого-то упрекая. «Ну что же, господа, еще долго так будет? Куда еще? Море кругом! Дальше не пойдете, нет! Так что вот так и пропадем! Пойдем, трам-тарарам! Выбьем их трам-тарарам с их пулеметами к трам-тарарамной матери! Идем!» Хотя эта речь была брошена к толпе почти наполовину, состоявшей из женщин, детей и никчемников, однако она произвела впечатление. Была подана мысль пробиться, был найден исход. Первоначально ругнулись по обычаю, жестко друг с другом. Помню, я ругал какого-то офицера, чтобы он не расстраивал частей, чтобы действовали по какому-нибудь плану. Но все же эта вспышка энергии произвела желаемое действие, и штаб зашевелился. Получено было приказание нашему отряду особого назначения выгнать всех способных носить оружие из-под сараев для атаки высот. Я пошел выгонять, это было дело скучное и противное. Приходилось торговаться и спорить с офицерами всяких чинов, утверждавшими, что они больны или что-нибудь в этом роде. Скоро мне надоели эти обязанности особого назначения, и вместе с теми, кого удалось вытащить, я двинулся по молу по направлению высот. По дороге к нам присоединялись еще какие-то люди, а во главе всех очутился полковник Мамонтов. Он неистово кого-то ругал и показывал кулак Одессе. Удивительно, что это не было смешно, а наоборот производило впечатление чего-то подбадривающего. Большевистские пулеметы в это время замолчали, точно испугались того решительного вида, с которым наша горсочка быстро двигалась по молу. На самом деле это было не так. Драгуны, побежавшие раньше нас, уже были на высотах, большевики отступили еще перед ними. Но там что-то еще происходило, потому что навстречу нам бежали люди, которые неистово нас торопили, требуя помощи. Мы пустились бегом и стали подниматься по какой-то лестнице. Я помню, что у меня была только одна мысль не задохнуться к концу ступеней. Наверху в парке среди его редких деревьев двигались какие-то цепи, по-видимому, без всякого руководства. Я со своей горсточки взял почему-то вправо, но мог с тем же успехом взять и влево. Мы прошли парк, причем нас все время уверяли, что большевики идут, но увидеть их я никак не мог. Таким образом мы вышли на Морзлиевскую с ее большими домами и шикарными подъездами. Из какой-то поперечной улицы будто бы стреляли, по крайней мере на углу столпилась горсточка наших и не решалось перейти улицу. Кто-то упорно утверждал, что они засели в таких-то окнах и оттуда полят. Это всегда бывает в таких случаях. Основное правило не верить очевидцам в бою, ибо людям мерещится бог знает что. На самом деле никого в переулке не оказалось и когда стало ясно, все двинулись гурьбой за нами, однако еще через поворот наконец мы вошли в соприкосновение с противником. Оттуда действительно постреливали. В это время около меня образовалась горсточка людей, которые почти все были мне незнакомы, но почему-то исполняли мои приказания. Я поставил одного из них на самом углу, а остальных спрятал вдоль стенки. Этому одному передавали заряженные винтовки, и он открыл пальбу. С колена, спокойно, на мушку. Это возымело действие. Какие-то черные фигуры, которые копошились через несколько кварталов, побежали и исчезли в боковых улицах. Мы двинулись дальше гуськом под стенами, доходя до углов, осматривались вправо и влево и двигались дальше. Несколько трупов оказалось на тротуарах. Прошли еще несколько улиц, постреляли еще. Меня начало брать сомнение, не стреляем ли мы в прохожих. За газетным тамбурином через два квартала ютилась кучка людей. Я начинал думать, что это не большевики, а случайные прохожие, которых зажали ни туда, ни сюда. Я приказал прекратить стрельбу. Но какой-то пришедший в азарт продолжал расстреливать тамбурин. Взглянув ему в лицо, я увидел, что это восточный человек. Я снова приказал ему перестать. Он не послушался. Черномасленные восточные глазки горели неистово. Он был в трансе. Я вынул револьвер, это привело его в чувство. Он заявил мне, что он офицер, адъютант такого-то полковника, но стал слушаться. Вперед больше не приходилось идти. Мы потеряли связь со штабом, планы которого были мне совершенно неизвестными. Но, в общем, я думал, что взять весь город не входит в нашу задачу, а достаточно освободить порт от обстрела. Кроме того, нас могли обойти. Мы стали отходить. По дороге поймали какого-то мальчишку лет двадцати, который сказал, что он не жит, но на требование восточного человека перекреститься, перекрестился неправильно. Я опять должен был употребить угрозу, чтобы этого еврейчика отпустили, ибо восточный адъютант был совершенно убежден, что это большевик, только что бросивший винтовку, тогда как для меня было совершенно ясно, что вздор. На Морзлеевской мы встретили еще другие группки. Всем страшно хотелось пить, какие-то дамы поили нас водой, но с большой опаской, боясь мести большевиков. Пришло приказание оттянуться на гребень Александровского парка и держать его. Мы отошли, заняв позицию неподалеку от Александровской колонны. Я пошел посмотреть, что делается в парке. Сверху все было видно. Все пароходы ушли из порта, на молох копошились люди и обозы, как-никак мы чувствовали себя победителями, ибо заняли вершину и защитили порт, где у каждого из нас были близкие и родные. Ужасно хотелось есть, и вдруг, как бывает в сказках, появились добрые феи. Это были три молоденькие барышни-мещаночки, путешествовавшие по гребню с огромным чайником и с белым хлебом. Мы сначала даже не поверили, что они вышли специально кормить нас, но это было так. Я сказал им, вы очень рискуете, на что они ответили, умирать один раз и ничего нам не будет. Этот чай был действительно вкусным. Уже не в первый раз я делал наблюдение, что средний слой гораздо более отзывчив и смелее, чем высший. То-то большевики боятся больше мелких буржуев, чем речь идет о том, что в ходе классовой борьбы масса средних слоев населения, крестьяне, мелкие хозяйчики, торговцы своей политики в силу классовой двойственности и промежуточного положения иметь не могут и попадают то в лагерь пролетариата, то буржуазии. В последнем случае она резко увеличивает социальную базу контрреволюции. Поэтому, сравнивая ее образно с армиями Деникина и Колчака, Ленин указывал, что она страшнее их вместе взятых. Полное собрание сочинений, том 43, страницы 24, 26 и 28. Так, в общем, дело дотянулось до вечера. Я очень беспокоился, что нигде не вижу своих сыновей. Становилось холодно, мы тщетно разводили какие-то костры, проявляя при этом обычную интеллигентскую никчемность. Через долгое томительное время пришло сообщение из штаба, что если до 10 часов вечера нас не заберут на пароходы, мы выйдем из города в направлении на Румынию. Вместе с тем стало известно, что полковнику Стесселю лично было неоднократно предложено сесть на пароход, на что он ответил, что вы меня подлецом считаете. Это произвело хорошее впечатление. До 10 часов еще было время, почему я решил обойти порт. Меня беспокоила баржа, где было столько моих друзей. Я знал, что она отойти не могла и думал вытащить их, взять в отряд. В темноте мы долго бродили по молам, в одном месте, где было темно и пусто, мы услышали какие-то стоны. Кто это? Помогите, замерзаем. Кто вы? Мы жены офицеров, я еще ничего, мама совсем замерзла. Это были две женщины, они лежали у стенки на малу. Помогите, нас бросили. Мы с трудом подняли их и повели, куда мы сами не знали хорошенько. На счастье, мы наткнулись на какую-то большую толпу, которая в темноте рвалась к какому-то только что пришвартовавшемуся судну. Я понял, что это одно специальное судно, о котором я уже что-то слышал. Покрывая крики и шум, судно неистово вопил голос, показавшийся мне знакомым. Поручик Б! Поручик Б! Я понял, это была компания, словом, теплая компания, та самая, что гробила полковника Кирпичникова. Они здесь проявили свои качества, захватив судно в свое распоряжение, но на этот раз фе юстиция, да восторжествует справедливость латински. Они делали благое дело, принимали на борт кроме своей шпаны женщин, больных и раненых. Английские солдаты составили цепь и пропускали по указанию. Но в общем был кавардак. Толпа напирала и жаловалась на все голоса в темноте. Нам удалось протиснуть замерзших женщин. Тут же мы увидели несколько человек близких друзей, офицеров, шатающихся после всяких тифов и воспалений. Они тоже пробивались на пароход. Ужасно было оставить их такими беспомощными и слабыми, но немыслимо взять их в поход. Мы простились тяжело. Некоторых из них я видел в последний раз. Не выдержали дальнейшим. Баржи я не нашел. Около десяти часов мы тронулись. Наш отряд особого назначения вошел в колонну полковника Стесселя. Не пойму хорошенько откуда и как образовался колоссальный обоз. Тут была и артиллерия, и броневики, и автомобили, и невероятное количество повозок. Все это сначала никак не могло найти своего места, шло не по той дороге, поворачивало обратно, причем автомобили неистово рычали, слепили глаза, повозки приходили в беспорядок, словом, происходил обычный в этих случаях кавардак. Я не могу сказать, чтобы настроение было жуткое или подавленное, наоборот, как будто бы найден какой-то исход. В воздухе было морозно, но мягко. Меня лично очень беспокоила мысль о семье, которую я нигде не находил. Мы стали подниматься бесконечным обозом по военному спуску. Около моста я вдруг увидел характерную фигуру старшего сына Ляли, имя не очень подходящее для юнкера флота 18 лет, но что же я поделаю, если его так называют от века все? Он стоял с винтовкой в своей знаменитой папахе Халды-Балды, которая придавала ему вид Осман-Лиса. Оказалось, что он сторожит меня. Тут же оказались остальные, другой сын, жена, племянник, Филя Могилевский. Все были в бою, все были живы, что и требовалось. Они были в какой-то вновь образовавшейся роте полковника НН, рота стояла тут же у парапета. Они мне рассказали все, как было. Страшно интересно, полковник правда симпатичнейший человек? Ляля моментально производит людей в симпатичнейшие и в свои личные друзья. Счастливое свойство молодости. Димка младший, более замкнутый и питается переживаниями старшего. В общем, первый бой, в котором он участвовал, произвел на него самое лучшее впечатление. Жена рассказывает о том, как перевязывала какого-то большевика в какой-то чайный. Филя дошел до самого собора. Странно видеть его сугубо штатскую фигуру с винтовкой. Он как-то мало понимает, что с ним происходит, какой-то рассеянный. Пуля оцарапала ему руку. Пошли. По-видимому, большевики были основательно отжаты, наше отступление решительно никем не было потревожено. Наш отряд шел варьергарде последним. Варьергарде отряда шли мы вдвоем с Лялий. Было совершенно тихо, улицы были абсолютно пусты, но и не очень темны. Кое-где что-то горело, не то фонари, не то окна. Мы двигались шагов на стопу сзади колонны в качестве дозора. Все было мирно. Единственным происшествием была кем-то брошенная повозка. В ней мешок сахара рафинада. Это было страшно приятно. Удивительно, как сахар поддерживает расположение духа. Лялин обил полные карманы, перемешав его с патронами, которыми он всегда нагружен. Он держался молодцом, что меня удивляло, так как он был болен, температура поднялась. Обычный припадок малярии, имеющий обыкновение присасываться к нему во всяких подходящих и неподходящих случаях. Постепенно колонна вытянулась за город и пошли бесконечные фонтаны. Утомление целого дня к тому же без пищи сказывалось, но в общем все держались, держались и дамы, которых было много в колонне. Бодро двигалась маленькая Оля, напоминавшая Фрикетту из романов Бусинара. На какой-то станции под каким-то забором Ляли свалился. Я положил его как можно ниже головой и обморок прошел. Боясь, что причитание матери его расслабит, я взял его под руку и он пошел бодро. К счастью, мы натолкнулись на какое-то учреждение, какая-то больница, где, несмотря на поздний час, два или три часа ночи, кому-то давали чай. Комната набилась народом, откровенно говоря, это было приятно. Сестры очень заботились, чтобы не стащили кружек, что, по-видимому, было в моде. Тут было тепло, силы восстановились. Когда мы вышли, мы вдруг заметили, как стало холодно и что снег уже запорошил дорогу. Пошли и шли до рассвета, шли часть следующего дня, пришли в какую-то немецкую колонию, где назначен был отдых, разместились в школе, отдыхали на партах, закусывали хлебом и салом. Проходили какие-то немцы-колонисты, что-то обещали, о чем-то совещались, но ничего не сделали. В три часа вышли опять. Спускаясь с пригорка, почему-то пришли в хорошее расположение духа, запели «Взвейтесь, соколы, орлами». Удивительно, как эти песни действуют. Физиологическое действие музыки требует более вдумчивого и тщательного изучения. Повеселели, и, кстати, ибо идти было трудно. В особенности трудно было дамам с их неприспособленной обувью. К ночи пришли в колонию, где было недурно, долго выбирали свободную хату, где бы не было тифа, поели и крепко заснули. На следующий день с утра поход возобновился. В следующем селе было некоторое развлечение, над нами разорвалось несколько шрапнелей, и наш броневик России открыл ответную стрельбу. Куда и в чем было дело, кажется, никто не знал. Во всяком случае мы пошли дальше, к вечеру добрались до каких-то хуторов, где втиснулись в какую-то хатку обогреваться. Шли дальше. Через некоторое время на горизонте очень красиво засверкали огни. Этот город казался совершенно сказочным, так, как рисуют на картинках. Мы думали, что это Авидиополь, но когда ночью вошли наконец в этот последний, крайне замерзший и усталый, то сказочный город был все так же далеко где-то на краю земли. На самом деле он был не на краю земли, а на краю воды, или вернее льда, ибо это был Акерман. Между ним и нами был замерзший лиман девять верст шириной. Какая мука искать квартиры глухой ночью, когда человек уже на пределе усталости и замерзания, но мы искали. Я разослал самых энергичных молодых людей в разные стороны. Долго ничего не удавалось, но, наконец, поручик Л явился с радостной вестью, что квартира найдена. Удивительно, как люди нелепо эгоистичны. В хатке было трое, они заявили, что никого не могут впустить, потому что их, собственно, не трое, а пятнадцать. На это изведенный поручик Л сказал, «Я подожду полчаса здесь, и если те двенадцать не придут, то я вас расстреляю». Это фантастическое заявление имело то следствие, что и эти трое куда-то скрылись. Разумеется, никаких двенадцати не оказалось. О, рот людской! Льду почти столько, сколько хватает глаз. Почти, потому что на той стороне замерзшего лимана виден город, это Аккерман. По этому льду в одну колонну движется бесконечный обоз. Туда, к Аккерману, к городу спасения, румынскому городу Аккерману, куда не придут большевики. Бесконечный обоз движется в порядке. Задолго до назначенного времени выступили все части, проявив редкую аккуратность. Теперь они идут осторожно, соблюдая дистанцию, чтобы не провалить лед почти торжественно. Идут с белыми флагами, которые несут как знамена. Печальные знамена. Здесь на льду часть одесской отряда мании, то, что от нее осталось. Главного отряда, который должен был бы быть полком, того отряда, где неистово пахло спиртом, под чьим-то высоким покровительством, этого нет, он не состоялся. Нет и священного отряда митрополита Платона, не видно никаких следов немецких колонистов, ни керсты, ни струка. Зато торжественно уступает союз возрождения России. Тут же отважное начинание и отряд экс-редактора киевлянина и другие. Кроме того, какие-то отдельные части, прибывшие сюда, артиллерийские парки и дивизионы без пушек, но с подводами, с сахаром, учреждения, уездная полиция, еще разные, затем просто гражданские беженцы. Но главным образом, ничем необъяснимые подводы. Подводы, очевидно, обладают свойством саморазмножения. Голова обоза уже прошла пять верст, а хвост еще на берегу. Я смотрю на этот почти величественный исход, и в ушах у меня неотвязно и в ушах Весьма приличном штатском платье и с изящным чемоданчиком в руках. Впереди всего шествия шли маленькие кадеты, они начинались с десяти лет, жалко было смотреть на эту детвору, замерзавшую на льду. И начался анабазис, великое отступление от Акермана, надо, впрочем, сказать, что это торжественное шествие с белыми флагами имело в себе нечто настолько унизительное, что обратный путь был как-то веселее. Остаток гордости, впоследствии вытравленной лишениями, еще таился тогда в некоторых сердцах. Совершенно неинтересно, что на другой день было проделано то же самое и с тем же результатом. Кажется, было еще холоднее на льду, было меньше порядка и больше усталости. У полковника Стесселя. Совещание командиров частей. Полковник Стессель говорит, во-первых, к черту эти повозки, с ними пропадем. Совершенно правильно, господин полковник, оставить только самое необходимое, говорит один из командиров частей. Да ведь у нас, господин полковник, ничего нет, пусть и другие бросят, говорит другой. Все бросим, продолжает Стессель. Это во-первых. Во-вторых, переформироваться, довольно балагано. Отряды называются. На самом деле роты нет. Согласны, господа? Вот вы первая рота, вы вторая. Все согласны. Затем вот мой план пробиться. Раз румыны не пускают, надо пробиваться на север, вернее на северо-запад вдоль Днестра, на соединение с Бредовым, а если нет, в Польшу. Я уверен, что если захотим, то пройдем. Вы согласны, господа? Мы согласны. Нам даются сутки на приведение себя в порядок, главным образом на уничтожение подвод. Легче всего это было сделать моему отряду. У нас была одна подвода, которая, несмотря на все наши усилия, не размножалась. Рассвет на пригорке начальника штаба Мамонтов делает как бы смотр в том смысле, сколько изничтожили подвод. Я остановился около Мамонтова. Печально. Эти подводы бессмертны. На мой взгляд, число их не уменьшилось, а увеличилось. Бесконечной цепью они продвигаются в полутемноте. Ни конца им, ни края. Между ними редко-редко проходят часть, жалкие горсточки, а за ними все тоже. Так было, так будет. Солнце заходит, шли целый день. В общем, благополучно. Откуда-то издали большевики обстреляли из трехдюймовых, но обошлось без потерь. Пора отдохнуть. Удивительно, как держатся все эти женщины, дети, которых много. Они не теряют даже хорошего расположения духа. А маленькая Оля даже совсем нарядна. Детское лицо остается свежим среди осунувшихся взрослых и веселит глаз. Но страшно смотреть на ротмистр Че. Он только что встал с постели после сыпного тифа, идет, пошатываясь то вправо, то влево, но твердо держит свою кавалерийскую саблю. Глаза опущены, на изможденном лице какая-то внутренняя сосредоточенность, как будто бы он решает трудную задачу. Он идет напряжением воли. Другой бы не смог идти. Немецкая колония. Какие они характерны, тоску наводящие, необычайно одинаковостью всех домов. Богатые дома, каменные, массивные, с явным отпечатком вековой традиции, если бы наши крестьяне так жили. Но, боже мой, отчего от них такая скука? Вздор, сентиментализм, остатки вековечной потребности, садочка, ставочка, вышеньки. Ой, сказала мне не мати, та и приказывала, шоб я хлопцев до садочку не приваживала. Тут этого не услышишь. Ночь, опять идем, темно. Впереди идет какой-то автомобиль с прожектором, который часто останавливается, берет куда-то вбок, что-то ищет. Эти его похождения в темноте с этим бродящим лучом вызывают какое-то жуткое чувство. Что ему надо? Чего он бродит? Когда он останавливается, вся колонна останавливается, усталость уже очень большая. Как только станут, люди ложатся там, где стоят, прямо на дорогу. Я помещаю наших дам между двумя ротами, ставшими после переформирования, слава богу, взводами. Если нам трудно, то каково им? Но они держатся, ложатся на дорогу, как и мы, тотчас же засыпая. Я временами отыскиваю глазами белый полушубок ротмистр Че, боюсь, что он не встанет. Чудовище там впереди заревело, поводило своим страшным взглядом, и пошло. Встать, шагом марш! И все поднимаются, мальчики, женщины, дети. Каша! Обозы стоят, образовалась какая-то толпа. Она всего гуще у высокого, тонкого здания, которое неясным черным пальцем торчит в небе. Это водокачка, которая снабжает водой Одессу. Что такое происходит? Пролезаю между перепутавшимися вазами, переступая через спящих повалку людей. Я пробиваюсь к митингу, что около башни. Нет, это не митинг, это толпа, окружающая и жадно прислушивающаяся к совещанию генералов и полковников. Прижавшись к стенке башни при свете какого-то агарка, они рассматривают карту. Что произошло? Прислушившись, я понимаю следующее. Впереди деревня, где засели большевики, надо их выбить. Часть совещающихся за то, чтобы выбить, но генерал Васильев, командующий всей колонной, не решается. Кто-то возражает, по-видимому, после чего генерал Васильев впадает в обиду и хочет совершить отречение. Если я, быть может, не умею руководить или не угоден, то могу отказаться. Я прошу выбрать вместо меня начальника. Его убеждают, что наоборот, он очень хорош. Генерал Васильев, неустановленная личность. К такому поучительному разговору жадно прислушивается окружающая толпа. Обычная картина. Уступательные книгсыны там, где надо взять на себя ответственность и приказывать. Наконец, принимают решение. Двигаться куда-то без дорог, прямо через поля, по компасу, чтобы обойти деревню. Печальная мысль. Расходятся обозы, начинают распутываться и устремляются двумя параллельными колоннами в поля, покрытые снегом. Рассвет, привал. Ясно, что мы сбились с направления. Какие-то обещанные хутора, которые должны были быть недалеко от башни, словно заколдованные, шли всю ночь, никуда не пришли. Бесконечная белая степь, все из немогли. Наша семья собралась вместе, лежим на снегу. Нас тут восемь человек-родственников. Сильно устали. Мучает жажда, кроме голода. В виде лакомства преподносят друг другу кусочки чистого снега, лица очень осунулись. У ляли начинают становиться глаза страдающей газели. У него опять припадок малярии, хотя его и пичкают хиной. Но, в общем, держатся. Добрались до каких-то хуторов, домик. Боже, какая теснота! Не сесть, не стать, но хоть тепло. Среди этой бисовой тесноты нато мать Оли самоотверженно печет какие-то оладьи. Голодные люди смотрят на них жадными глазами и получают по мере того, как они зажариваются. Смрад дикий, но хоть малый отдых. Впрочем, не все отдыхают. Часть послали в сторожевое охранение, ибо где-то поблизости большевики. Иду в штаб к полковнику Стесселю. Он спит, совершенно выбившийся из сил. Я рад, что Раиса Васильевна Стессель приютила Олю. Она уютно примастилась где-то в уголочке. Кажется, ее тут немножко подкармливают. Удивительно, что дети выносят от нее взгоды легче, чем взрослые. За окном полупомешанный Исаул А. стреляет из револьвера Кур. Он сегодня расстрелял какого-то старика. За что, про что, неизвестно. Так, потому что азиатские руки чешутся убивать. Если есть, убивает стариков. Если нет, убивает Кур. Узнаю, что отдых будет короткий. Ночью опять пойдем. Опять ночь, опять поход. Как мы держимся? Идем уже двое суток. Еле что-то неуловимое. Двигаемся все-таки. Все та же картина. На остановках люди ложатся в снег и моментально засыпают. Холодно, но в этих суровых скитаниях проявляется характер. Твердо держатся несколько офицеров, на которых все это не производит влияния. Конечно, им холодно, и они устали. Но это не отражается на их расположении. Алеша Т. все так же жизнерадостен и так же мил. Я назначил его командиром роты. Его звонки молодой голос иногда приятно звучит в темноте. Владимир Германович непоколебим. Надо сказать, что он и был настоящей душой и создателем нашего отряда. Человек полной неукротимой энергии, он променял свою муниципальную деятельность на газетную и почти создал четыре газеты — «Голос Киева» и «Три России» — Екатеринодарскую, Одесскую и Курскую. Теперь же после сдачи Киева он променял перо на винтовку и вот, имея полсотни лет за плечами, бродит по дорогам. Но его не сломишь. Он все так же оптимистично настроен, он в восторге от нашего отряда. Действительно, эти мальчики хорошо держатся, ни жалоб, ни недовольства. Но Владимир Германович находит, что все к лучшему. Правда, все его немножко ругают, потому что хотят есть, а он обязан кормить, а кормить трудно. Ляля больше сгорвился и сильнее тянет свои дикадентские ноги. Но по-прежнему внезапно начинает хохотать без всякой причины и так заразительно, что все хохочет кругом. Алеша называет его за это «плюс к вам перфектум». Это потому, что он вспоминает вдруг что-то смешное, что случилось бог знает когда, и закатывается без всякого предупреждения. Я чувствую твердую опору в поручике Эл. Он самую малость сноб. В сущности говоря, ему гораздо более нравится следующее. Взять в ванну, сесть за стол, накрытый чистой скатертью, выпив кофе, он покурил бы и написал бы небольшую статью. Потом бы сел за рояль и сыграл вальс три с Цибелиуса. Грустный вальс французский. Но за неимением всего этого он сохраняет только неизменную любезность ко всем и ласковость к некоторым. И этим держится. Это защитный цвет своего рода, выработанный драпом. Кошмарическая корчма. Я не знаю, сколько сот людей в нее втиснулось. Часа два провели мы в ней, засыпая, сидя, стоя, кто как может. Состояние полубессознательное. Но после ледяного холода на дороге это блаженство. Курит до сумасшествия, дышать нечем. Тем скорее впадаешь в литургию. По привычке окидываешь взглядом, все ли тут, не пропал ли кто-нибудь, и погружаешься в небытие. Приказывают выйти, никто не двигается. Вторичные в третий раз приказывают, но ничего не помогает. Наконец угрожают, что все уже прошли и ушли, а босс уже черт знает где. Начинают выползать. Надо идти. Опять день, опять солнце, опять идем. Многие слабеют. Жена упорно держится, но я вижу, что приходит конец ее силам. Я отвожу ее в сторону, помогаю ей переобуть израненные ноги. Ужасно жалко смотреть, как она надевает эти мужские казенные башмаки, которые подарил ей какой-то из наших гимназистов. Переобувшись, она упрямится еще некоторое время и потом соглашается сделать то, что надо было сделать с самого начала. Я устраиваю ее на какую-то подводу. Снова идем. Бесконечная степь, бесконечный обоз. Когда же мы наконец остановимся? Надо хоть где-нибудь, хоть что-нибудь съесть и отдохнуть несколько часов. Но вот, кажется, какое-то село, немецкая колония. Обоз втянулся, по-видимому, здесь будет отдых. Я иду селом, разыскиваю своих, от которых отстал. Большое село, массивные немецкие дома с треугольными фасадами. Тут, наверное, масса белого хлеба и, наверное, можно что-нибудь сварить. И, наверное, наши отыскали уже хорошее теплое просторное помещение. Квартирьером послан поручик Эл, который немножко любит комфорт. Как знать, может быть, в какой-нибудь культурной немецкой семье отыщется и рояль. Тогда будет и вальс трист Сибелиуса. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Вот тебе и вальс Сибелиуса. Кто-то занимается по нас пулеметом вдоль улиц. Неужели большевики в конце села? Я не успел сообразить этого, как шрапнель разорвалась над домом, где поместился штаб. В ту же минуту высыпали оттуда и стали кричать, сзывать всех, кто под рукой. Я бросился через какие-то ворота в поле. Со мной несколько человек, в том числе Алеша. С других сторон тоже бежали люди. Сейчас же на огородах образовалась беспорядочная цепь. Это было нечто скифское. Все вопили, стреляли куда-то в пространство. Никаких организованных звеньев не было. Вообще ничего не было. Ни командиров, ни подчиненных. Все командовали. То есть все вопили и, в общем, стихийно двигались вперед. Кажется, нас обстреливали. Даже, наверное. Несколько пулеметов трещало. Но это не производило никакого впечатления. Бежали, останавливались, ложились, опять бежали. Наконец, отошли довольно далеко от деревни. Кто-то и к нам притащил пулемет. В это время я увидел Лялю. Он был правее меня, видимо, в большом одушевлении. Османлистская папаха, худой, сгорбленный, волочащий ей ноги. Скоро мы оказались рядом. Я почувствовал, что он в каком-то особом состоянии. На его лице, всегда немножко напоминавшем девочку, выражение какого-то забавного фанфаронства. В это время неприятельский пулемет нас нащупывает, все ложатся. Но Ляля набит традициями. Он торчит османлистской кривулькой во весь рост и думает, что это совершенно необходимо. Я приказываю ему лечь, что он исполняет с видом, если вам угодно, то пожалуйста. С нашей стороны беспорядочная стрельба не прекращается, но она достигает апогея, когда появляется большевистская кавалерия на горизонте. Некоторые теряют голову, престарелые полковники командуют прицел три тысячи по наступающей кавалерии и дают залпы на три тысячи шагов. По наступающей кавалерии, которая вовсе не наступает, по-моему, а движется шагом. Я понимаю, что это бессмыслица, у нас мало патронов, но ничего не могу сделать в этом дьявольском шуме. Голоса не хватает. Подзываю Алешу, приказываю ему взять командование над ближайшими, прекратить пальбу и сохранить патроны на случай действительной атаки кавалерии. Его металлический голос начинает звенеть в этом смысле. Кто-то протестует, возмущается, кричит, что кавалерия нас обходит. Обходящая кавалерия на самом деле оказывается нашей кавалерией. Она выезжает справа, имея, по-видимому, желание атаковать неприятельскую. Но почему-то это не происходит. В это время за нашими спинами начинают работать наши орудия. Неприятельская кавалерия явственно отходит, вытягивается гуськом на дороге вдоль фронта. Удачная шрапнель заставляет их прибавить ходу, они уходят в скач. Мы победили. В это время справа что-то происходит, там начинают кричать «Ура!» и потом эта «Ура» перекатывается по всем цепям, доходит до нас, мы тоже кричим «Ура!» и перебрасываем его следующим цепям влево. Затем приходит и объяснение. Начальник штаба объявил, что мы вошли в соприкосновение с войсками генерала Бредова. Хотя войска генерала Бредова были в это время не ближе ста верст, но все этому поверили. И так победа, но, Боже, как хочется есть! В это время появляется спаситель, поручик Элл, нагруженный белым, вкусным, чудным хлебом. И все это повторилось снова. Через два часа большевики опять напали на нас, и мы снова защищались. Те же цепи, те же крики, тот же беспорядок. Но на этот раз было хуже. Сильно крылья гранатами, сверкнет ярким желтым пламенем, а затем густой взрыв дыма. Граната имеет в себе что-то оперное. Так проваливается Мефистофель сквозь землю. Пулеметы хуже. Когда они начинают насвистывать в воздухе свой узор, тогда гораздо опаснее. Знаешь, что они могут сейчас же вычеркать кровавую надпись по земле, то есть по нас. Трещащую песню поет пулемет, и строчки кровавые пишет. Кто грамоту смерти нежданно прочтет, тот песню уж больше не слышит. Я накричал на Димку, чтобы он не поднимал головы, когда строчки кровавые пишут. Моя группа, то есть те, кто меня слушались, была налево от меня. На том конце был поручик Л, я помню его внимательное лицо, часто поворачивающееся ко мне. Он делал то же, что и я, и тогда я почувствовал, что ячейка взята в невод и повинуется. Рядом со мной был Димка. На него гранаты как будто производили впечатление своим шумом, но опасности пулеметов он не понимал. Он перебегал за мной, держа в руках мой карабин, от которого я рад был избавиться, терпеть не могу этих вещей в бою. За ним в штатском пальто и в барашковой шапке перебегала маленькая худенькая фигурка. Это отец Оли, мирный податной инспектор. Как странно, когда мы были мальчиками, мы были очень близки, затем долгие годы шли в розь, и вот пришлось на старости лет плечо плечо перебегать под гранатами. Дальше Владимир Германович тоже в штатском перебегает с винтовкой в руках, ложится и опять перебегает. Думали ли когда-нибудь мирные киевляне, избиравшие его городским гласным, что вместо мостовых и канализации он будет изучать преимущество гранат перед пулеметами. Перебегая мы сближались с цепями противника, впереди меня был домик, брошенная хижина. Я знал, что надо добраться туда, несколько перебежек и мы с Димкой под защитой, тут удобно, он заряжает мне карабин, а я из-за угла дома беру на мушку. Цепи сблизились шагов на 200, но чувствуется, что мы не сдадим. Я выпустил несколько обоим, когда они побежали. Мы с Кивски их преследовали, вопили, размахивали винтовками, они поспешно отходили по почерневшим полям, снег стаял в этот день. Штаб, совещание, дело плохо, противника отогнали, но патронов нет, пальба на 3000 шагов залпами сказалась, броневик России, на котором наше единственное орудие надо бросить, нет бензина, в сущности мы безоружны, идем вот уже несколько суток без отдыха, почти без пищи. Решено пробиваться еще раз в Румынию хотя бы силой. В значительной мере этот результат есть следствие роковой ошибки под водокачкой. Сколько мы потеряли времени и сил, шатаясь где-то по компасу без дорог. Быть может, если бы этого не было, мы бы успели уже пробиться. Но где же все наши? Иду искать. Уже ночь, улица невозможно черна, несколько раз натыкаясь на умирающую лошадь, тут же валяется она с утра, кричим в темноту, спрашиваем встречным. Хотя бы съесть что-нибудь, вот, кажется, свет в доме, зашли. Неужели покормят? Да, собираются дать что-то. Нашли своих, собрались с разных концов, но ляля нет. Алеша ранен, поручик Р убит. Еще несколько человек ранены в нашем отряде, остальные, слава богу, целы. Вообще же потери в этом бою насчитывают около четырехсот человек. Из штаба приходит приказание бросить все вещи. В маленькой хате битком набито. Кошмар, кто спит обессиленный до конца, кто хлебает какой-то чай. У кого есть, перерывают чемоданы, отыскивая, что можно взять в руки. У большинства ничего нет. Это гораздо спокойнее. Приходит полковник А и сообщает зловещую новость. Открыт какой-то заговор. Хотят убить полковника Стесселя и на его место поставить какого-то другого полковника. Выступит через полчаса. Но где Ляля? Захожу в каждую хату. Здесь юнкер такой-то. И всюду один ответ после некоторого молчания. Такого нет. И холодная рука тревоги сжимает сердце. Вышли. Очень темно. Спускаемся куда-то вниз, очевидно, к реке. Вдруг мысль. Да, мне сказали, что Алешу и других раненых вывезли. Но ведь это всегда говорят. А вывезли ли? Выскальзываю из дружеских рук, убеждающих, что вывезли, возвращаюсь, но очень устал. В темноте попадается верховой, прицепляюсь к его стремени. Он тащит меня в горку, что уже значительное облегчение. Ищу долго, безуспешно. Отчаивайся, опять надеясь, и окончательно прихожу в отчаянии. Не могу найти. В деревне как будто и нет никого. Очевидно, все ушли, ухожу и я. На душе так скверно, как только может быть. Ужасная ночь, силы на исходе. Слава Богу, удалось пристроить на подводу женщин, детей и ослабевших. Я еще иду. Я не особенно понимаю, как я это делаю. Все горы и горы. Я все иду по обочине дороги. Я ясно понимаю, что все меня обгоняют, но в конце концов я оказываюсь впереди всех. Почему? Они останавливаются, а я нет. Они лежат на снегу каждый раз, когда обоз встанет, а я боюсь лечь. Мне кажется, что я не встану. Минутами снег озаряется каким-то зеленоватым светом. Мне кажется, что всходит луна, но я скоро понимаю, что нет луны, а что это мгновениями я впадаю в забытье на ходу, и мне мерещится этот свет. Вот наконец голова обоза, перекресток, стали. Куда идти? Тут надо лечь. держащихся за крылья на козлых полковник в лохматой шапке. Кто-то говорит, это раненую сестру везут. А я слышу, как из глубины экипажа знакомый бас ругается. Куда вас черт несет, рессоры поломаете? Я понимаю, в чем дело. Это близкие к полковнику Стесселя офицеры охраняют его по случаю заговора, а он страшно зол на все это и потому ругается. Рассвет, какая-то деревня. Здесь краткий отдых, ищу, куда приткнуться со своими. Очень трудно, все переполнено. С величайшим трудом что-то нахожу и прячу полузамерзших в хату. На перекрестке сталкиваюсь вдруг с поручиком Эл. Я привез Алешу. Слава Богу, он таки нашел его. Когда он узнал, что я ушел тогда за Алешей, он пошел за мной. Меня он не нашел, но он нашел Алешу, которого я не мог разыскать. И все было так, как это бывает. Меня уверяли, что вывезли всех раненых. Этому никогда не надо верить. И Алешу не вывезли. Он лежал вместе с другими ранеными в какой-то хате на самом краю села. Вокруг них беспомощно метался врач. Все ушли. Что делать? Сами раненые не знали, что деревня оставлена. Три сестры, совершенно выбившиеся из сил, спали. Вот как было. Поручику Элу удалось вместе с врачом где-то добыть несколько подвод. Они ловили брошенных бродячих лошадей, запрягали, с величайшим трудом вывезли эту хату. Вывезли и Алешу. Вот он, подвода, на ней двое, Алеша и какой-то другой. Алеша желтый, стонет, другой не шевелится, неужели? Да, умер. Надо снять прежде всего этого незнакомого мертвеца. Похоронить? Но как? Нет, просто положим в садики, похоронят, может быть, добрые люди. Алеша, больно вам? Больно. Это вы? Спасибо, больно. Холодно, холодно. Надо внести его в хату, согреть и перевязать, и потом мы переложим его на рессорную площадку, у нас есть, а главное доктор, быть может, нужна операция немедленно. Разыскиваю доктора, спрашиваю, прошу. Да я рад все сделать, конечно, нужно операцию, и немедленно. У него контузия в спинной хребет, но главное сейчас не это, осколок в легком. Надо ударить немедленно, но инструменты, нет инструментов. Надо вынуть два ребра, как без инструментов, что я сделаю? Вот где ужас. Переносим Алешу, трудно. Ему все так больно, а мы ослабели до такой степени, что падаем и сами. Сквозь калитку так трудно пронести. Внесли хата полным-полна. Все так замерзли и устали. Куда его положить, беднягу? На скамейку? Ах, больно, пожалуйста, не надо, на пол лучше. Василий Витальевич, спасибо. Вам тяжело, не беспокойтесь. Ах, больно. Так, да, хорошо, спасибо. Перевязывают, кругом стеснились. Маленькие хозяйские дети смотрят со страхом и любопытством. Сестра делает свое дело внимательно, несмотря на предел утомления. Сделано. Чаю теперь хоть полстакана выпил, ему легче немножко. Согрелся и перестал стонать. Благодарит. Да, он все такой же. Лицо у него желтое, он очень плох, но благодарит. Все так же внимателен и ласково тверд, как раньше, как всегда, как тогда в походе. Как часто он вел меня, когда по старчеству своему я изнемогал. Он не такой, как почти все. Это у него не внешне, а в крови. Вот он умирает и все тот же. Он значит настоящий такой, это его настоящая природа. Он никогда себе не изменит, никогда, да и когда уже, уже некогда. кругом стоят, сидят, лежат, как все страшно устали, засыпают сейчас же, хоть на мгновение. Почему я держусь? Не знаю. Что-то меня держит изнутри. Но где же ляля убит, где-то брошен раненый, как Алеша. Мать плачет тихонько, засыпает, опять плачет. Нет, я не верю. найдется. Но надо двигаться, бедный Алеша. Опять его надо мучить. Переносим уложили на площадку, укрыли тепло. Здесь все же будет ему легче. Спасибо, Василий Витальевич, спасибо, Вовка. Неужели нельзя его спасти? Лицо все так же красиво и выразительны правильные губы. Брови только свелись над закрытыми глазами. Но это желтизна, восковое лицо. Нет инструментов. Из-за этого надо, чтобы он умер. Ляля! «Да, это был он, худой, сгорбленный, декадентская кривулька, больше, чем когда-либо, но все с той же заражающей детской улыбкой. Где ж ты был, глупый, отчего не нашел меня? Дайте ему что-нибудь. Ел, ел, ах, очень интересно, знаешь, полковник Энн симпатичнейший человек, и кроме того, он мой личный друг. «Уже?» «Говори по порядку». Рассказывает. Он был вместе с Алешей сначала, там было тяжело. Когда Алешу ранили гранаты, он бросился к нему, сначала думал, что убило, лицо было в крови, он был в беспамятстве, потом пришел в себя. И он, когда пришел в себя, увидел меня, сказал «Ляля, передайте Василию Витальевичу, что я умираю за Россию», и потом дал мне портрет один. Еще сказал, чтобы я передал и чтобы, словом, он завещал мне, нам. Это боевое завещание, правда? Да, это было боевое завещание. Это завещание в жизни больше мистического, чем думают. Но это потом. Ляля рассказывает дальше. Потом я его относил. Куда? В деревню. Я очень беспокоился, где ты и Дима. Но нельзя было искать, я опять вернулся. Куда? В цепь. Но уже никого не было из наших. Я попал в союз возрождения, там был один полковник, очень симпатичный, он мой личный друг. Где же вы были? Там, в этой другой деревне. Мы их далеко загнали. Наконец, ночь уже, знаешь, я там заснул очень хорошо, два часа и поел. Они были в том конце деревни, а мы в этом. Когда же вы вышли? Мы поздно, позже всех, только что пришли. Я так боялся, где ты. И так он жив, Ляля, на этот раз. Но в следующий. Есть хочется до нетерпимости. Отчего ничего нельзя достать? Денег не берут. Мы с Владимиром Германовичем шарим по избам и, наконец, находим несколько фунтов кукурузной муки. Баба уступает ее за чашку какую-то, что нашлась у меня, насыпаем в ладошку, и такая понюшка уже блаженства. В сущности, говоря, человек может есть удивительно мало, и все же днем легче. И опять идем, бесконечно идем, даже непонятно, откуда берутся силы. Ведь вот ночью я шел почти в полубессознательном состоянии, а сейчас иду почти бодрый. Впрочем, так много значит, что Алешу не бросили, и Ляля нашелся. Плавнее. Что такое плавнее? Это вот что. Очень много камыша, лозы, и достаточно старых верб. Между этими растениями большие лужайки из льда. На этих лужайках мы. Кто это мы? Собственно говоря, это движется колонна под командой генерала Васильева. У него помощник еще какой-то генерал. Генералу Васильеву подчинены наш отряд, то есть полковника Стесселя. Союз возрождения, еще что-то. Отряд Стесселя состоит из превращенных в роты отрядов полковника Н, полковника Л, полковника А, то есть моего гвардейских сапера и еще чего-то. А в общем одни обозы. В этих плавнях мы чего-то ждем. Ждем долго. Развлечение состоит в том, что вода временами проступает сквозь лед и делает озера. Тогда приходится перебираться поближе к вербам. Алеша лежит тихо, но лицо его сильно пожелтело и становится восковым. Неужели он умрет? Я иногда подхожу и говорю с ним несколько слов. Он отвечает как всегда, то есть совсем не как всегда, потому что он умирает. Но я ясно чувствую, что его сущность, душа его та же. приходит приказание бросить все подводы. Мы готовы ко всему, но как же быть с Алешей? Я приказываю делать носилки. От нашей платформы отпиливают оглобли и делают носилки из брезента. И это была ошибка. Конечно, надо исполнять приказание, но иногда, когда поторопишься, двинулись тропиночками сквозь камыши, выходит на Днестр. Алешу несут на носилках и выбиваются из сил. Зачем я приказал отпилить эти оглобли? Это приказание бросить подводы было исполнено немногими, обозы движутся и, хотя с трудом, соскальзывают по обрывистым берегам на лед реки. Итак, мы в Румынии, то есть в Бессарабии, перешли лед беспрепятственно. Румынской охраны нет, или она ушла. Все какие-то сады совершенно пустынные, в садах летние брошенные шалаши, движемся, вышли на какую-то лужайку. Что такое? Неужели по нас? Да, по-видимому, пулеметы высвистывают мелодии над нашими головами, и пули начинают цокать в землю. Укрываемся в ложбине. Удивительно, что дамы совсем не боятся. Очевидно, эти румыны таким способом заявляют нам не ходить и дальше. Мы не идем. Люди разбились по садам, пережидают, обозы тоже где-то стали. Я иду на разведку, то есть по дороге, которая, по-видимому, идет в деревню, а деревня, это очевидно, у подножия этих обрывистых гор, с которых нас и поливают из пулеметов. Меня нагоняет экипаж полковника Стесселя. Он приглашает меня сесть. Раиса Васильевна говорит мне несколько любезных слов. Мы едем для переговоров с румынами. Домик в деревне. Румынские офицеры с одной стороны, с другой генерал Васильев, Стесселя и еще кто-то. Генерал Васильев говорит переводчику. Скажите им, что мы совершенно замерзли и умираем от голода, что мы безоружны, потому что у нас нет патронов, что мы просим оказать нам приют, ибо мы погибаем, и что я заявляю им, что если мы не будем приняты, то мне ничего больше не остается, как застрелиться тут же. Румынские офицеры что-то отвечают. Это продолжается долго. Мы говорим жалкие слова, румыны отказывают, но в конце концов как будто соглашаются на то, чтобы мы заняли нижнюю часть деревни до утра. Иду к своим. Уже в совершенной темноте привожу их в деревню. Отыскиваем какие-то хатки. Крохотная молдавская хатка, человек тридцать. Умирающего Алешу устроили как могли, остальные в повалку. Почти все спят. Но хозяева готовят у круглого низенького столика мамалыгу для нас. Когда это готово, я бужу всех, кого могу разбудить. Лялю и Димку добудился. Хочу поднять Олю, спит так глубоко, что нет возможности. Я подымаю ее за руки, ставлю в вертикальное положение и трясу, что есть силы. Но бедная девочка не просыпается. Я выпускаю ее, и она бесчувственным телом сваливается на солому. Это сильнее всякого хлороформа. Ужинаем при Каганце мамалыга кислые огурцы. Сумасшедшая роскошь. Что сделать для Алеши? И чего нельзя сделать? Он умирает от того, что у него осколок гранаты в легких. Надо немедленно сделать операцию, причем придется вынимать два ребра, а эту операцию нельзя сделать, потому что нет инструментов. Завтра будем упрашивать румын отвезти его в соседнее местечко, где есть больница. Но доживет ли он до утра? Все уже спят, многих так и не добудились. Хозяева сбились все на кровать, там старуха, молодые женщины, дети. Весь пол густо-густо уложен телами. Алеша на скамье. Мы устроили его на подушках, как могли. Моя жена легла около него на полу. она спит чутко, чутко, чтобы помочь. Хата чуть освещена каганцом. Я укладываюсь рядом с сыновьями, усталость сильнее всего, засыпаю, проваливаюсь в пропасть. Но ненадолго Алеша стонет и просит воздуха. В хате действительно душно так, что и здоровым нечем дышать. Я говорю, чтобы отворили дверь. Струя свежего воздуха входит в эту доль земную. Ах, хорошо, хорошо, так вот, спасибо, хорошо. Но и здесь, даже здесь неизбежна разность интересов. Умирающему Алеше нужна эта струя кислорода, а живым, и в особенности тем, что около дверей она, эта струя холодна, мучительна и опасна, они ропщут. Они тоже правы, я лавирую между ними. Когда Алеша начинает просить и задыхаться, я приказываю отворить дверь, и он тогда говорит порывисто, убежденно, благодарно, ах, хорошо, хорошо, спасибо. Через несколько минут я тихонечко передаю, чтобы дверь затворили. Наконец один раз открыто заворчали. Я рассердился и повторил, чтобы открыли. Тогда откуда-то из груда лежащих раздался голос, что ж, Василий Витальевич, ведь он уходит, а мы остаемся. Жестокие слова. К счастью, Алеша их не слышит, он минутами забывается. Я сказал жене, чтобы она перешла на мое место и лег около Алеши. Он иногда просит воды, чаще воздух, иногда я перекладываю его. Спасибо, Василий Витальевич, спасибо. Ах, больно, больно, вот так. Да, так, спасибо. Вам тяжело? Не беспокойтесь. Да, да, спасибо. Минутами он забывается, но остальное время в сознании. Мне надо операцию, операцию, я знаю, надо сделать. Сделаем. Вот только придет утро, сейчас отвезем вас Алешу в соседнюю деревню, там есть больницы, хирурги. Разрешат? Румыны, разрешат? Конечно, разрешат, они уже говорили. Вдруг он делает такое движение, что я понимаю, он хочет мне сказать так, чтобы никто не слышал. Василий Витальевич, правду, скажите, только правду. Я ранен в спину, в позвоночник, если я буду коллегой, не буду ходить, не хочу жить, не хочу, дайте мне револьвер, умоляю вас, я знаю, что вы мне скажете правду, я вам верю только правду. Бедняжка, я знаю, о чем он думает. Слушайте, Алеша, я вам скажу как есть, если бы вы были ранены в позвоночник, это было бы так, но вы не ранены, вы контужены, от этого вылечивается почти всегда электричеством, это в этих случаях удивительно действует, это пустяки, об этом не думайте, это обойдется. Ну, хорошо, спасибо, только душно мне, кислородом мне, Василий Витальевич, подушку бы, если бы с кислородом подушку. Я чувствую, как сквозь эту мертвящую усталость, которая туманом покрыла всю мою восприимчивость, все-таки пробивается какое-то отчаяние, господи, ну, как ему помочь? Он затихает, кажется, уснул. Слава Богу, меньше страданий. Я тоже не могу, прилягу. Я заснул, может быть, на несколько минут, и вдруг проснулся, сразу, вскочил. Прямо против меня на кровати сидела старуха, она кивала мне и рукой указывала на Алешу. Он умирал, началась агония. Он хрипел, кто-то проснулся, что-то сказал, старуха замокала на него руками, чтобы было тихо. Я стоял на коленях около Алеши, это было недолго, несколько минут, и он затих. Я закрыл ему глаза. Потом прочитал молитву, какую и вспомнил. Все спали, только старуха сидела на кровати и смотрела на нас. Окончив молитву, я тотчас же заснул. Я ему больше был не нужен. Я спал крепко до самого утра. Так умер Алеша. Он был белый. ровно в восемь часов утра румыны начали обстреливать деревню из пулеметов. Это чтобы мы ушли. Пули цокали по заборам и стенам. Я приказал пойти за водой и больше не выходить из хаты, а сам пошел в штаб. Штаб помещался в домике, выходившем в большой пусты. На улице никого не было, попрятались. Но у конца улицы под забором залегло много нашего народа. Я спросил, что это такое, мне объяснили, что это вновь сформировавшийся отряд какого-то полковника. Этот самый полковник хотел запретить идти мне через пустырь. Румыны, мол, обстреливают нарочно, кто показывается. На нас навлечете. Удивительно, почему во всех самых трагических случаях жизни бывают такие глупости. Но какое же решение вопроса лежать под забором, в то время, как румыны стреляют именно для того, чтобы мы ушли. Я объяснил ему, что иду в штаб по приказанию полковника Стесселя. Он отстал. Никто, конечно, меня не обстреливал нарочно, стреляли вообще по деревне, были уже ранены и убиты. Надо было принять решение. У Стесселя были все начальники частей. Накануне еще мы собирались у него и потому-то хорошенько не помню почему, выбрали его своим начальником. Нет, вспомнил, вот почему. Общий начальник генерал Васильев был задержан румынами, и тогда отряды Союза Возрождения, полковника Стесселя и другие, решили действовать отдельно, каждый на свой страх и риск. Тут-то Стессель захотел проверить свои полномочия. Стессель приказал бросить все здесь, больных, раненых, стариков, по возможности женщин, все обозы и выйти с одними винтовками только тем, кто готов на все. Собраться к десяти часам к штабу. В десять часов румыны обещали начать артиллерийский обстрел, если мы не уйдем. Стессель послал им письмо, что мы уйдем в десять. С этим я вернулся к своим. Обстрел из пулеметов временно прекратился, Алеша уже лежал в садике под плетнем, в хате пили чай. В это время подбежали румынские солдаты. Они врывались в хат и кричали «Гайда, напой!» Это значило «вон, назад». Они требовали, чтобы все выходили из хат и уходили. Тут наступило самое тяжелое. Жена, Ната, Оля, эти не могли больше идти. Я знал, что им нужен отдых, во что бы то ни стало. И потом, куда мы идем? Если мы и пробьемся, то ведь только самые железные, остальные погибнут в дороге, это неминуемо. Их надо оставить здесь. Неужели же эти румыны выгонят женщин и детей? Я стараюсь объяснить румынскому сержанту, что мы уйдем, но что домны, дамы, должны остаться. Он понимает меня, но и слышать не хочет. Все, все, гайда, напой! Несчастные женщины выходят тоже на улицу. Не понимая ужаса будущего, они рады не расставаться. Румыны бегут дальше по хатам выгонять. Но к нам набегает новая партия, я опять к ним. Домны должны остаться. Этот соглашается, но торопит нас мужчин. И под этими непрерывными выгоняющими криками мы прощаемся, делим деньги, последние наставления. Пробивайтесь в Сербию, я буду искать вас в Белграде. Гайда, напой! кричат румыны. Да подождите, проклятый! Как быть с Димой? Я беру его в сторону. Димка, останься с мамой. Она одна. Я вижу его огорченное побледневшее лицо. Тебя глупости, выкрутимся, Ляля, со мной, ты с мамой, ну, прощай. Гайда, напой! Конечно. Ушли. Мы выступили из деревни. В руках вели какого-то вала, провианты, и были очень довольны. Эта деревня, из которой мы уходили, называлась Раскайцы. Перешли Днестр, опять плавняя остановка и долгая. Что-то здесь происходит. Почему так уменьшилась наша рота? Где кадеты, которые к нам присоединили? Мне сообщают, как будто какие-то большевистские делегаты бродят кругом. Я приказываю выставить посты? Ничего не могу понять. Многих нет. Неужели? Возможно. В той стороне, откуда можно их ждать, стоит Ляля на посту. Я не теряю его из глаз, а он меня. Приказание двигаться. Выходим из перелеска из зарослей на какие-то заледеневшие пустыри. Тут можно определить, что мы такое. Все-таки нас порядочно, человек шестьсот. Обозов действительно никаких. Есть только экипаж полковника Стесселя, несколько конных. У нас есть какая-то несчастная кляча, которую бородатый фельдфебель ведет в руках. Меня беспокоит Филя. Он от голода съел какую-то мерзлую луковицу, которую он нашел на дороге. Теперь он жалуется. У него нехорошее лицо посерело, и морщины резко легли вокруг рта. На остановках он лежит на снегу, скорчившись. Что делать, если он не сможет идти? Я подзываю бородатого фельдфебеля с клячей, подсаживаю Филю на клячу без седла. Он обхватывает ее шею руками, голову кладет на гриву, ноги в городских ботинках и гетрах беспомощно болтаются. Так его везут. Ляли держится хорошо. Сегодня у него не малярийный день, сегодня меня ломает. Мы с ним на переменку, но у меня легче, и я чувствую, что я переупрямлю ее при помощи свежего воздуха, голода, бессонницы и переходов. Это был сад, занесенный снегом, как полагается в Бессарабии. Отряд полковника Стесселя как-то сбился в кучу, где-то за деревьями что-то происходит, какие-то крики, но выстрелов не слышно. Никто ничего хорошенько не понимает, но идут разговоры о том, что кто-то у кого-то взял пулемет. Я чувствую, что-то делается непонятное, но не могу определить, что. Ясно, что это связано с большевиками, но отчего нет боя, отчего мы остановились. Мои сталпливаются поближе ко мне, поглядывают на меня, а я поглядываю на Стесселя, что все это значит. Вдруг на лужайке появляются два всадника, они приближаются, направляясь прямо к нам. Они без оружия, подъехав, они останавливаются и глазами кого-то ищут. Где тут полковник Стесселев? Стессель ответил своим характерным басом, чуть хриплым, как будто садышкой. Это я? Что вам? Это были и по виду как будто унтер-офицеры, но без погон. Один из них начал так. Ну что ж, товарищ полковник, надо кончать. Зачем вы против нас цепи выслали? Так что вы в таком положении, что мы с вами драться не желаем. Да кто вы такие? Мы те самые, с которыми вы позавчера бой вели, дивизии товарища Котовского. Товарищ Котовский нас прислал, чтобы, значит, кончать. Котовский Григорий Иванович 1881-1925 легендарный герой гражданской войны, командир кавалерийской бригады, прославившийся в 400-километровом походе от Днестрада Житомира в 1919 году, в боях при освобождении Террасполя и разгроме Петлюровцев в 1920 году. Тут он повернулся ко всем нам, к толпе. Если которые господа офицеры опасаются, что им что будет, то пусть не опасаются. Потому товарищ Котовский не приказал, и вещи отбирать тоже не будут. И ежели при господах офицерах, которые дамочки есть, то тоже пусть не опасаются, ничего им не будет. Приказал товарищ Котовский сказать, чтоб все до нас шли, чтоб не опасались. В это время кто-то из толпы, кажется, единственная сестра милосердия, которая была с нами, спросила, да кто вы такие? Мы? Мы большевики. Так как же, если вы большевики? Как же вы обещаете то, другое? А вчера кто убивал, кто резал, кто отнимал? Мы? Нет, мы не обижали. Как не обижали? Вы же коммунисты. Какие мы коммунисты? Мы большевики, а не коммунисты. Мы с коммунистами сами борьбу ведем. Вот, к примеру, сказать, господа офицеры, разве среди вас все хорошие люди? Есть, которые хорошие, а есть сами знаете. Так и у нас коммунисты. Сволочь коммунисты. Мы большевики, а не коммунисты, довольно распространенное непонимание соотношений понятий большевизма и коммунизма у представителей мелкобуржуазных слоев, участвовавших в борьбе за советскую власть в годы гражданской войны. В нашей толпе произошло заметное волнение. Эти слова произвели впечатление. Делегаты Котовского очевидно это поняли. Вот, господа офицеры, тут наш штаб недалеко, и ваш полковник Мамонтов там, вчера его взяли. Кто к нам, пожалуйста, всем хорошо будет. Кто хочет к нам на службу, принимаем, а кто не хочет, так себе пусть идет домой. А не желаете, ну, тогда драться будем. Полковник Стессель очевидно в эту минуту принял решение. Вот что, вы себе поезжайте, а мы поговорим, неудобно нам при вас. А что решим, сообщим вам. Те сейчас же согласились. Пожалуйста, пожалуйста. И поехали. Настала решительная минута, ко мне подошел поручик Эл и спросил деловым тоном, Василий Витальевич, уже пора стреляться? Я ответил, почти сейчас же, но помню, что в это мгновение я как-то сразу все взвесил, и вернее, взвесил только одно, именно, что большевики нас еще не окружили, что в одну сторону дорога еще свободна, и ответил, надо немного подождать. В это же мгновение ко мне подошел Владимир Германович. Мне кажется, что дальнейшее сопротивление бесполезно, сделано все возможное, дальнейшее бесплодно. Я ответил, с этой минуты я предоставляю каждому свободный выбор, сам же я буду держаться Стесселя до конца. Я подошел к Филе, сказал ему, что освобождая его от обязанности следовать за мной ввиду его болезни, советую сдаться и пробиваться в Одессу. Дал ему денег, мы простились. Он слез с лошади и сел на снег. В эту минуту Стессель своим хриплым, задыхающимся басом обратился к толпе. «Ну вот что, я к ним не пойду. Кто со мной, тот за мной!» И, повернувшись, он пошел по дороге в сторону от большевиков. Тут произошли быстрые сценки, которых передать нельзя. Очевидно, каждый колебнулся в душе. Полковник А что-то сказал нашему отряду не особенно определенное. Впрочем, это соответствовало моей инструкции предоставить всем свободу. Я пошел вслед за Стесселем. За мной пошли несколько человек нашего отряда, в том числе полковник А с сыном, поручик Л, мирный податной инспектор, друг моего детства. И ляля. Лужайка в лесу, мы сидим на снегу кружком. «Начинается майнридовщина», сказал кто-то. «Действительно, мы похожи на какую-то шайку охотников за черепами или искателей следов. Нас всего пятьдесят два человека, в том числе две дамы, Рейса Васильевна Стесси или та сестра милосердия, что разговаривала с большевиками. Это все, что осталось от отряда полковника Стесселя. Остальные сдались большевикам. Впрочем, есть еще две лошади. Полковник Стессель долго упрямился и не хотел бросать экипаж, но пришлось бросить, потому что переправа через Днестр была слишком крута. Лошади же в руках сползали по ледяному откосу и теперь служат нам под вьюками. полковник Стессель разрешил говорить только шепотом. Чуть темнеет, все мы голодны и у всех нас ничего нет. Кое-какие запасы есть только у самого полковника, его жена делит скудные запасы между всеми, на долю каждого выпадает кусочек сала и понемножку сахара. Хлеба нет, но и это уже кажется нам блаженством. Затем полковник Стессель шепчет своим задыхающимся голосом. Будем пробиваться. Еще лучше, что нас так мало. Маленьким отрядом легче пройдем. Но вот что. У меня есть деньги. Казенные. Что-то словом несколько миллионов. Я их больше не могу таскать. Экипаж пришлось бросить, поэтому сейчас разделю их между вами поровну. Началась дележка. долго мы считали. В конце концов вышло сто сорок слишком тысяч на человека колокольчиками. Кончили, встали, пошли. Начиналась Майнридовщина. Ночь. Идем лесом, гуськом, след в след, стараясь не шуметь, молча. Кажется, это называется ходить волчьей тропой. Действительно, наша жизнь становится звериной. Сколько мы будем так бродить, не смея никуда прибиться? Куда деться? По ту сторону Днестра. Большевики, поэту, румыны. План полковника Стесселя, очевидно, скользить между теми и другими, пользуясь плавними, зарослями и лесами вдоль Днестра. Но ведь есть-то надо. И отогреваться от времени до времени тоже надо. Иди еще можно, но спать в лесу на снегу не выдержу. Мороз уже больше девяти градусов, вероятно. Неожиданно в лесу в полной темноте натыкаемся на кого-то. Оказывается, генерал Васильев. Каким образом он пошел сюда, невозможно понять. Он совершенно истощен. У кого-то еще находится, по счастью, кусок сала. Впрочем, не все ли равно? Дни этого человека уже были сочтены. Трудный поход. Поминутно приходится перебираться с одного берега на другой. Берега обрывистые, крутые и обледенелые. На этих переправах скоро бросаем лошадей. Невозможно втащить их на ледяную крутизну. Они остаются на льду. Последние вьюки бросают. Но ординарцы полковника Стесселя навьючивают на себя два узла. У остальных ровно ничего, кроме винтовок. Впрочем, у меня, слава богу, и винтовки нет. Обхожусь револьвером. Нет, положительно изнемогаем. Как трудно идти ночью через все эти проклятые переправы, канавы, овраги, сады, заборы. Проваливаешься, скользишь, падаешь, снова подымаешься, чтобы снова провалиться. мы шесть человек держимся рядышком, цепочкой. Тетке легче, уютней, когда около тебя свои. Ох, эти переправы через Днестр, когда не кончатся. Рейса Васильевна упала и расшибла висок. Это становится, в общем, непереносимо. Надо бы, чтобы ты не стала куда-нибудь зайти, погреться, отдохнуть. Нет же просто сил. Сейчас мы на большевистском берегу. Что это такое, домик? Кажется, пустой, надо зайти. Решаемся, втягиваемся. Но не успел я еще войти, стоял в сенях, набитых людьми, как около дома что-то произошло. Я смутно почувствовал, что нас окружают. Бросился из сеней на двор. Действительно, это были какие-то люди с винтовками. Они кричали своим «Товарищи! В цепь!» Нам было категорически запрещено полковникам Стесселем пускать в ход оружие, но все же кто-то выстрелил из револьвера. В то же мгновение все наши высыпали из хаты и раздалось приказание «К реке на тот берег!» Мы стали поспешно драпать по глубокому снегу. Товарищей было, очевидно, немного, они нас не преследовали. Впрочем, раздалось несколько выстрелов. Перебежав реку, мы опять очтились на румынском берегу. Здесь мы ждали долго, потому что нескольких человек не хватало. Из них кое-кто пришел, но не все. В том числе не пришел генерал Васильев. Позднее я узнал, что он не миновал своей судьбы и застрелился, как обещал тогда румынам. Его труп нашли на льду румыны, откуда это и стало известно. Нечего делать, надо устроить спальню в лесу на снегу. Отдохнуть необходимо во что бы то ни стало хоть два-три часа. Полковник Стессель приказывает сделать привал. Холодно, невозможно. Мы думаем над тем, как улечься, решаем улечься вчетвером, пробуем так, снять две шинели, постелить на снег, улечься всем четырем рядом, крепко прижавшись друг к другу, накрыться двумя остальными шинелями. Улеглись, задремали, но через короткое время кончилось счастье. Нет возможности. Средние еще кое-как, но крайние замерзают. Вскакиваем, ходим, запускаем бег на месте, потом опять укладываемся, уже каждый одетый в свое, но опять прижавшись друг к другу. Задремали. Нет возможности. Определенно замерзнем. И так до рассвета. Что за пытка? Рассвет. Пошли. Осторожно пробираемся в румынском лесу. Вышли на какую-то полянку, за которой начинаются сады. Вот брошенный шалаш. Дождемся здесь солнца. Вот оно взошло. День ясный, красиво ложатся синие тени на снегу. Ах, если бы это солнце поскорее грело. Как это Ляля выдерживает своей несчастной английской шинель? Страдающая газель с каждым часом усиливается в его лице. Дегоденские ноги беспомощно смотрят внутрь. Османлистская шапка плотнее наехала на брови. Что за несчастная замерзающая кривулька? Но иногда он все-таки разражается хихиканьем. Ляля, что с тобой? Алеша, если бы был жив, сказал бы, ляля, плюс к вам перфектум. Бедный Алеша. Полковник Стессель все рассматривает карту. Тут где-то неподалеку должна быть деревня Толмазы в верстах в трех. Идти туда нельзя, румыны выгонят. Но если бы послать кого-нибудь в одиночном порядке за провизией... Кстати, среди нас оказывается офицер, который говорит по-румынски. Он называется у нас поручик-переводчик. Решаем так, добраться до первой дороги и послать поручика-переводчика в Толмазы, остальным ждать его возвращения в лесу. Ждем, ждем давно, но уже заполночь, слава богу, день яркий. На солнце стало тепло. Мы четверо держим бессменный караул на лужайке, где солнце особенно греет. Прислонившись к дереву, можно и подремать. Какое это счастье, в особенности для Ляли, у которого опять припадок малярии. Счастье еще усиливается, когда поручик Л приносит откуда-то полчашки снега, смешанного со спиртом. К тому же еще оказывается у кого-то кусочек сахара. О, блаженство! Когда солнце заходит, становится хуже. Мороз сразу забирает ход. Он метит подобраться к 15 градусам. Поручика-переводчика все еще нет. Темнеет, все холоднее. Что делать? Костра развести нельзя. Я иду поговорить со Стесселем. Поручика-переводчика не будет. Он или сбежал, или его захватили. Надо двигаться. Замерзли. Подождем до восьми вечера. Легко сказать. Я жалуюсь ему, что сын замерзает. Давайте его сюда. У Стесселя есть большая шуба. Он заворачивает Лялю в нее и укладывает его на снег. Из Ляля и шуба образуется соблазнительная подушка, которой немедленно пользуется человек 25. Теперь он не замерзнет. Мы бродим вокруг этого сосредоточия тел, жмущихся друг к другу. В полковнике Стесселе все-таки чувствуется центр и начальник. Удивительно, как держится эта сестра. Совсем не теряет бодрости и подкармливает нас кусочками сахара, который оказался у нее в сумке. Двое вестовых жадно грызут какие-то кости. На них ничего нет, на этих костях, но все-таки многие смотрят на вестовых с завистью. Мы пробуем с поручиком Л улечься вдвоем. Задремали, вскочили, замерзли. Нет, лучше попробовать там со всеми в общей куче. Я кладу голову на чью-то спину, кто-то, в свою очередь, наваливается на меня и к моему удовольствию накрывает мои ноги. Так легче, я засыпаю. Просыпаюсь от того, что Раиса Васильевна будет мужа. Пора, шепчет она ему тихонько, еще минуточку. Он, большой полковник, с хриплым басом в эту минуту совсем как ребенок. Что-то теплое и человеческое проходит где-то около сердца, несмотря на пятнадцать градусов мороза. Нечего делать, пошли, поручика-переводчика нет, сгинул куда-то. С ним потеряна и надежда на провизию. Голод мучает, но надо идти, а то замерзнем. Куда идти? Стесель решает обойти лесом Толмазы, в которых он предчувствует румынскую стражу, и добраться до другой деревни, верстах в пике от Толмаз. Но как же мы будем держать направление ночью в лесу? По компасу. Вот полковник пойдет вперед. А вы, пожалуйста, еще возьмите кого-нибудь и будете цепочкой между ними и остальной колонной. Мы будем идти немножко сзади, потому что передовым надо прислушиваться. Пошли. Теперь я знаю, что значит ходить по компасу ночью в лесу да еще зимой. Первая беда, что темно, этого самого компаса не видишь. Вторая беда, что держать прямое направление через чащу, кусты, овраги, упавшие деревья, болота и реки совершенно невозможно. Третья беда, что постоянно проваливаешься в снег. А четвертая беда в том, что полковник генерального штаба думает, что ведет нас по компасу, а я думаю, что, наверное, мы крутим на одном месте. Как бы то ни было, мы идем. Бесконечно идем. Бог его знает, что нас еще держит. Мороз все усиливается, но мы становимся какими-то нерассуждающе обреченными. Идем и больше ничего. И вот кончается лес и начинается серия полузамерзших болот и речек. Кружим тут без конца. Двадцать раз переходим по тонкому льду, готовому ежеминутно провалиться. В других местах бесконечно обходим колено ручьев, незамерзших, отыскивая переправу. Какой тут компас? Волчок, а не компас. И вот еще какая-то речка. Я долго ищу более или менее надежного льда, но вот нашел, прошел, за мной прошел Ляля, потом мой податной инспектор, за ним на лед входит поручик Эл, но в эту минуту его нагоняет полковник Стессель, спеша почему-то к голове колонны, с ним его жена. И в то же мгновение все трое проваливаются по пояс. Через несколько минут мы находим какой-то шалаш, где супруги переодеваются. Благодаря Богу у них что-то нашлось сухое, но у поручика Эл сухого нет. Пятнадцать градусов мороза, это грозит совсем скверной историей. Я настаиваю, чтобы бросить этот проклятый компас, выйти на дорогу и идти в первую попавшуюся деревню. Если румыны позволят нам остаться хоть до утра, мы все-таки на этом деле выиграем, потому что в противном случае мы определенно замерзнем. Стесель соглашается и скоро мы выбиваемся на дорогу. Хотя трудно сказать, что это, в общем, река или дорога, сплошь лед. Нет, кажется, дорога. Вот начинаются заборы, сады, хоть эти сады бесконечны, но все же будет какая-то деревня. Так и есть, несомненно, деревня близко. Стесель приказывает мне идти в разведку вчетвером. Мы идем под одной инспектор, поручик Эл, Ляли и я. Колонна остается на месте. Да, вот деревня. Пора, мы еле передвигаем ноги. Положительно, это последние силы. Вот какой-то глубокий овраг, через него мост. Мы тихонько пробираемся по мосту. Что такое? Крик, выстрел? Румыны, конечно, надо драпать. Мы драпаем, но как, боже мой, так как ходят калеки или глубокие старики. Ноги не отделяются от земли. За нами бегут, стреляют, нам не уйти. И при том, куда бежать? К своим? Но Стесель запретил наводить на колонну. Значит, что? Значит, надо сдаваться. Мы останавливаемся, и набежавшие румыны берут нас в плен, отбирают оружие и почему-то часы. Затем ведут через этот самый мост и вводят в какой-то домик, очевидно, караульное помещение. Горячий воздух совершенно опьяняет нас блаженством. Это надо испытать, чтобы понять. Тепло после стольких бесконечных часов замерзания имеет в себе что-то чарующее. К тому же выясняется, что можно купить хлеб за 10 рублей фунт царскими деньгами. Эти люди, в общем, весьма приличны. Когда мы поели, они предложили нам спать. На полу, конечно, но что-то постелили, сами улеглись на скамейках. Мы заснули свинцовым сном, сняв только обувь. Чистое блаженство, если бы только не... Не... Почему-то всегда, когда описываются великие вещи, вроде войны революции, забывают об этом. Ни у одного писателя вы этого не найдете. А между тем, вши. Это один из факторов мировой истории, о котором не следует умалчивать. Смейтесь, господа, смейтесь, но все же надо твердо себе навсегда заметить, что война и революция процессы вшивые. Странно, я проснулся и вижу все кругом знакомые лица. Вот полковник такой-то, там поручик такой-то. Как они сюда попали? Соображаю, что, очевидно, прибились ночью, когда мы спали. Может быть, пошли нас искать, а то просто не выдержали мороза. Постепенно просыпаются, приходит румынский офицер, мы начинаем с ним разговаривать по-французски, конечно. Он выражает нам какое-то сочувствие, я по просьбе остальных начинаю писать телеграмму румынскому генералу Коанда, с которым когда-то был знаком. Румынский генерал Коанда неустановленная личность. В телеграмме изложена просьба ходатайствовать перед властями о разрешении временно остаться в Румынии. Я не дописал телеграммы, потому что выяснилось, что ее не пошлют. Но где полковник Стессель? Оказывается, он лежит где-то неподалеку совершенно больной. Его жена полузамерзла. Последние прибившиеся сюда передали просьбу прислать под воду. Я встаю. К удивлению моему, мои ноги сравнительно благополучны, но другие гуляли скверно с ногами, сильно проморожены. То же самое с поручиком Мел. Румыны выпускают меня в соседнюю хату, где я нахожу поручика-переводчика, захваченного накануне. Тут же Одинец, киевский деятель. Он надеется, что его не выбросить отсюда, так как он бывший украинский министр. Попал он сюда вместе с отрядом Союза Возрождения, судьба которого была очевидна вроде нашей. Одинец, киевский деятель, украинский министр при Петлюре эмигрировал, был связан с Савенковым, участвовал в формировании ударных отрядов для переброски на советскую территорию. Из его слов я понимаю, что нас ждет. По-видимому, нас отправят обратно к большевикам. С этой веселой новостью возвращаюсь к своим. День чудный, солнце ярко светит, часов двенадцать, в караулке битком набито, жадно едят и пьют вино, которое крестьяне приносят в флягах военного образца, окажется, рублей двенадцать за флягу царскими деньгами. Умиляемся дешевизной. Входят румынские солдаты, офицеры и что-то такое говорят в том смысле, что нас отведут в Бендеры, где есть иностранный консул, к которому мы и можем обратиться. Это в ответ на усиленные жалобы и просьбы не отправлять к большевикам. Выстраивают на улице человек тридцать. Все те, кого могли поднять. Часть осталась лежать или слишком истомленные или сильно отмороженными ногами. Румынский караул окружает нас. Пошли. Какая же это была деревня? Оказывается, те самые толмазы, которые мы в течение нескольких часов обходили по компасу. Идем какими-то бесконечными садами, тропинками, протоптанными в снегу, на которых лежат синие тени от фруктовых деревьев. Куда нас ведут? Это что-то не похоже на дорогу на Бендер. Звезды Хатка без окон и дверей. Хотя солнце ярко светит, но в общем порядочный мороз. В хатке развели костер. Улялись сильнейший припадок малярии. Глаза, и так имеющие наклонность к стилю страдающей газели, стали совсем умирающими. Он лежит у костра. Я варю ему чай в жестяной кружке. Я набил ее снегом за неимением воды, надел на палку и держу над костром. Румынские солдаты, которые минутами производят впечатление разбойников, умиляются, узнав, что он мой сын. Они немножко как дети, эти румыны. Их воображение очевидно поражает, что вот отец и сын воюют вместе, что сын тяжело заболел. По их глазам я вижу, они думают, что он умрет, ляля. А ляля, как будто инстинктивно чувствуя, что из этого может произойти что-нибудь толковое, артистически закатывает глаза. Конечно, он сильно болен, но еще и притворяется на всякий случай. Этот всякий случай представился. Когда наступил вечер, румыны развернули свою настоящую природу. Они приступили к нам с требованием отдать или менять то, что у нас было, то есть попросту стали грабить. Сопротивляться было бесполезно. Один толстый полковник пробовал устроить скандал, вырвался, но его схватили, побили и отняли все, что хотели. Брали все, что можно. У одних взяли сапоги, дав лапки, у других взяли штаны, у третьих френчи, не говоря о всевозможных мелочах, как то часы, портсигары, кошельки, деньги, кроме колокольчиков. Разумеется, поснимали кольца с рук. Словом, произошел форменный грабеж. Вот тут-то и пригодилось ляли на закатывание глаз. Они настолько умилились нами двумя, что не позволяли друг другу нас трогать. Я отделался только тем, что с меня стащили обручальные кольца, хотели снять и третье кольцо, особенно вне дорогое, но когда я показал имеющееся на нем изображение Божией Матери, не взяли. Наступила темнота, тогда румыны вывели нас из хата и повели куда-то. Куда? Что это такое? Ясно, это Днестр. Весьма энергичными жестами они показали нам, что мы должны идти к себе в Россию, к себе в Россию, значит к большевикам. Делать было нечего, мы пошли, спустились с крутого берега, вступили на лед, чтобы мы не вздумали вернуться, очевидно, румыны пустили нам несколько выстрелов вслед. Не скажу, чтоб самочувствие наше было сладкое, вправо и влево от нас река, напротив ясно, что там может быть. Что делать? Мы пошли так просто прямо перед собой по льду, ни в каком порядке, а кто куда. Мне вдруг показалось, что идти так это самое нелепое из всего. Я позвал их и сказал им, что хотя мы и без оружия, но все-таки мы военные, и мы должны избрать кого-нибудь своим начальником, так как в этом случае у нас все-таки больше шансов на спасение, чем если каждый будет действовать в одиночку. Все согласились и, как бывает в таких случаях с инициаторами, заставили меня принять бразды правления. Я принял. И вот мы пошли гуськом, волчьей тропой вверх по Днестру. Я шел впереди. Я решил идти по реке до тех пор, пока можно. Я рассчитывал так, если появятся большевики, можно броситься на румынский берег, если румына на большевистский. На всякий случай я запретил кому бы то ни было, с кем бы то ни было разговаривать, сказав, что все переговоры буду вести я лично. Так мы и шли. Вдруг справа от нас берега, то есть с большевистского, кто-то спросил из темноты, а кудышце вы так идете? Я ответил, а куда ж нам идти? С одного боку румыны в нас после некоторой паузы из темноты донесся ответ, да не все же вас стреляют. Я понял, приказав колонии оставаться на месте, я подошел к человеку. Кто вы будете? Здешний хлебороб? Ваша хата далеко? Не тут, Нельзя ли к вам зайти погреться? Замерзли сильно? Да можно, только чтобы чего не было. А что? А вчера такие до меня зашли, так прибегли да раздели до рубашки. Кто? Да эти свои хлопцы. Дивизии Котовского? Не, не, Котовский хороший человек, Котовский не приказывает, чтобы раздевали. Ну, заходите ж до мене. Много вас? Человек тридцать. Ну, як-нибудь. Погрейтесь. Уютная, хотя маленькая хатка, мы набили ее до отказа, все втиснулись. Молодая хозяйка смотрит на нас с печки добрыми, сочувствующими глазами. Я говорю, итак, господа, вы ставите мне задачу довести вас до Котовского, чтобы вы могли сдаться ему. Это общее мнение всех? Все соизволяют единогласно. Хорошо. Я вас выведу к Котовскому, но предупреждаю, что лично для себя оставляю свободу действий. Ну, дорогой хозяин, как же нам пройти к Котовскому? Оказывается, это очень трудно. Котовский находится в Тирасполе, отсюда верст двадцать. Две серьезные опасности в пути. Во-первых, вот это ближайшее село, на окраине которого мы сейчас находимся. Здесь живет самый раздевальный народ, все они вооружены, если попасться к ним, пустят нагишом по морозу. Вторая опасность на большом шлиху, что ведет в Тирасполь, большое село Слободзея. Его непременно нужно обмянуть. Там такие разбойники живут, что никак не пройти. Всю ночь караул держат и грабят до нога. Я предложил ему проводить нас хоть часть пути, он колеблется, мы упрашиваем, у меня есть керенки, последняя выручка киевлянина, я предлагаю вознаграждение. Та иди же, треба людям допомогти, говорит молодица с печки. За тысячу керенок он соглашается. Отогрелись, надо идти, но вот еще одно дело крайне неприятное, надо снимать погоны. Недолго я их носил, но все же как-то ужасно неприятно их спарывать, ощущение полученной оплеухи. Какими-то таинственными садами останавливаясь, прислушиваясь, соблюдая величайшую осторожность, он ведет нас. Кранемся бесшумно. Эту деревню прошли благополучно. Вот степь, мы упрашиваем его немного проводить нас. Он немного идет, но наконец решительно останавливается. Куда ж теперь нам идти? Перед нами бесконечная степь, покрытая снегом, яркое звездное небо, сильный мороз. А вот я вам расскажу. Все, идите степом. Да куда же степом? А вот так, на эту звезду возьмите. Город будет трошки левее, а вы на эту звезду. Так, большак у вас всегда был с левой руки. Да как же так? Где же этот большак? И как же мне его не потерять? Вы так идите, чтоб собаки у вас завсегда брехали с левой руки. Близко к деревне не подходите. А самое главное, чтоб вам слободзею обмянуть. Це большое село, верст семь будет. Як не будете слышать собак, так левей берить. А як зайдете так, шо село близко, опять правей в степ, так и дить. От на цю звезду. А под самым городом выходить на большак, там же ничего. И пошли. Я во главе колонны, они все за мной гуськом, держа пока на звезду. Холодно. Дьявольски холодно. Все веду. Меняю звезды, потому что они движутся, и я делаю поправки. Кроме того, у кого-то оказывается компас. Все таки он дает возможность ориентироваться, хотя несколько. Это не то, что лес. Я помню приблизительно карту. Мы находимся на углу, образуемом большаком и железной дорогой. Если мы уклонимся на запад, мы рано или поздно наткнемся на большак. Если уклонимся на восток, попадем на линию железной дороги. И большак и колея ведут к терраспулю. А почему так холодно? Вероятно, градусов около пятнадцать. Поручик Эл определенно начинает замерзать. Леля идет как сам намбул. Мой податной инспектор ничего. Оказывается, неожиданная выносливость в этом тщедушном теле. Побаиваюсь за одного старого полковника, как бы не упал. Веду. Ох, эти яркие звезды, блестящие, лучистые. Это от них идет этот нестерпимый холод. Где-то я видел уже все это. Да, да, это было в Одессе. Мне приснились алмазы огромные, сверкающие. Это вот они и были. Пересекаю какие-то сады. Понять трудно, что это такое, но, по-видимому, это где-то в степи. Жилья нет. Впрочем, это что? Да, пустая, очевидно, летняя хатка без окон и дверей. Все равно надо зайти все-таки согреемся. Все равно до рассвета далеко. Нам невыгодно приходить в Тирасполь ночью. А тут все же хоть на полчаса избавишься от этой ледяной струи, которая незаметно, но неумолимо вымораживает душу, веет над степью. Ночной зефир струит эфир. Может ли быть еще холоднее? Чуточку отогрелись в хатке, ссоримся, конечно, по русскому обычаю. Одни хотели еще погреться, другие все время нервничали, уверяли, что мы губим себя и теряем время. Я не слушаю всех этих ламентаций и засыпаю на полчаса. Но надо идти, мороз стал еще резче. Веду. Нет, эти звезды положительно нестерпимы. Они становятся такими яркими и огромными, от них тянутся невероятные лучи, эти лучи неясным светом освещают снег вокруг меня. Отчего они светят только здесь какое-то сияние передо мной. Я просыпаюсь в канаве. Случай маловероятный, но факт. Я вел их во сне. Спал весь организм, кроме глаз. Глаза были гипнотически прикованы к этим звездам, и я вел их верно, но сознание остальной действительности исчезало. Я просыпался то в канаве, то в яме, то наткнувшись на что-нибудь. Что это такое? Брешут собаки слева? Да, брешут. Ну, слава Богу, значит, идем, верно. Верно, верно, а вот почему у меня выросла деревня впереди? Сначала не понимаю, а потом соображаю. Это должно быть поперечная улица этой самой Слободзеи. Значит, что? Значит, надо ее обмануть, взять прямо на восток, потом на север, потом на запад и снова подойти к большаку. Обхожу, увожу довольно далеко в сторону, чувствую, что колонна за мной начинает нервничать, с правой стороны меня нагоняет какой-то полковник. Куда вы нас ведете? Собак больше не слышно. Я поворачиваю на запад, через некоторое время собаки начинают заливаться, и смутные очертания села вырисовываются. Слышу слева от себя торопливые шаги, подбегает другой полковник. Что вы с нами сделали? Собаки под самым носом! Беру снова больше в степь быстрым шагом. Опять бежит кто-то. Слушайте, не у всех же такие длинные ноги, как у вас. Не бегите так. Замедляю шаг, бежит кто-то слева, четвертый полковник. Ради бога, идите скорее, мы замерзаем. С меня довольно. Я разозлился и какой-то резкостью прекратил балаган. Но, впрочем, в одном месте заснул ли я опять, глядя на звезды, или уже не помню отчего, но я увидел деревню перед собой только тогда, когда вспыхнул огонек трубки, которой, очевидно, кто-то курил. Положительно я плохой вожак по волчьей тропе. Но ведь как бы там ни было, но перед рассветом я их вывел на большак. Впереди была какая-то деревня, очевидно, последняя перед Тирасполем. В хатках уже светились огни, что называется, надосвитки. Мы теряли последние силы и буквально замерзали. Я решил, что бы с нами не случилось, зайти в эти хатки, так тепло зовущие огоньками. Была не была. Зашли и очень хорошо. Никто нас не тронул, было тепло, пили чай и подремывали до рассвета. Хозяева спрашивали, кто мы такие. Публика усиленно называла друг друга товарищей, что было нелепо, ибо мужики вовсе не такие глупые, как иногда кажутся. Наступил рассвет, я считал свою миссию оконченной. Господа, вот Тирасполь, задачу вами мне поставленную я выполнил. С этой минуты снимаю с себя образы правления и советую следующее. Разбиться на мелкие группы и в таком строю идти к Котовскому сдаваться, кто хочет. Прошу также от меня держаться подальше, ибо у меня с большевиками счеты особые. Я могу совершенно без нужды отягчить чью-нибудь участь. Так и сделали. У Котовского мы шли вчетвером, поручик Эл, мой податной инспектор, Ляли и я, шли по дороге, залитой солнцем. Даже нельзя себе представить, что было так невыносимо холодно ночью. Вот идет какая-то конная часть, очевидный эскадрон дивизии Котовского. Очень приличный внешний вид, хорошие лошади, седла, амуниция, все в порядке. Если бы они носили погон, это напоминало бы старую русскую армию. Мы бредем по дороге вдоль плетней. Вы кто такие? Это спрашивает офицер, не офицер, ну, словом, то, что у них заменяет офицера, товарищ командир. Мы пленные. Это тут так принято отвечать. Не в первый раз нас уже спрашивают. Эта дорога в Тирасполь очень напоминает мне что-то такое. Где это было? Да, это было в Галиции, когда мы брали в плен австрийцев. Они вот так шли по дорогам от одного этапного коменданта к другому. Никто их не трогал, шли себе, так и мы идем. И много таких же стаек, как наша. Так вы пленные полковника Стесселя? Да. Ну, так вам к коменданту в Тирасполь прямо. Вошли в предместе города. «Товарищи, будем меняться!» Это он ко мне обращается. В воротах стоял мальчишка, красноармеец. «Что менять?» «Вот, папаху менять!» Я стараюсь сообразить, что может из этого выйти. Пожалуй, моя офицерская папаха действительно мне сейчас без надобности. И в то же мгновение мелькнула мысль, вернее, план переодеться этим способом. Мальчишка как бы понял мои мысли. Он сказал, «Вам, товарищ, в вашем положении лучше меняться». Я согласился и выменял папаху. То, что он мне дал, было нечто с ног сшибательное, какая-то собачья шапка какой-то дикой формы. Моя внешность в товарищеском смысле от этого сразу выиграла. Мы пошли дальше. Теперь я уже сам посматривал, нельзя ли выменять и бекешу на какое-нибудь штатское пальто. Одновременно я стал соображать, что все же тут не обойдется без какого-нибудь обыска. Во всех воротах стояли товарищи и в воздухе пахло заставой. Мой податной инспектор был в штатском пальтишке. Я решил, чтобы он отделился от нас и шел вперед самостоятельно, взяв с собой все деньги. Его пропустят. Это было сделано вовремя. Действительно, к нам подошел патруль или что-то в этом роде. Во главе был молодой офицер, не офицер, словом, человек весь в кожаном. Но лицо у него было симпатичное. Я почувствовал, что надо взять инициативу и предупредил его вопрос. Товарищ, не хотите ли меняться на мою бекешу? Бекеша была у меня очень недурна. Он накинул меня взглядом и ответил, а вам, наверное, надо штатское пальто. У меня есть, вам подойдет, черное. Идите со мной. Мы пошли по улицам, день был теплый, солнце ласково грело. Не помню, как начался разговор, он сказал, как мы все довольны, что товарищ Котовский прекратил это безобразие. Какое безобразие? Расстрелы? Да, мы все этому рады. В бою это дело другое. Вот мы несколько дней назад с вами дрались, еще вы адъютанта Котовского убили. Ну, бой так бой. Ну, кончили, а расстреливать пленных это безобразие. Котовский хороший человек, очень хороший, и он строго настрого приказал, и грабить не разрешает, меняться это можно. У меня хорошее пальто, приличное. Не знаю, почему разговор скользнул на Петлюру, он был очень против него восстановлен. А отчего вы так против Петлюры? Да ведь он самостейник. А вы? Мы? Мы за единую неделимую. Я должен сказать, что у меня, выражаясь деликатно, глаза полезли на лоб. Три дня тому назад я с двумя сыновьями, с правой и левой руки, с друзьями и родственниками, скифски эпически дрался за единую неделимую именно с этой дивизии Котовского. И вот, оказывается, произошло легкое недоразумение, они тоже за единую неделимую. Мы подходим к караулке. Тут он, правда, пониженным голосом стал чистить коммунистов. К этому уже я был несколько подготовлен, я вспомнил тех двух делегатов Котовского на берегу Днестра, сволочь коммунисты. Этот говорил в том же роде. Я смотрел на него сбоку. Не нашли ты? Нет, он не был офицер, это красный командир большевистской формации. Мы вошли в караулку, как я и предвидел, без наступила решающая минута, когда дело дошло до паспортов, у меня их была целая куча. Я решил пойти напрямик, я сказал ему, товарищ, я скрываться не буду, вот мой настоящий паспорт, это подложный, а это совсем мне не нужный, случайный, а вот эти женские паспорта, их мне надо отдать, так вы этот заберите, ненужный, остальные мне отдайте. Я внимательно смотрел ему в лицо, когда он просматривал мой настоящий паспорт, Василий Витальевич Шульгин. Нет, он, по-видимому, не знал, ничего не слыхал обо мне. Проехала. Он сделал так, как я ему говорил, взял паспорт, который я объявил ненужным, а остальные отдал мне. Вещей у меня собственно никаких не было, несколько фотографий, впрочем, тут была одна маленькая подробность, которую я не знаю, стоит ли рассказать. У меня в круглой коробке от лепешек Вальда была целая коллекция иконок, подаренных мне в разное время. Он спросил, можно взять одну на память? Возьмите. Остальное он мне все вернул. Затем началась смена. Я обменял Бекешу на черное штатское пальто, не очень приличное, но возможное, самое подходящее к моему положению. Обменял Френч на нечто достаточно невозможное, уже не в порядке мены, а просто потому, что вам, товарищ, это не подходит и все равно дальше отберут, содрались меня кожаные хорошие краги. Их мне было жалко. В это же время происходила мена с поручиком Эл и с Лялий. Тут дело не обошлось без некоторых легких недоразумений. Поручик Эл отказался менять свое пальто, которое было, во-первых, штатское, во-вторых, теплое, а у товарищей из караулки разгорелись глаза, они стали примушивать. Чисто украинское слово от немецкого «мюшин». Тогда товарищ командир вступил с товарищей. Нельзя принуждать. Помните, приказано только по соглашению. У Лялий оказались колокольчики, которых он не успел передать. Их быстро разобрали в карты гулять. В общем, переодетые мы продолжали путь. Лялий, впрочем, плохо переоделся. Ему дали вместо его английской новой шинели рваную серую. Еще произошел маленький инцидент. У Лялий была золотая ложечка, которую ему счастье, почему он ею дорожил. Один из товарищей отобрал ее у него в караулке. Но не прошли мы ста шагов, как он нагнал нас. Возьмите ваш ложечку, товарищ. Не хочу. Все шло благополучно, но на каком-то перекрестке к нам прицепились субъекты мрачного вида. В лаптях, в шинелях с обтрепанными полами, худые, видимо, голодные. Они один из них мрачно смотрел на меня из-под лоби. А я вам говорю, товарищ, что у вас есть деньги. Почему? Потому что вы казначей кадетской партии. Почему он вообразил меня казначеем кадетской партии, вряд ли может объяснить даже Милюков. Но чем бы это кончилось неизвестно, если бы поручик Элл вдруг не впал в злость. Он стал кричать на них и показывать какие-то случайно оказавшиеся у него доисторические документы советского происхождения. Устрашенные не то печатью, не то его криками, они оставили нас в покое. Мы пошли дальше и вскоре встретились с податным инспектором, который благополучно пронес наши деньги сквозь все заставы. Грязный еврейский заезжий двор в предместе Тирасполя. Комнатка крохотная как каюта, кипит самовар, сравнительно тепло, сладкий чай, белый хлеб. Морозные испытания, в особенности эти ужасные звезды, начинают казаться только кошмаром. Неужели это было? Но живой свидетель этому совершенно израненные ноги с почерневшими ногтями и гноящимися пальцами. Кроме того, это ясно видно по психическому состоянию, в которое впали молодые Ляля и поручик Эл. Как странно, мы, двое старших, почти стариков, психически как-то меньше подались. Очевидно, все же наша впечатлительность значительно притуплена, а молодые, которые великолепно держались весь поход, попав в эти безопасные условия, впали в какое-то состояние не в себе. Ляля совсем отсутствует. Правда, у него не прекращаются припадки малярии. Я пичкую его хиной знаменитой ложечки, у него уже глаза не страдающие, полупомешанные газели. Поручик Эл, которого пора уже называть Вовкой, хотя бы уже потому, что в новом нашем положении он стал моим племянником, тоже слегка помешался. Такова реакция тепла, сытости и безопасности после всех испытаний. Впрочем, есть еще одно условие грязь и вши. Если бы помыться и надеть чистое белье, пожалуй, сомнамбулизм сразу прошел бы. Но где наши, где остальные? В Террасполе мы жили десять дней под чужими фамилиями. Старорежимные паспорта оказывались хорошими документами, пока мы ходили свободно по улицам, иногда встречая кое-кого из офицеров, участников нашего совместного похода. За это время мы присмотрелись к тому, что происходит в городе. Увы, пожалуй, сравнение, а его делали местные жители, было бы не в пользу белых. Судя по рассказам, наши части, которые стояли здесь раньше, произвели обычный для этой эпохи дебош, а дивизия Котовского никогда не обижала, это нужно засвидетельствовать, ни еврейского, ни христианского населения. Мы несколько раз ходили к коменданту, чтобы выяснить, что делается. У коменданта стояла, как полагается, бесконечная очередь в два хвоста. Хвосты вели к столику, где сидело два еврейчика. Субъекты эти записывали имена и фамилии солдат, а также куда они хотят ехать. Все это были наши солдаты, сдавшиеся в плен. Офицеров тут не было видно. Мы с Лялий охотно посиживали у коменданта, потому что там было тепло. Мы отслужили по Нехиду, по Алеше и по другим. Священник служил как-то особенно хорошо и удивительно приятно было в церкви. Церковь среди большевизма имеет какую-то особенную, непонятную в обычное время прелесть. Если бы от всей нашей земли ничего не осталось среди враждебного чужого моря, а остался бы только маленький островочек, на котором все по-старому, так вот это было бы то, что церковь среди Красного Царства. Да, они пока не обирали, не расстреливали, не грабили. Может быть, в такой дивизии Котовского гораздо больше близкого и родного, чем мы это думаем, но все это пока. Пока здесь работает что-то человеческое, вернее сказать, что-то общее всем нам, русским. Но ведь за этим стоит страшная изуверская сектантская сила, кровожадная, злобная, ненавидящая, которой, увы, подчинены все эти Котовские и близкие ему по духу. Кстати, о Котовском. Этот человек окружен легендой. Но вот, что мне удалось более или менее установить. Он родом из Бессарабии, кажется, получил какое-то среднеагрономическое образование. Будучи еще совсем молодым человеком, он убил. Убил человека, который оскорбил его сестру. Был сослан на каторгу, бежал, вернулся в Бессарабию под чужим именем, поступил управляющим к одной помещице. Образцово управляя имением, он вместе с тем производил самые дерзкие нападения и грабежи во всей округе, причем грабил только богатых, будто бы, и широко помогал бедным. Долгое время полиция никак не могла установить, что этот полулегендарный не то Дубровский, не то Робин Гуд и Котовский образцовый управляющий один и тот же человек. Но, наконец, его выследили, подробности его ареста рассказываются со всякими украшениями, словом, он был ранен, арестован, снова судим и снова сослан. Революция 1917 года освободила его, и он появился в Одессе. В городском театре в фойе одна из ограбленных им дам узнала его и упала в обморок. Он весьма галантно привел ее в чувство. Затем отправился на митинг, который шел в театре, и весьма шикарно продался аукциона в пользу чего-то, наверное, свободы, свои кандалы за пять тысяч рублей. Как он стал командиром дивизии, я не знаю, но могу сосвидетельствовать, что он содержал ее в строгости и благочестии, бывший каторжник. Он несла кималь и пенс. Позор тому, кто плохо об этом подумает. В особенности замечательно его отношение к нам пленным. Он не только категорически приказал не обижать пленных, но и заставил себя слушать. Не только в Террасполе, но и во всей округе рассказывали, что он собственноручно застрелил двух красноармейцев, которые ограбили наших больных офицеров и попались ему на глаза. Товарищ Котовский не приказал. Это было, можно сказать, лозунгом в районе Террасполя. Скольким это спасло жизнь. Надо отдать справедливости врагам. Я надеюсь, что если товарищ Котовский когда-нибудь попадет в наши руки, ему вспомнится не только зло им сделанное, но и добро. И за добро заплатят добром. Обедать мы ходили в одну столовую. Это куда-то в подвал, там были своды. На кровати лежала больная хозяйка, еще молодая, рыжевато растрепанная. Она кляла весь мир, как-то забавно, жалобно ругаясь последними словами. Большевики, меньшевики, черт, дьявол, чтобы они все подохли, проклятые, лазят тут. Что им надо? После этого начинались дальнейшие ламентации на ту тему, как было хорошо при старом режиме, когда ни большевики, ни меньшевики, ни черт, ни дьявол, не лазали, и все было прекрасно. Впрочем, кормила она нас хорошо и сравнительно довольно дешево. Цены в это время в Тирасполе были следующие. Бублик стоил полтинник фунт, фунт белого хлеба 10 рублей, чулки 100 рублей, сахарный песок 40 рублей, перочинный ножик 100 рублей, обед из двух блюд обходился нам в 60 рублей, стакан чаю в 3 рубля. Но все же оставаться долго в Тирасполе не представлялось возможным. Скрываться в маленьком городке трудно, пришлось думать о том, что с собой делать. Решено было пробраться тем или иным способом в Одессу. Для этого прежде всего нужен был пропуск. Вагон где-то на запасном пути, около дверей, как всюду и везде очередь, топчутся на морозе часами, жаждущие пропусков на выезд из Тирасполя. Впрочем, нашелся благодетель, один из товарищей красноармейцев роздал билетики, чтоб те, которые сегодня не достоялись, уже завтра не мерзли. Пришли завтра, наконец вызывают. Я был под фамилией... Но к чему имена? Номина одиоза сунт. Не будем называть имена латински. Если бы этой поговорки не выдумали римляне, то ее следовало бы изобрести в Савдепии. Купе. У столика сидит товарищ. При мне он отказывает какой-то еврейке в пропуске. Ну, думаю, если ей отказал, то что же нам? Еврейка ушла, товарищ вопросительно смотрит на меня. Прошу пропуск в Одессу. Обстоятельства следующие. Тут я ему рассказал целый роман о том, почему я пробивался в Румынию и как румыны меня выгнали. Он выслушал всю мою тираду, не прерывая, затем взял мой паспорт и стал меня экзаменовать. Элементарный прием. Часто люди забывают вызубрить фальшивый паспорт и на этом попадаются. По-видимому, я выдержал экзамен вполне, но дело было не в этом. Весь трюк состоял в том, что в этом фальшивом паспорте была румынская виза от ноября 1918 года. Эта виза подтверждала вполне мой рассказ о том, почему я пробивался в Румынию. Словом, товарищ комиссар написал мне пропуск. Разрешается такому-то с племянником Владимиром свободное следование в Одессу. Поставил печать и подписался. Это был первый советский документ, который я получил в своей жизни. По шпалам. Выехать из Тирасполя было не так просто. Много раз мы приходили на станцию ободранную, грязную, словом, революционного вида. В Тирасполе было очень много вагонов, конечно, без окон, разбитых, исковерканных, но масса. Все это столпилось сюда, очевидно, при отступлении бредовских частей. Торчали, впрочем, кое-где и роскошные вагоны, заново отделанные, это по большей части были кают-компании бронепоездов. Тут же красовались каким-то чудом уцелевшие вагоны штаба гвардейской дивизии. Ни надписи, ни гвардейские андреевские звезды не были даже замазаны, и было как-то больно на это смотреть. Вот эти всякие вагоны сгоняли в составы, к ним прицеплялась какая-нибудь коллега в виде локомотива, и такой караван от времени до времени посылался куда-то по рельсам, надо было втиснуться в один из этих с позволения сказать поездов. Да еще билет надо было брать, что было уже совершенно возмутительно с точки зрения социалистического строя. Мы втискивались, ждали несколько часов в этих нетопленных искалеченных коробках, потом приходили товарищи и выгоняли нас, заявляя, что поезд не пойдет. Однажды лежали мы в вагонах полночи, было, конечно, совершенно темно, но полно народов. В одном углу шел усиленный разговор. По голосам я понимал, что это какие-то интеллигентики беседуют с военнопленными солдатами, прибывшими из Франции. Дикой ненавистью ко всему на свете были наполнены разговоры этих солдат. Я от времени до времени засыпал и просыпался и сквозь сон слышал. А я бы его, если бы запопал, то так бы не убил, а мучил бы, долго мучил бы, сначала нос бы отрезал, а потом уши, а потом глаза бы выколол. Интеллигентки возмущались и ахали, впрочем, осторожные в таком тоне. Неужели бы вы так сделали, товарищ? А он отвечал убежденно, сделал бы. Я лежал и думал о том, что если бы его как-нибудь выманить из вагона и пойти с ним в черную ночь, то я бы его не мучил, но застрелил бы, как собаку. Хай злое не живе на свете! Наконец, отчаившись в социалистическом транспорте, мы прибегли к историческому русскому передвижению пехоты, словом, пошли по шпалам. Шли до вечера, заночевали в какой-то хатке около какой-то станции, этот день прошел без приключений. Впрочем, мы встретили два раза конных товарищей, которые двигались по пути, очевидно, в качестве патруля. Вид у нас был, скорее всего, мелкоспекулянтский. Три субъекта в штатских пальтах с физиономиями достаточно небритыми. Плох был Ляля. Его какая-то страдающая шинель и лицо больного юнкера явно выдавали нечто деникинское, но нас выручали пропуска. Просмотрев их, товарищи пропускали. Приключения начались утром, потому что мы проспали единственный поезд. Однако, на станции был еще паровоз, который собирался кучерганскую, изрыгая белый пар. Я назвал машиниста товарищем-механиком, и он пустил нас на паровоз. А если бы я сказал «товарищ машинист», отказал бы. Паровоз очень стонал и, кажется, собирался совершить надрыв. В этих случаях он пускал массу пара, становилось тепло, и тогда... Впрочем, об этом довольны. Я уже сказал однажды, что революции и паразиты неразлучны. Не следует повторяться. Но, в общем, паровоз догнал тот поезд. Он стоял на станции среди других составов, таких же разбитых, вопиющих к небу. Мы пошли лазать из вагона в вагон, отыскивая место потеплее, наконец нашли. К удивлению, в этом вагоне были целы все окна, и какие окна! Великолепные, толстые, зеркальные, солнце грело сквозь них, и было совсем ничего. Но внутренность вагона это было нечто ламентабельное. Это, видимо, когда-то был очень роскошный вагон, должно быть служебный, ибо здесь были и маленькие салончики, и купе, в былое время снабженные всем слепенкаровским комфортом. Сейчас ничего не было, кроме кое-где торчащих пружин. Одно купе показалось мне целее других. Тут можно было хотя сесть. Однако, осмотрев его внимательнее, я ушел. Тут, очевидно, несколько часов тому назад произошло убийство или самоубийство. Мозги и кусок черепа валялись тут же. В этом вагоне мы доехали до раздельной. На этой станции мы несколько часов ждали какого-нибудь поезда. Тут стояла целая армия всяких составов, и целые воинские части жили в поездах. Кажется, это были галичане, венный раз кого-то предавшие. Но никакого поезда не шло. Мы ходили пить чай в местечко. И вдруг встретились. Да, это был Владимир Германович. Он тогда в саду Днестра сдался делегатам Котовского. Солдат отпустили, офицеров, изъявивших желание поступить в Красную Армию, куда-то отправили, а отказавшихся держат на положении арестованных, заставляют что-то работать и собираются отправить в Одессу. Однако надзор слабый, что и дало возможность поговорить с ним. Здесь же целый ряд других из нашего отряда, пока никого не расстреляли, но вид у них был ужасный. Недоедание, тяжелая работа. Однако бессменный Владимир Германович не терял бодрости духа. Мы не дождались поезда, пошли пешком. Был дивный солнечный день, но когда мы прошли несколько верст, я почувствовал ломоту в пальцах. Потом, как будто стало немножко холодно, идти стало гораздо труднее, и заходящее солнце с его желто-красными переливами почему-то было противно. Мы отдыхали где-то на рельсах, и против нас бродили индюки. Меня тошнило от этих индюков, я чувствовал, что заболеваю. Ночевали в казарме у какого-то старшего рабочего, это такой железнодорожный чин. Он посмотрел наши пропуски и принял нас очень радушно. Хозяйка сделала нам ужин и чай. За ужином старший рабочий говорил много и вразумительно, ссылаясь на священное писание. Он читал апокалипсис вслух и объяснял нам, что все, что сейчас происходит, вся эта резня и убийства и грабежи и ужасы и ненависть, все это предсказано. Потом он прочел из Библии то место, где в пророчестве Даниила говорится, что придет великий князь Михаил. Под этим он подразумевал великого князя Михаила Александровича. Тогда кончатся все беды. Надо сказать, что я уже не в первый раз наталкиваюсь на таких людей. Сидят где-нибудь в какой-нибудь станционной будке и в священном писании ищут утешение и объяснение всех тех ужасов, которые происходят. Нет, это проклятое пятно, белое пятно на солнце среди черных полей сведет меня с ума. Идем по шпалам. Я болен, чувствую жар и невероятную слабость. Иду от версты до версты. На этой прямой, как стрела линии, далеко видно верстовой столбик. Я иду только потому, что знаю, вот этот столбик с дощечкой, где написано верста. Надо дойти до него. Там я лягу на рельсы и буду лежать. Пять минут, по часам. Потом дальше, до следующих. Вот это проклятое пятно справа от дороги, там на холмах, где-то за несколько верст. Это, я знаю, немецкая колония. Я ее ненавижу всей душой, потому что сколько мы не идем, она торчит тут и кажется, что мы не двигаемся. И кажется, что от этой кучки игрушечных домиков это болезни, это валящее на землю слабость. Все равно, дайте до столбика только. Но мы дошли в этот день не только до столбика, но до станции Карповка. Тут, в ожидании какого-нибудь поезда, мы залегли в какой-то грязной комнате на станции. Комната была полна всяким народом, какой-то безрукий, который прекрасно шьет обувь одной рукой, какая-то разбитная хохлушка с яйцами и с целым ворохом деревенских рассказов из современной жизни, больше на тему о том, что всех этих разбойников надо вырезать. Кого она подразумевала под разбойниками, не всегда можно было определить, не то Деникинсов, не то коммунистов. Вообще она, видимо, запорядок и какое-то неосмысливаемое, но явственно ею самою понимаемое благопристойное житье. Определенной здоровой мещанской моралью веют от ее розгипанных манер. Еще много-много всякого народа. Я лежу на лавке, жар усиливается, иногда раза два-три в сутки проходят поезда, в которые мы не можем влезть, слишком набитые или у нас слишком малой энергии. Не надо думать, что это обыкновенные поезда нормального типа, это какой-то сброд вагонов с издыхающими паровозами. Ночью мне было нехорошо. Жар все усиливался, я не спал, остальные все спали, все эти однорукие бабы и много еще каких-то людей. Я не спал и заметил, что мой податной инспектор начинает метаться. Так как я хорошо знаю его с детства, то знал и то, что он сейчас начнет разговаривать во сне и при том на всю комнату. У меня мелькнула мысль, не сболтнул бы чего-нибудь опасного, и в то же мгновение он сделал резкое движение и совершенно ясно и отчетливо произнес «Да, но я требую, чтобы все пели гимн, все, все и женщины, Боже, царя храни!» Я с ужасом растолкал его. По счастью, все спали, но мораль сей басни такова, кто говорит во сне, пусть не спит у большевиков в публичных местах. Пропустили еще какой-то поезд, потом еще прошел один. Мы лежали на станции уже третьи сутки. Почти ничего не ели. Наконец, комиссар станции окончательно рассердился на нашу никчемность, он нас ругал всякими скверными словами и кричал, указывая на меня «Ну, а если он умрет у вас тут, что я с ним буду делать?» После этого, очевидно, устыдившись докучать товарищу комиссару в качестве мертвого тела, я перестал капризничать и влез на какой-то холодный паровоз по указанию комиссара. Этот паровоз был, очевидно, совершенно искалеченный, отощил его полукалека. Последний доставил нас до станции Одесса-товарная. Там мы лежали до рассвета. Было абсолютно темно, очень холодно и противно. Одесса, вот она, под властью красных. Изменилась? Изменилась. Толпа совсем другая, да и нет ее почти. Уныло на улицах, а, впрочем, жар усиливается. Может быть, это от жара такая тоска. Болезнь — это болезнь. Рекурен. Возвращение. Латинский. С первой квартиры, куда мы прибились с сыном, пришлось уходить через несколько часов. Меня узнали. Вся улица, то есть некоторое количество евреев, говорили про то, что я вернулся. Мы ушли. Не забуду этого перехода. У меня была температура около 41 градуса. Мне казалось совершенно немыслимым, что я пройду два квартала, которые надо было пройти. Но, пробираясь, держась за стенки домов, я увидел Владимира Германовича. Он шел мне навстречу, и вид у него был тоже нехороший. Он был не один, и по лицу его я понял, что не надо признаваться. Я отвернулся к стенке, он прошел около меня. Это был последний раз, что я его видел. В эту же ночь он заболел сыпным тифом, и в эту же ночь его арестовали и отвезли в чрезвычайку. Там он и умер. Умер в ужасных условиях. Много дней к нему никто не входил, и когда, наконец, пустили близких... Словом, это было ужасно. В эту ночь случилось и другое событие. Был внезапно обыск в той квартире, где я приютился сначала. Арестовали всех, кто там был. Правда, через некоторое время выпустили. Но меня бы, вероятно, не выпустили. Владимир Германович И был одним из тех людей, которые так ценны в русской жизни. Происхождением немец он был русским патриотом, давно известным типом, штольцем среди обломовых. Последнее дело, в которое он вложил свою удивительную энергию, был так называемый отряд В.В. Шульгина, проделавший весь поход с полковником Стесселем. Весьма возможно, что все это была ошибка и этого отряда не надо было, но нельзя не отметить этой настоящей «Дойч Трю», немецкой «Трое», которая побуждала Владимира Германовича стоять до конца, сделать все возможное, исполнить свой долг до последней черты. Все мы четверо один из фрагментов Стесселиады переболели возвратным тифом. Об этом не стоило бы упоминать, если бы это не было так типично для нашей эпохи. Мало кто из русских времен борьбы белых с красными избежали того или иного тифа. Брюшной тиф, сыпной тиф, возвратный тиф. Они были истинными архангелами русской революции. Многие испытали все три тифа. Мы обошлись одним. Может быть, читателю будет интересно знать, что моя семья, с которой я расстался где-то в румынской деревне и собирался встретиться в Белграде, очутилась в Одессе. Румынам неприятно будет, быть может, прочесть эти строки, но сами боги не могут сделать бывшее небывшим, говорит греческая поговорка. На следующий день после нашего ухода румыны выгнали из своей страны оставленных нами женщин и детей. Напрасно сочинялись пламенные телеграммы королеве румынской о помощи и милосердии. Конечно, если бы ее величество получило эти телеграммы, вероятно, что милосердие было бы оказано. Но в том-то и дело, что никаких телеграмм румынские офицеры не принимали, и вот произошла эта невозможная история, доведенных до последней грани отчаяния и усталости женщин выгнали к большевикам. Некоторые не выдерживали и искали в своих сумочках яду. По счастью, других хватило мужества перенести все до конца и удержать ослабевших. К чести товарища Котовского надо сказать, что его штаб принял этих несчастных прилично. Особых издевательств не было, они получили даже возможность нанять подводу за царские пятисотки и приехать в Одессу. Свет не без добрых людей, в этом я убедился. Нас приютили всех. Когда меня раздевали, я пробовал бормотать этим до той поры мне незнакомым людям, вы ведь не знаете, что у меня, может быть, цепняк, на что хозяйка ответила, это будет восьмой в моей квартире. Рекуренс был, как рекуренс, четыре приступа. Меня лечил один врач, он приходил каждый день и очень хорошо знал, кто я. Это я пишу так на всякий случай для тех, кто обуян жажды расстреливать комиссаров. Смотрите, не расстреляйте в припадке святой мести тех, кто ежедневно, рискуя головой, спасал жизнь вашим близким и друзьям. Такие случаи бывали и будут, ибо не все ведают, что творят. Этот доктор был окном нашей больной комнаты в мире, которого я не могу назвать Божиим, ибо он был большевистским. Перевязывая сыну отмороженные ноги, он начинал говорить о политике. Разговоры эти сводились к обсуждению тех слухов, которыми питалась Одесса. Каждый день она изобретала что-нибудь новое, без промаха лживое. Но все же все верили и надеялись. Я обыкновенно в этих случаях светил доктору огарком свечи, который немедленно гасился, как только операция кончалась, ибо свечи были в то время уже предметом роскоши. Тогда разговор продолжался в сумерках масляной коптилки. Инструмент, бывший в эту зиму во всеобщем употреблении в Одессе. Рекуренс длился приблизительно март месяц. Я имел время подумать. Я думал и во время приступов, и в перерывы, и во время выздоровления. И странно, жизнь окрашивалась то в терпимые, то в мутные, то в безысходно мрачные тона. Все от точки зрения. Когда я смотрел назад, в недавнее прошлое, теперешняя наша жизнь казалась чуть ли не раем. Давно ли мы замерзали на снегу ночью, скрываясь, как волки в зарослях и лесах, а теперь мы имеем кров и пищу, нас лечили, а нас заботились сколько возможно. Когда же я сравнивал с далеким прошлым, давно прошедшим, на душе становилось сера до муки. Следующие строки я пишу только потому, что ведь так как мы жили все в этом большом городе, а в других больших городах жили неизмеримо хуже. Маленькая комната, где нас трое или четверо, не топлено, никто не топил этой зимой в Одессе, а измученный после болезни организм просит тепла. Тепло иногда и приходит утром с солнцем. Проснешься рано и долго ждешь этого красноватого первого луча, который, загоревшись красным пятном, желтее и теплее двигается по стене. По его движению мы научились узнавать и время. Часов ведь нет. Когда немножко нагреет комната, начинается комично-мерзкое занятие. Ужасно трудно от них избавляться. Для этого надо постоянно менять белье. Если перемен нет, мыть надо. И моется, но ведь в холодной воде. Для горячей надо дров. А другие вещи, например, которыми укрываешься, разные фрагменты бывших пальто, их надо бы продезинфицировать. Но это не так просто. Конечно, в конце концов справляются, но путем упорной борьбы. Борьба ведется или просто охотой, или стиркой, или утюгом. Сильно горячим утюгом выгладить вещи по швам очень хорошо. Рекомендую всем впавшим в социализм. Затем следует приготовление какого-то суррогата чая или кофе на керосинке. Отчего такая возня? Фитери не горят, вечно что-то портятся, скучно и грязно и никаких способностей. Мы ведь были артисты, поэты, писатели и рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. А тут надо стоять в очереди за керосином несколько часов, потом бежать куда-то за хлебом, потом уборка комнаты, мытье посуды, стирка, починка, тысячи этих изводящих мелких дел. Потом надо взять обед, опять бежать в какую-то очередь. С обедом мы устроились поразительно дешево. 18 рублей обед. Но это потому, что, словом, через кого-то мы стали семьей какого-то спеца. Обед состоял из какого-то варево вроде супа или борща, без мяса, конечно. Кроме того, каша. Каша перемежалась. Гречаная, пшенная и шрапнель. Шрапнель многие саботировали, другие, более смиренные, съедали. Мы брали два обеда на троих. Общее правило после тифов — зверский голод. Надо жиров. Их и покупают. За деньги все можно достать пока. Но ведь денег хватит еще на некоторое время, а дальше что? Что дальше? Гонишь эту мысль пока светло. Почитаешь у окна в кресле. Окно низкое и выходит на улицу. Видишь людей. Иногда они любопытно засматриваются в окошко. Тогда непременно кто-нибудь обеспокоится, не выследили ли уже. Я читал, что попало. Но больше всего мне нравился один польский роман. Действующие лица исключительно графа и князья. Описывается великосветская охота, балы и все это ремюминаж большого света. Суета французский. Княжна Гальшка с Барашская правит четверкой великолепных лошадей, окруженные свитой не ниже барона. Ее брат никак не может жениться на девушке колоссального состояния, потому что она не записана в какую-то родословную книжку. Мне доставляло искреннее удовольствие сопоставление этого мира с тем, что шмыгало у меня за окном. Для любителей контрастов это было весьма недурно. Сыну Ляли, который лежит с отмороженными ногами и голодает между приступами возвратного тифа, тоже нравится польский роман, но иногда он швыряет книжку и с неподражаемым выражением апострофирует «буржуй, проклятый». Когда же дело осложняется какой-нибудь психологической драмой, он презрительно прибавляет «с нравственного жиру бесится». И действительно, немножко смешными кажутся эти душевные страдания, когда все живые и здоровые находятся в полной безопасности. Мы знаем только две психологические муки, когда близким людям грозит тяжкая болезнь или смертельная опасность. Но они возвращаются. Эти мысли о том, что будет дальше, когда стемнеет. Когда стемнеет, в комнате почти мрак, электричества нет, керосин слишком дорог, горит коптилка на масле. Она дает столько света, сколько лампадка, но последнее утешение сердцу, а это наводит мрак на душ. Что впереди? Какой выход из этого положения? Ну, хорошо, теперь я болен, стесселевские деньги еще есть, но дальше служба. У кого? У большевиков? Нет. Частную найти очень трудно. Где? все закрывается, и при том не сказать, кто я, подвести, а сказать, кто примет. От собственного положения мысли бегут к общему. Что делается? Это был первый период, когда большевики покончили, как они думали, с Деникиным и пытались или симулировали попытку смягчить террор. Шульгин явно раздвигает временные рамки и преувеличивает масштабы красного террора. Последний широко был применен лишь осенью 1918 года после убийства Урицкого и покушения на Ленина. С начала 1919 года он применялся как исключительная мера. В Москве была объявлена амнистия и даже отменена смертная казнь. Правда, это кажется единственный раз, когда Украинская Социалистическая Советская Республика воспользовалась своей самостоятельностью. Было разъяснено из Харькова, что все это к Украине не относится. Здесь, мол, продолжается контрреволюция и потому и террор должен продолжаться. Но все же общее настроение сказалось и в Одессе. Разъяснение из Харькова имеется в виду то, что Украинская Социалистическая Советская Республика своим политическим центром имела Киев, затем Харьков. После освобождения Украины в начале 1919 года от Петлюровцев и Интервентов, а также с декабря 1919 года после освобождения города от Деникинса. Там находилось Украинское Советское Правительство и другие учреждения. Конечно, чрезвычайка должна убивать кого-нибудь. Для власти, держащейся только на крови, опасно не упражнять людей в убийстве. Отвыкнут, пожалуй. Поэтому убивателям нашли дело. На этот раз, впрочем, это еще была наиболее благоразумная локализация кровожадности. Чрезвычайкам приказали убивать уголовных. Одесса с покон веков славилась как гнездо воров и налетчиков. Здесь, по-видимому, с незапамятных времен существовала сильная грабительская организация, с которой более или менее малоуспешно вели борьбу все 15, нет, их было, кажется, 14, все 14 правительств, сменившихся в Одессе за время революции. Но большевики справились весьма быстро и надо отдать им справедливость. В уголовном отношении Одесса скоро стала совершенно безопасным городом. Остальных пока не трогали. В отношении офицеров несколько раз объявлялись сроки, когда все бывшие белогвардейские офицеры могут заявить о себе, за что не будут подвергнуты наказанием. Часть объявилась, часть нет. Разумеется, все это не относилось к лицам, имевшим с большевиками особые счеты. Вроде меня. Однако в направлении смягчения были даже довольно странные факты. В один прекрасный день пришел циркуляр из Москвы, по-видимому от Луначарского, предписывающий читать лекции рабочим и солдатам с целью развития в них гуманных чувств и смягчения классовой ненависти. Луначарский Анатолий Васильевич, 1875-1933 годы, советский государственный деятель, нарком просвещения РСФСР с ноября 1917-го до 1929-го года, академик Академии наук СССР. Начиная с первых дней Октябрьской революции, активно боролся за сплочение старой интеллигенции на платформе признания советской власти и сотрудничества с ней. Один из теоретиков реформы народного образования, перестройки театра, кино, издательского дела. В исполнении этого те, кому сия ведать надлежит, обратились к целому ряду лиц с предложением читать такого рода лекции и с представлением полной свободы в выборе тем в их развитии. Эти лекции состоялись. Одна из них имела особенно шумный успех и была повторена несколько раз. Это была лекция об Орлеанской Деве. Орлеанская Дева Жанна Дарк 1412-1431 Народная героиня Франции в ходе Столетней войны 1337-1453 возглавила борьбу против английских захватчиков. В 1429 году освободила Орлеан, обвиненная в ересе, сожжена в Руане на костре. В 1920 году была канонизирована церковью. Почему коммунистам вдруг пришла мысль поучать рабочих и крестьян рассказами о французской патриотке, спасавшей своего короля, объяснить трудно, но факт. Что ж, можно из этого делать какой-нибудь вывод? Неужели большевики действительно поумнели? Вздор! Это на первых порах! За эскопадами товарища Луначарского стоит власть, которую так ненавидят, что ей остается одна дорога, дорога террора, и они начнут его опять, непременно начнут. Единственное, что могло бы изменить курс, это если бы кто-нибудь из них, например, Ленин, поняв, что они идут в пропасть, расстрелял бы всех своих друзей и круто повернул бы прочь от социализма. Но ведь это невозможно. Где фронт? Существует ли он вообще? Как будто бы Крым еще держится. Но какая слабая надежда, чтобы он удержался? Что там происходит? Слухи. Да ведь как верить этим слухам? Разве давно вся Одесса поверила тому, что украинцы где-то совсем близко? Потом их заменили румыны, затем румын сменили какие-то союзники, после союзников была очередь сербов, затем исправили не сербы, а болгары. После болгар была очередь поляков, наконец, самое последнее изобретение. Столько-то полков немцев перешло румынскую границу и находятся уже в немецких колониях. Все это вздор. Все эти слухи плодит страстная жажда освободиться от большевиков какой угодно ценой. Обыкновенно в бессонной ночи я додумывался до трех часов. Я знал, что это три часа, потому что в это время кто-то оглушительно среди мертвой тишины стрелял из нагана перед самым окном. Выстрел этот звучал неприятно, как-то жутко. Иногда глубокой ночью проходили моторы, и всегда казалось, что это едут расстреливать. А может быть, и расстреливают, только мы не знаем. Так тянулись дни и ночи. На страстной неделе я в первый раз вышел. Как трудно было передвигать ноги. Я зашел в церковь. Служили панихиду по ком-то. А после панихиды какая-то женщина обносила церковных старичков кутьей и колевом, как принято, и мне дали. Я ел. Во-первых, потому что был голоден, а во-вторых, потому что я был очень рад, что меня приняли за церковного старичка, значит, мне нечего было опасаться. Теперь меня никто не узнает. После этого я поплелся на свидание, которое было у меня назначено с моим родственником Ф.А.М. Ф.А.М. Неустановленная личность. Свидание должно было произойти в Александровском парке у Колонны. Когда я подходил, я увидел, что у Колонны один человек. Это должно быть был он. Я подходил тоже совершенно один. Кроме нас двоих никого не было, но мы долго стояли друг против друга, не решаясь подойти. Я никак не мог определить, он это или нет, а он смотрел на меня, очевидно, с той же мыслью. Наконец я решился. Да, это был он. Действительно, узнать его было невозможно. Он же со своей стороны утверждал, что никто в целом мире меня не узнает. Когда я шел обратно, я хорошо рассмотрел себя в большой зеркальной витрине. Да, действительно, на меня смотрел человек лет около шестидесяти пяти, с большой седой вьющейся бородой, согнутый, еле двигающий ногами, церковный старичок, одно слово. Это была работа Рекуренс. Оказывается, что болезнь искусный гримировщик. Это, впрочем, было Данильсе кстати. На Пасху, которая была 29 марта, было большое торжество. Очевидно, еврейская власть захотела сделать любезность по отношению к христианскому населению, потому что после целой зимы беспросветного мрака на три дня Пасхи дали электричество во все квартиры. Еврейская власть довольно распространенное заблуждение в российских монархических кругах, что революция в России дело рук евреев, что власть Советской России принадлежит евреям. Кроме того, у нас был роскошный домашний обед. Главное блюдо составляли мидии, ракушки, которых во множестве выбросило сжалившееся над несчастными белыми доброе черное море. Вера и Ваня, дети хозяев, целый день их собирали. Страхи Ирина Александр Александрович Л. Неустановленная личность. Отвыкшие от всякого комфорта, мы умели ценить то, что обыкновенно в прежние времена даже не замечалось. Удобная кровать, чистые простыни, одеяло, подушки, два мягких кресла, диванчик, даже маленький письменный стол, на дверях портьеры из хорошей старорежимной серой парусины. Я помню, сколько раз просыпаясь по утрам, я мечтательно смотрел на эти портьеры и думал, вот рубашка, вот... А, впрочем, вышел бы и верхний летний костюм. Пол был паркетный, я тщательно выметал его по утрам и мечтал хоть один раз ополотериться, как сказал бы Игорь Северянин, то есть натереть его воском. И потом, ведь в этой квартире можно было прилично вымыться, правда, при социалистическом режиме вода в водопроводе не всегда идет и никогда не идет в верхние этажи. В этом доме воду можно было получить только во дворе, и это была моя обязанность. Я отправлялся в маленький садик, где среди цветов был фонтан, но кран, или, как говорят в Одессе, крант, и таскал ведрами воду. Норма была восемь ведер, которые я вливал в ванну, и было всем благо. Иногда я пилил дрова, но это, так сказать, по большим праздникам. Кроме всех этих благ в этой квартире оказалась еще гитара. Да, смейтесь, нужда пляшет, нужда скачет. Я решил, что пора песенки петь. Дело в том, что деньги быстро таяли. Все мое состояние заключалось в двадцати английских фунтах, и остатки от тех колокольчиков деникинские тысячерублевки, которые тогда в лесу были розданы Стесселем. Кстати, должен сказать, что колокольчики, несмотря на официальное запрещение, под страхом расстрела котировались на подпольной бирже Одессы. Стоимость их, кажется, не падала ниже трехсот советских рублей, но порою поднималась до Аль-Пари. Огромное количество людей в Одессе занималось спекуляцией на деньгах. Да могло ли это быть иначе? Куда же могли деваться эти кошмарические стада всевозможных биржевиков, которые наполняли Фанкони и Робина, и густой толпой стояли на углу Дерибасовской и Екатерининской, торгуя кокаином, сахаром и валютой? Одесская чрезвычайка вела с ними борьбу, многих расстреливала, но остальные продолжали работать. Но, разумеется, теперь работа шла в самом строгом подполье. Итак, деньги таяли, служить у большевиков я не мог и не хотел, пристраиваться к каким-нибудь кооперативам было трудно, незнакомые меня не приняли бы, а знакомые, боясь, не столько за себя, сколько за меня всячески отговаривали, что делать? И вот выходом из положения явилась гитара. Старик с седой бородой, ясно, что человек знал лучшие времена, какое-нибудь небольшое кафе, разбитый на треснутый голос, такой же разбитый, как и безвозвратное прошлое, старинные романсы, исключительно старинные, такие забытые и такие незабываемые, жалобный звон струн, очень тонн. И вот я действительно подготовлял себе такое местечко, составил себе уже целый репертуар, мобилизовал голос. Помню, мне когда-то Милюков сделал комплимент, я жаловался, что совсем не могу говорить в думе из-за крайней слабости голоса. Он мне ответил, да, голос у вас слабый, но он поставлен, как у певца, вы не поете. И вот на старости лет оказалось, что я пою для развлечения пролетариата. Нужда песенки поет, кто не трудится, тот да не ест. Ирина Васильевна, настоящая имя и ее другое, в этот день очень беспокоилась. Ей почудилось, что кто-то следит не то за ней, не то за мной, вообще что-то жуткое. Я кое-как ее успокоил, но к вечеру инцидент всплыл снова в форме категорического предчувствия у Ирины Васильевны, что ночью придет чрезвычайка, и потому мне совершенно невозможно остаться в квартире. И это предчувствие росло в такой угрожающей форме, что мы с поручиком Эл решили уйти, ибо совершенно было ясно, что все равно в эту ночь оно никому спать не даст. И мы ушли. Это легко уйти, когда знаешь, куда пойти, а ведь мы отлично понимали, что во всякой квартире нам, быть может, и не откажут, но особого участия не ощутят, хозяин квартиры будет отвечать за укрывательство контрреволюционеров. Поэтому мы решили ночевать на улице. Но опять-таки это удобно можно было сделать под игом самодержавия, но в свободном социалистическом государстве всякого человека, который осмелится показаться на улице позже известного часа, ловят как преступника и тащат в участок. Почему при социализме нельзя ходить по ночам, никак не могу понять. Мы решили ночевать где-нибудь в подъезде. Нет, это слишком холодно. Эти камни обладают удивительной способностью быстро остывать. И при том эта ниша, куда мы залезли, плохо защищает от взоров патрулей. А сейчас патрули пойдут. На улицах уже ни одного человека, идет тихий мирный дождь. Удивительно, как быстро большевики покончили с грабителями, налетчиками и всякими уголовными. Надо пройтись, ну, в конце патруль, как-нибудь вывернемся. И потом блестящая мысль, пусть патруль нас забирает. В конце концов, не расстреляют же, зато позднее хождение. Переночуем в участке, во всяком случае, теплее. Пошли на одном из перекрестков. Стой! Мы остановились. Откуда так поздно, товарищи? Да разве ж поздно. Вот беда, часов нет. Что, будете забирать нас, товарищи, патруль, собравшись вокруг нас кучкой, раздумывал. Ну, идите домой, все равно. Вот неудача. Идем дальше. Дождик перестал, работает луна. Это большое подспорье социалистическому хозяйству. При социализме, как общее правило, электричество не горит. Совершенно тихо. Вдруг снова наткнулись на патруль. Эти нас взяли. Мы едва успели условиться, что сочинять, как нас разделили. Старший подошел к Вовке, о чем-то с ним беседовал на ходу, потом подошел ко мне. Откуда вы идете, товарищ? С Ришельевской. А номер? Я сказал условленный номер. У кого же там были? Я сделал застенчивое лицо. Да это его знакомый. Он молодой. Я там в первый раз и был. Ну, да. А фамилия как? Я сказал нарочно исковерканную фамилию, но похожую на ту, которую должен был сказать Вовка. При этом прибавил, что может быть и не так, потому что я этих барышень не знаю, мне старым неинтересно. значит, вы певали, товарищи? А что ж, я пьяный, что ли? Я дунул ему в нос. А чем занимаетесь? Артист, музыкант, раньше на рояле и на скрипке давал уроки, а теперь на гитаре. Специальность старые романсы, ученики ко мне ходят. Сам я голос уже потерял, не выступаю после тифа. Заинтересовавшись, подошел другой патрулист. Так вы, товарищ гитарист, я тоже на гитаре играю. Хорошая у вас гитара. Ничего себе, только раньше я привык играть на одиннадцатиструнной, а это обыкновенная семиструнная. Ничего сходит. А какие романсы, товарищи? Исключительно самые старинные. Ну, вот, «Тигренок», «А из рощи, рощи темной», «Три создания небес», вот тоже замечательный романс. Это не то, товарищи, что теперь пошло. Вертинский, Верединский, лиловый негр ей подает манто. Ну, какой смысл? Почему он лиловый, когда все негры черные? Вертинский Александр Николаевич, 1889-1957, русский советский артист, певец, поэт, композитор, начал сниматься в кино с 1912 года, фильм «Чем люди живы». В 1919 году эмигрировал, выступал как шансонье в различных странах, был популярен в эмигрантских кругах. В 1943 году вернулся на родину, выступал на эстраде, снимался в кино, лауреат государственной премии 1951 года. Тут я решил остановить поток своего красноречия, кажется, было довольно. Патруль явно убедился в нашей невинности и подлинности, старший сказал дружелюбно, но если товарищи у вас документы в порядке, то вам ничего не будет, сейчас и отпустят. Район, темень полная, патруль, ругаясь, поднимается по лестнице на ощупь, водит нас в какое-то помещение, тут тоже абсолютно темно, в темноте старший кому-то докладывает про нас, происходит ругань ввиду того, что нет ни света, ни спичек, наконец с трудом находит, зажигают какую-то коптилку, которая считается лампой. участок за перегородкой начальства в виде какого-то еврея, нотабене, патруль, как по-видимому, вся низшая милиция из русских, а начальство, так приблизительно с чина околоточного надзирателя, евреи. Начальство спрашивает, кто мы, где живем, документы. Предъявляем. Комиссар занялся тем, что вызвал по телефону адресный стол проверить, живет ли такой-то по указанному мной адресу, но, видимо, с ответом что-то не ладилось. Что? Нет света в адресном столе? Не можете дать справки? Что? Разбили себе голову? Обо что? А шкаф? Что за безобразие? В конце концов, проэкзаменовав нас еще о роде наших занятий, причем снова на сцену выплыла гитара и старинные романцы, нам объявили, что мы свободны. Но это совсем не входило в мои планы. Прежде всего, я рассудил, что прятаться от чрезвычайки выгоднее всего в районе, ибо карающей руке советской власти не придет в голову искать контрреволюционеров своей собственной полиции. А во-вторых, куда же нам идти? Опять на улицу? Но первый патруль схватит нас снова. Поэтому я попросил разрешения переночевать здесь, в районе, каковое милость его получил. Мы улеглись на широком подоконнике, начальство дармировало на деревянных скамейках. Утром мы были разбужены довольно странным инцидентом. Начальство, хотя и грозно, но довольно беспомощно взывало «Вестовой!» «Что вы не слышите? Вестовой!» «Да, у них есть «Вестовой!» В этом государстве социалистов, тех самых социалистов, которые чуть ли не краеугольным камнем своей программы ставили борьбу против денщиков. Вестовой!» В ответ на последний отчаянный призыв неожиданно раскрылся шкаф. Большой шкаф для дел, и с верхней полки раздалось. «Чого!» Потом свесились громадные сапоги, которые вместе с нечесанной головой и прыгнули в комнату. Посмотрев на нас «Вестовой!» Украинской Советской Социалистической Республики добродушно изрек «Такая наша квартира!» Было уже совсем светло, мы пошли, но так как в пять часов утра возвращаться не приходилось, решили пройтись по базару, благо он под боком. Какая красота этот базар! Правда, ничего кроме редиски, но зато и ее тушь вдоволь. Она собрана в большие корзины, которые напоминают огромные чудовища с сотнями усиков. Это хвостики редисок. Чудовища розовые, красные, лиловатые, всех оттенков. Впрочем, есть желтые и белые. Мы купили по пучку пятьдесят рублей пучок и лазали по базару, аппетитно закусывая. Захотелось бубликов. Торговка долго почему-то смотрела на Вовку, наконец сказала «Извиняюсь, вы русский?» «Русский», она перекрестилась. «Вот поверите, первый раз, как ушли деникинцы, на русском человеке студенческую фуражку вижу. Ах, жены проклятые!» В это утро была суббота. А потому, пробродив изрядное количество времени по улицам, мы сподобились увидеть субботник. «Субботник» это последнее слово социалистической изобретательности. «Субботник» это значит, что каждую субботу в таком-то часу все истинные сыны Советской Республики должны собираться на такую-то улицу. Сегодня они собрались здесь. Впереди колоссальный красный плакат с золотой надписью «Кто не трудится, да не ест». За плакатом оркестра военной музыки, за оркестром небольшая военная часть, которой командует товарищ командир, расписанный как картинка. Красные чекчиры, гусарские сапоги, голубой доломан. Без погон, но на рукаве роскошно вышитая золотом и серебром звезда. На голове кубанка ноги пружинят, голос звенит. Смотря на него вспоминаешь песню «Я возьму воровскую дубину и разграблю я сто городов, разукрашу себя как картину». Сам же субботник стоит вдоль улицы в некотором роде поротно. Вглядываюсь в лица, почти сплошь евреи. Вглядываюсь подробнее, вижу массу студентов или, во всяком случае, еврейчиков в студенческих фуражках. Стараюсь сообразить, почему бы это, и догадываюсь. Ведь это цвет нации, это партийные коммунисты, для которых участие в субботниках обязательно. Впереди плакат, посредине плакат, сзади плакат. Музыка играет марш, товарищ командир в красных штанах командует с непередаваемой интонацией наглости и презрения, и субботник дефилирует. Куда? Зачем? Совершать пресловутое русское дело. В завтрашней официальной газете в отделе известий можно прочесть, что сегодняшний субботник прошел с громадным успехом, и что собравшиеся истинные граждане Советской Республики без всякого вознаграждения перенесли с места на место столько десятков шпал, вымели столько квадратных аршин такого-то двора перетолкали без помощи паровоза целых пять ужасно тяжелых нагруженных вагонов. Лиловый ирис стоял на балконе. Это был знак, что можно безопасно входить в квартиру. Никого, конечно, ночью не было, все это были только призраки. Но что такое факт? Когда он светит из прошедшего, тогда его называют воспоминанием. Когда же его луч пробивается сквозь туман будущего, это предчувствие. Беспричинные страхи Ирины, конечно, были предчувствием факта. Она только не могла справиться с четвертой координатой с временем. То, чего она боялась теперь, случилось несколько позже. Продолжение следует...